Добрый день! Всем привет! Так, давайте сразу же проверим связь. У нас уже отгремел рекламный ролик, да, как всегда это бывает. Но я подумала, что эфир у нас максимально уже новогодний, поэтому вместо елки новогодней буду я сегодня. Всем еще раз добрый день, кто уже подключился. Так, все-таки проверяем еще раз звук. Давайте напишите, пожалуйста, в чат, уважаемые участники нашего форума, плюсики, если все видно и слышно. Так, супер, отлично. Ну что, хочется без каких-то отлагательств начинать наш эфир. У нас на все про все сегодня отведено три часа, и будет здорово, если мы эти три часа эффективно с вами и классно проведем. узнаем, конечно же, много нового, узнаем, получим знания в сфере маркетинга, в сфере предпринимательства, каких-то новых технологий для бизнеса. Вот, поэтому я уверена, что все пройдет супер, круто. Давайте я представлюсь и немного расскажу о том, как мы сегодня с вами будем работать. Меня зовут Юлия Рыжакова, и сегодня я буду вашим модератором. Немножко коротко о себе. Я являюсь предпринимателем, являюсь специалистом по настройке системы лояльности, также являюсь партнером компании Global Intellect Service. Собственно, именно сегодня от данной компании мы организовали этот эфир как организатор этого форума, компания Global Intellect Service и ее продукт UDS. Но мы сегодня будем говорить и о UDS, и о других различных инструментах, которые помогают бизнесу. Потому что в преддверии Нового года, в преддверии праздника, и всегда у нас календарный отсчет начинается, и планирование какое-то в начале года, важно получать, важно что-то менять, важно применить какие-то новые подходы. Поэтому в конце года мы сегодня сейчас с вами подводим итоги определенные, анализируем, что было сделано отлично, в чем можно улучшиться. И, конечно, для того, чтобы зайти уже в Новый год с какими-то новыми решениями, вот такой онлайн-диджитал-форум мы решили организовать 20 декабря. Я хочу сказать о том, как мы проведем время. У нас отведенное с вами время, это с 11 по Москве до 14 по Москве. В течение трех часов с вами буду работать я и еще пять классных и суперпрофессиональных ребят, спикеров, о которых каждым я буду дополнительно говорить. Поэтому сейчас в каком тайминге мы работаем? На каждую тему у нас предусмотрено примерно полчаса. То есть это очень классно и комфортно прослушать выступление примерно в течение получаса. И во время выступления спикера ваша задача, конечно же, если вы уже возле экрана вооружились блокнотами и ручками, что-то записывать, что-то для себя какие-то выделять, какие-то инсайты, может быть, прям определенные уже решения у вас будут происходить в голове, что вы поменяете в своем бизнесе, в своей компании. При этом, если у вас появляются вопросы к нашим докладчикам, к нашим спикерам, пожалуйста, вы их озвучивайте в эфир, в чат, то есть в сам чат, пишите свой вопрос. Я напомню о том, что у нас есть телеграм-канал нашего модератора, сейчас попрошу еще раз, в этот чат дать ссылку на телеграм-канал, потому что в телеграм-канале мы выкладываем потом презентацию, обязательно выложим запись эфира, выложим все ответы на вопросы, которые вы к спикерам будете задавать. Поэтому разобрать все вопросы в эфире у нас просто не хватит времени физически, но чтобы каждый вопрос не остался без внимания, просьба, их пишите в чат. Наши модераторы эти вопросы все к спикерам заберут, и в течение двух буквально дней после эфира в телеграм-канале все спикеры ответят на ваши вопросы, там, голосовым сообщением или текстовым сообщением, то есть ни один вопрос у нас без внимания не останется. Поэтому коллекционируем ваши вопросы сегодня, пишите их, мы все возьмем в работу. Так, ну и да, небольшая перекличка, давайте посмотрим, кто из каких городов. У нас уже почти 500 человек сейчас онлайн, хочется узнать, откуда вы можете писать и город, и, например, нишу вашего бизнеса. То есть в какой сфере вы работаете, чем вы занимаетесь, можно даже немножко, чуть-чуть реклама себе, у нас там, не знаю, самая вкусная экрана Сахалине или еще что-нибудь. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, о вашем бизнесе, какая у вас сфера деятельности, может быть, какой-то запрос уже на наш форум, может быть, вы пришли за определенным, не знаю, каким-то озарением, или у вас какая-то нерешенная проблема, и вы бы ее хотели решить. Я думаю, это все возможно и посильно будет в рамках сегодняшней встречи. Я думаю, что мы сможем уже сейчас перейти к выступлениям. Я напомню, у нас сегодня пять потрясающих профессионалов в своей области поделятся либо какими-то прям прикладными знаниями, либо опытом. И давайте я немножко пробегусь по темам, о чем сегодня будем говорить. Сейчас у нас уже, вот я знаю, там на прям на финишной, на стартовой прямой, да, сейчас у нас первый спикер это Айрат Измайлов, и я о нем отдельно еще расскажу, просто сейчас обозначу тему, о которой будет говорить Айрат. Айрат, мы начнем с основы основ. Конечно, я думаю, никто не может поспорить с тем, насколько маркетинг в развитии бизнеса и в увеличении доходов любой компании, неважно, чем вы занимаетесь, он играет основополагающую роль. То есть вокруг маркетинга обычно крутится все остальное, да, и продажи, и кадры, и финансы, то есть все вокруг этого. Поэтому, каким должен он быть в современных реалиях, и вот таким, чтобы, знаете, не просто вот в каких-то теориях, а вот прям на практике, об этом мы сегодня как раз от Айрата поговорим с ним и узнаем. После этого с нами будет практик, человек, единственная девушка из среди всех выступающих, Дина Шумилова, и мы попросили Дину подготовить конкретные, практичные примеры и кейсы использования тех или иных каких-то инструментов, да, цифровых инструментов. То есть что это за бизнес, какой этот инструмент применялся, какая там задача решалась, для того, чтобы вы могли взять это как пример, как образец и повторить, либо увидеть, что вот так можно тестировать гипотезы, да, может быть, вдохновиться, может быть, на основе этого примера сделать что-то подобное у себя. То есть практика, как всегда, это всегда нарулит, да, и кейсы, они всегда рулят. Поэтому бизнес-кейсы мы ждем от Дины. У нас третьим экспертом и третьим выступающим сегодня будет приглашенный для нашей компании новый эксперт, новый специалист, которого и я с вами вместе буду слушать впервые. И я хочу сказать, я попозже потом назову послужной список и практику, с которыми, с бизнесами и с клиентами, с которыми сотрудничает этот человек. Он представляет агентство Paper Plans. Это вы, скорее всего, слышали, такое крупное агентство консалтинговое, которое возглавляет Илья Балахнин. И с нами как раз один из партнеров этой компании, Максим Борисов. И тема его, она просто, ну, супер универсальная для абсолютно любого направления компании, потому что эта тема, это шесть рычагов трансформации компании. То есть он будет тоже раскладывать, скажем так, из чего, на молекулы, да, из чего состоит любой успех в бизнесе. Поэтому его тему тоже с нетерпением жду. Максимально, мне кажется, много будет к нему вопросов тоже, поэтому ждем выступления Максима. И еще у нас две невероятные просто истории. Почему я говорю истории? Потому что это два парня, предприниматели, свободолюбивые максимально. Один из них, это предприниматель, который имеет уже четыре направления бизнеса, он о них расскажет. И вот мне кажется, знаете, когда ты просто получаешь какие-то навыки, знания, понимания в бизнесе, ну, в процессах предпринимательства, это как бы неполная составляющая, да, потому что очень важно работать с предпринимательским мышлением. И здесь как никто лучше, чем этот приглашенный наш предприниматель может это показать, потому что он очень круто прокачал себя именно в предпринимательском мышлении. Поэтому мы ждем его историю и, конечно же, хотим узнать, какие он использует для развития во всех своих бизнесах, какие он использует продукты, инструменты, сервисы, ну и, собственно, что в его голове, да, то есть это тоже важно. Ну и, конечно, у нас такая вишенка на торте, это классная, популярная нынче тема, это искусственный интеллект. Очень интересно, что это нам дает и вот как это мы можем применить прямо сейчас, да, то есть как мы можем взять в работу просто в малом, в среднем бизнесе. Вообще, что это такое? Вроде как про много уже говорят про искусственный интеллект, но мы хотим сегодня со своей стороны это как-то подсветить. И у нас есть на эту тему тоже приглашенный гость, Петр Беляев, он живет на Бали, он будет, в общем, оттуда тоже с нами на связи, поэтому очень интересно, как эту тему даст сегодня Петр. Будьте в эфире до конца, вот, я все помню, я вижу, сколько участников сейчас, так что будьте с нами, потому что все выступления будут мега крутыми. Ну что, погнали. Пока вы пишете в чат уже самопредставление, я представлю вам сейчас нашего первого выступающего, и это огромный профессионал в области именно цифрового маркетинга, спикер крупных форумов, очень часто выступает, потому что он делится вот такими прикладными знаниями, это эксперт еще и в технической разработке программы лояльности, и в компании Global Intellect Service этот человек занимает должность директора по развитию, директора по развитию UDS. Хочу вам представить сейчас Айрата Измайлова. Айрат, ты на связи? Да, вот. Маркетинг данных, его тема. Айрат, привет. Все, отлично, все слышно, видно тебя, поэтому я отключаюсь. Привет, передаю слово. Все, спасибо большое, Юля. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, слышно, видно, хорошо, тогда я буду начинать. Моя тема, она называется системный маркетинг. Сейчас я ее включу. Да, мы будем разбираться, что это такое. В чем актуальность этого, этой темы? Мы заметили, мы в маркетинге и в IT более 9 лет. Мы работаем в основном с малым бизнесом. И мы заметили, что есть компании, которые растут, развиваются, а есть компании, которые стагнируют. Хотя, казалось бы, можно сказать, одинаковые компании. И целевая аудитория совпадает, и род деятельности совпадает. У этих ресторанов, здесь ресторан, здесь магазин одежды, здесь магазин одежды. Но почему-то одни развиваются, а другие как остались, так и остаются. И вот одной из главных причин, мы заметили, что является, что у одних построено маркетинг в виде системы, системный маркетинг, а у других его нет. Давайте посмотрим, что это такое. В принципе, немножко знакомства. Обо мне рассказала Юлия. Меня зовут Айрат Измайлов. Я, можно сказать, уже считаюсь экспертом в автоматизации работы с клиентами и в построении программы лояльности. Но я командный игрок. У нас целая компания, целая большая команда. Чем мы занимаемся вкратце? Первое, мы айтишники. Мы делаем различные айти диджитал инструменты. Второе, мы маркетологи. Мы это делаем, чтобы встраивать в малый бизнес для увеличения прибыли. То есть самая главная наша метрика это увеличение прибыли. Вообще в бизнесе мы пропагандируем, что в бизнесе ничего не должно делаться просто так. Все должно делаться только ради прибыли. Потому что это в бизнесе ключевая метрика. Начинаем. Заметили, что в малом бизнесе больше чем в 80% бизнеса в основном присутствует такой некий хаотичный маркетинг. Назовем его так. Обычно он возникает на уровне эмоций либо у маркетолога, либо у владельца. То есть подход к маркетингу в малом бизнесе в основном он такой типа а давай с тобой попробуем акцию 1 плюс 1. А давай с тобой попробуем это. А вот мне кажется, вот эта программа лояльности интересная. То есть все решения принимаются не на уровне такой статистики, аналитики, данных, какой-то экспертизы, а в основном принимается на уровне эмоций, как будто мы выбираем футболку какую-то. Типа это нравится, это не нравится. Вот этот подход необходимо в бизнесе исключать. Поэтому мы сейчас будем говорить про систему. Что такое системный маркетинг? Основные его тезисы. Первое. Он работает, это определенная модель работы с клиентом, с каждым клиентом, который, ну как бы определенный модель, который формирует самую высокую прибыль от него. То есть мы построим какую-то модель, через которую будет проходить каждый клиент и для того, чтобы формировать максимальную прибыль от этого каждого клиента. То есть вот что такое вкратце в системный маркетинг. Его тезисы, что если мы работаем с каждым клиентом, то он должен быть автоматизирован. Невозможно руками поработать с каждым клиентом. Первое. Он автоматизированный. Второе. Каждый клиент, в принципе, я это повторил. И третье. Ну, то есть автоматизирован с каждым клиентом и понятна максимальная прибыль. В принципе, я уже все проговорил. И он работает всегда. То есть вне зависимости, какую мы рекламу крутим, какие маркетинговые гипотезы мы тестируем. Вот системный маркетинг – это то, что работает с каждым клиентом, и он работает всегда. То есть он не та история, что мы там потестировали, отключили. Нет, это работает всегда. Вот, например, в качестве одной из пунктов системного маркетинга является, например, мы приходим в пятерочку или в магнит, что-то покупаем, и кассир почти всегда нам говорит, есть наша карта, есть наша карта. Вот программа лояльности является частью системного маркетинга. То есть пятерочка, магнит, все, что угодно может тестировать, сотрудничать с блогерами, крутить рекламу. Но карту в магазине они спросят у вас всегда. Поэтому вот это является частью системного маркетинга. Давайте более уточнять, вообще с чего начинается маркетинг. Чтобы разбираться в этом вопросе, вот этот момент, он принципиален здесь. С чего начинается маркетинг? Какой первый инструмент мы должны себе внедрить, когда вообще открываем бизнес? Чтобы ответить на этот вопрос, я всегда люблю рассказывать такую историю. я выступал как-то на маркетинговом форуме в Москве. Это был форум рестораторов. И передо мной выступал управляющий сети ресторанов. И он рассказывал, как еду там готовить, какую еду заказывать, какие продукты заказывать, как там сервис строить и так далее. И он выкинул следующую фразу. Он говорит, в эти программы лояльности, скидки, мы играем, мы не играем. Это бред какой-то. Вот готовь хорошо и сервис хороший. Вот все, что нужно успешному ресторану. При этом интересно, что следующий спикер после него был я. И у меня тема программа лояльности. Я думаю, нифига себе, конечно, ты аудиторию подготовил. И я ему хотел уже задать вопросы после его выступления. Но мне подошли организаторы, они говорят, не задавай вопросы, тебе есть чем аргументировать, мы как бы тут так не делаем, не поддаем сомнения других спикеров. Но в итоге ему зал задал вопрос, и вопрос довольно простой. Зал ему задает вопрос, а сколько у вас постоянных гостей, клиентов? Он при этом сказал, примерно 60%. Тут я не выдерживаю, я задаю свой вопрос. Какой? Он логичен. Я задал вопрос, как вы это узнали? Как вы поняли, что у вас 60% постоянных гостей? На что он ответил, он говорит, я выхожу в зал, вижу знакомые лица, примерно 60%. Как вы поняли, он просто соврал. Он не знает этой цифры, а при этом постоянства гостей, сколько у вас постоянных гостей, это вообще основной вопрос в маркетинге. И он этой цифры не знал. При этом важный момент. Клиент пришел, он не знал даже в какой момент клиент пришел, данный клиент. Например, клиент пришел в первый раз Или клиент пришел в седьмой раз. Разный маркетинг, разная коммуникация, разная. Если клиент пришел в первый раз, надо собрать обратную связь. Если клиент пришел в седьмой раз, необходимо просить его делать рекомендации, и при этом он будет рекомендовать и приводить вам новых клиентов. Поэтому маркетинг, как бы это банально ни казалось, начинается с CRM-системы. Но при этом, как бы это банально ни казалось, вы даже на себе можете проверить, мы все с вами в течение месяца ходили в магазины, ходили в рестораны. Вот давайте вспомним, вот мы сходили в какой-то ресторан, покушали и вышли из него. Что этот ресторан знает о нас? В большинстве случаев ничего. Магазин одежды пришли, что этот магазин знает о нас? Ничего. В какой раз мы пришли? Как нас зовут? Когда у нас день рождения? Ничего этого нет. То есть проблема бизнеса, особенно малого бизнеса, у крупного бизнеса с системой все в порядке, у малого бизнеса проблема заключается в том, что нету банально даже CRM-системы. То есть больше, чем 80% бизнесов даже нету клиентской базы. Поэтому все начинается с CRM-системы. И есть закон. Это как закон, то, что в книжках изучают, то есть как дисциплина. И когда маркетолог нанимается в компанию, первый вопрос, который он должен в компанию задать, где CRM-ка? Где я буду смотреть клиентскую базу? Где я буду собирать статистику аналитиков? Поэтому если нет CRM, то есть закон. Нету маркетинга. Если у вас нету CRM, то все, что остальное делается, это нельзя назвать маркетингом. Это что-то другое, но точно не маркетинг. Маркетинг начинается, когда есть CRM. Когда есть социальный SMM-маркетинг, PR-маркетинг, креатив и так далее. Но все должно быть склапываться в CRM. Поэтому маркетинг начинается с CRM-системы. И структура системного маркетинга выглядит так, как я сейчас показываю на слайде. Первое – это данная аналитика. Как зовут моего клиента, в какой раз он пришел, когда у него день рождения, и так далее. А какую обратную связь он отвечает, и так далее, и так далее. Второй пункт – это программа лояльности. Почему я указал программу лояльности вторым пунктом? Большинство предпринимателей говорит, что программа лояльности нужна, чтобы удерживать клиентов. Это не совсем так. Давайте посмотрим простую ситуацию. Вот я пришел в кофейню, купил кофе. У них бонусная система. Они говорят, хочешь бонусную? Ну, допустим, да. Вот я купил кофе за 150 рублей. Сколько мне бонусов начислиться на следующую покупку? Ну, 15 бонусов, 15 рублей, где-то в среднем 10%. Это прям мотивация вернуться? Конечно же, нет. Или, например, мы ходим вообще в магнит и пятерочку. Вот убери там бонусную систему. Вы продолжите туда ходить? Да, продолжите. Если в вашем бизнесе убрать там бонусную или скидывающую систему, люди продолжат ходить? Да, продолжат. Возникает вопрос, зачем она нужна? Вот в действительности программа лояльности нужна для того, чтобы собирать данные. То есть, я прихожу в магазин одежды, задается вопрос себе, а нужен ли этот клиент мне в CRM-систему? Каждый клиент нужен в CRM-систему? Да, каждый клиент нужен в CRM-систему, чтобы в дальнейшем с ним работать и знать о нем. Как с ним работать? Теперь, каждый клиент нужен? Да, нужен. Как мы получим его данные к себе в CRM-систему? Можно, конечно, его спрашивать, типа, как тебя зовут? Когда у тебя день рождения? Какой раз ты пришел? Ну, понятно, что это работать не будет. Поэтому говорят, магазин одежды говорит, слушай, хочешь скидку 100 рублей? Я говорю, да, хочу. Скачай приложение или получи валет-карту. То есть, вступив в нашу программу лояльности, и когда я вступаю в программу лояльности, я пишу, как меня зовут, когда у меня день рождения. И потом, каждый раз, когда я показываю свою карту по покупке, эта компания фиксирует, в какой раз я пришел. И исходя из того, в какой раз я пришел, в дальнейшем и строится со мной стратегия работы. Давайте вспомним магнит и пятерочку, в которой мы ходим чуть не каждый день. Они у вас карту просят, потому что так хотят вам бонусы раздавать? Нет. Они понимают, какая группа клиентов, сколько к нам в магазин ходят, и от этого строится маркетинговая стратегия. То есть, от этого строится статистика, аналитика, маркетологи. У них умные в дальнейшем смотрят, как в дальнейшем развивать наш бизнес и какие офферы в дальнейшем делать. То есть, вот, программа лояльности нужна в первую очередь. Это собиральщик данных. А вот удержание клиентов – это уже инструменты общения с клиентами. Это может быть пуш-уведомления, смс, ватсап, рассылка, телеграм, боты и так далее. Четвертый пункт – это инструменты привлечения клиентов. Социальные сети, тикток-танцы, в журналах реклама и так далее. И пятое – это все надо автоматизировать, потому что руками невозможно проработать это все с каждым клиентом. Вообще, маркетинг можно представить в виде дома. И, как все знают, дом должен строиться с фундаментом. Вот в чем происходит проблема малого бизнеса? А фундамента нет. То есть, малый бизнес работает как бы без ЦРМ, без клиентской данной, без статистики, аналитики. И в итоге что получается? Когда ты дом строишь без фундамента, что происходит с домом? Он всегда разрушается. Это как законы строительства. Поэтому с малым бизнесом это происходит. Заложил деньги в рекламу, клиенты пришли, что-то с ними произошло, никакой статистики, аналитики, ничего не собралось, там, ЦРМ-ки нет. Что-то произошло. Видим, обороты начали падать. Опять реклама, опять деньги, время. Опять реклама, опять деньги, время. И вот малый бизнес в таких неких бегах вокруг, по колесу. А если выстроить системный маркетинг, если один раз его построить, построить один раз этот дом, то удержание и привлечение клиентов работает автоматически. И, например, предприниматели, которые это сделали, сокращают расходы на рекламу два раза, в три раза, иногда мы даже видели в 10 раз. Потому что тебе не нужно уже столько рекламы, потому что у тебя клиенты, например, рекомендуют твой бизнес и приводят новых клиентов, потому что выстроена нормальная система рекомендаций. Или у тебя работает кросс-маркетинг, тебе не нужно уже столько рекламы, система начинает работать на тебя. При этом я указал еще первый пункт, клиентская база. Вообще, когда вы копите базу и делаете это годами, даже философия бизнеса меняется. Раньше бизнес строился так. Вот у меня есть футболки, кому их продать? Сегодня работать лучше по-другому. Вот у меня есть большая база, большая лояльная база, клиентская база, которую я копил годами. Что мне им продать? Совершенно другой подход. То есть, если у вас, например, салон красоты, можно добавлять новые позиции, например, косметика и так далее. Если, например, вы закрываете свой бизнес и открываете новый бизнес, такое бывает, то вы открываете уже с огромной клиентской базой. И это гораздо легче делать, и это гораздо прибыльнее, и это гораздо меньше рисков, гораздо успешнее. То есть, ты открываешь не в свободном поле, а ты открываешь уже с клиентской базой. И ты говоришь, слушай, у меня был раньше салон красоты, а теперь у меня кафешка. Мы там открыли новый бизнес, решили заниматься общепитом. И все, и у тебя уже есть клиенты, у тебя есть база. Видите, это совершенно другой подход. Поэтому копите клиентскую базу, делайте это годами, потому что это актив на всю жизнь. Вы в дальнейшем можете этот актив монетизировать. И уже какой бизнес открывать на этот актив, на большую лояльную клиентскую базу, не имеет принципиального значения. Вот чем захотите, тем и будете заниматься. Поехали. Идем дальше в детали. В основном расскажу про программу лояльности. Какая она должна быть? Первое, она должна быть на бонусной системе. Мы потом убедимся, почему так. Второе, важный момент. Если вы хотите, чтобы программа лояльности, помимо того, что собирает данные, еще увеличивает прибыль, то необходимо дать возможность клиентам копить бонусы не только за счет покупок. Вообще вам выгодно, чтобы клиент быстрее накопил бонусы. Потому что у клиента, когда мало бонусов, это не влияет на его повторную покупку. Ну что там, извините за выражение, кутарки какие-то. Влияет бонусы на повторную покупку, когда их уже много. Вот чтобы их было много, дайте возможность быстрее их накопить. И вам прибыль увеличится. Первое, например, если клиент сделал рекомендации, получил бонус. Если клиент оставил отзыв Яндекс.Отзывы в Дублгисе, получил бонус. Если клиент купил на больший чек, получил бонус. Если клиент разместил пост о вас в социальных сетях, получил бонус. То есть, видите, клиент может что-то делать ради вас, а вы вознаграждаете бонусы. И вам хорошо. Клиенты приводят новых клиентов, например. И клиенту хорошо. У него больше скидка, быстрее копятся бонусы и быстрее принимает решение о покупке. Второй важный момент. Расскажу дурацкий пример. Какую бонусную систему строить не нужно. Вы часто, наверное, видели бонусную систему по номеру телефона. Вот я, например, в магазине Collins такую видел. Пришел за футболкой, покупая в магазине Collins, они говорят, скажи свой номер телефона. Ну, я сказал свой номер телефона. Говорят, прекрасно, ты накопил бонусы. Я говорю, ну круто. Вышел из этого магазина, и я знать не знаю, сколько у меня бонусов, на что их потратить. Может, они у меня вообще уже со временем сгорели. И в итоге я второй раз в магазин пришел, тогда, когда мне приперло. Ну, то есть мне нужна какая-то там джинсы, например. Возникает вопрос, как на это повлияла бонусная система, программа лояльности. Никак. Такая нахрен не нужна. Вот в программах лояльности есть закон. Либо делай хорошо, либо нафиг ее не делай, не трать на это деньги и силы. Потому что убери такую программу лояльности, и в бизнесе ничего не поменяется с точки зрения возвращаемости. Я даже лучше скажу, поменяется, прибыль будет лучше, потому что ты не будешь на это деньги тратить. Поэтому, если вы хотите программу лояльности, чтобы она действительно работала, второе правило, клиент должен где-то видеть свои бонусы. Он должен видеть бонусы, он должен видеть, когда он может их потратить, когда они сгорят, на что он еще может накопить. Он видит, должен свой статус. Вот, например, здесь на картинке есть статусы. Пустым, Матурэм, Алтанэм, это на татарском. Я же из Казани, это Татарстан. Поэтому вы ничего не поняли, но как бы татары поняли. То есть должны быть статусы. То есть должно быть напоминание о том, что у меня есть бонусы. Потому что, если делаешь по номеру телефона, то, казалось бы, все очень удобно, не надо ничего скачивать, и вот за этим предпринимателями иногда ведутся. А в действительности этим убивается весь маркетинг. Давайте первое вспомним правило. Зачем нужна программа лояльности? Чтобы собирать данные. Если у тебя программа лояльности по номеру телефона, какие данные у тебя есть? Только номер телефона. Что ты будешь с ним делать? Отправлять смски? Так улетишь в минус, что лучше этим не заниматься. Ну, то есть это дорого смски отправлять, это будет не рентабельно. Отправлять смску придется часто, потому что коммуницировать часто надо. Напоминать там и так далее. Поэтому. Второе. Что есть еще из данных? Ну, нету ни имени, ни фамилии. Что с этим телефоном делать? Звонить, понятно, что клиенты как отреагируют на звонок. Поэтому это с точки зрения маркетинга вообще полный ноль. Поэтому программа лояльности должна быть другой. Ну, то есть другой инструмент. Есть валет карты, например. Хорошая тема, но я не люблю, потому что крайне ограниченный функционал. И есть мобильные приложения. Я их люблю и советую. Крупные компании делают мобильные приложения. Почему именно поэтому? Потому что мобильные приложения безграничны по функционалу. Можно сделать интернет-магазин. Можно сделать вот такие вот статусы. По-разному их назвать. Можно сделать там кнопку рекомендовать. Да все что угодно можно делать. Но когда я рассказываю про мобильные приложения, предприниматели некоторые относятся со скепсисом. И они говорят такое. Люди не скачивают мобильные приложения. Чтобы ответить на это. Действительно, это неправда. Люди спокойно скачивают мобильные приложения. Вот, например, если мы говорим в частности про UDS. 35 миллионов скачиваний. Эта цифра не появляется просто так. Мы как бы знаем, о чем говорим. Поэтому скачивать, не скачивать, говорит очень простой пример. Например, я вам говорю. Вступите в нашу бонусную систему. Сколько будет скачиваний? Ноль. Никому это не интересно. Ну, там, минимум. До 10%. Или я второе говорю. Скачайте приложение. Дам 5 тысяч рублей. Каждому вот сейчас на карту буду отправлять. Сколько будет скачиваний? Вы все скачаете. Ну, в здравом смысле, если я начну здесь деньги раздавать. Вы все скачаете. О чем это говорит? Это говорит о том, что всему есть своя цена. Поэтому нормальная конверсия скачивания приложения. Это такой минимум. Это 60%. То есть 100 человек зашло. 60% уходит. 60 человек уходит с приложения. Но для этого надо говорить вот этот речевой скрипт. Хочешь получить скидку прямо сейчас 100 рублей. Клиент говорит, да, хочу. Скачай приложение. И люди скачивают. 60% как бы гарантированно почти. Из 100 человек 60% скачивают вот при таком речевом скрипте. Это проверено уже миллион раз. Там, 100-500 раз. Там, в течение 9 лет. Поэтому не надо говорить. Ты накопишь бонусы на следующую покупку. И человек такой не понимает, зачем ему делать здесь и сейчас. А вот когда говоришь здесь и сейчас скачай. И получишь скидку, а люди скачут. При этом интересный вопрос. Люди скачивают и задаются следующий вопрос. Ты будешь копить бонусы или тратить? И большинство клиентов говорят копить. Вот интересный момент. Большинство людей скачивают ради получения скидки здесь и сейчас. Но при этом говорят, я буду копить. То есть людям неинтересна скидка 5-10%. Это как бы на эксперименте только доказано. Людям неинтересна такая маленькая скидка. Люди готовы копить, когда скидка станет значительно больше. Вот почему нельзя внедрять скидочную систему. 5-10% людей не зажигает. Но люди копят ради получения большей скидки. Например, АЗС. Да, вот здесь пишут АЗС. АЗС как раз этому доказательство. Там кэшбэк крайне маленький. Менее 1%. Но люди копят бонусы, чтобы один раз в год заправиться на полбак или на целый бак. Хорошо. Вопросы вы здесь, пожалуйста, задавайте. И задавайте их именно в чате, в телеграме. Как говорил Юлия, мы в дальнейшем, каждый спикер будет отвечать на эти вопросы в телеграме. Поэтому там оставляйте вопросы. На каждый вопрос будем отвечать. То есть, еще раз напоминаю, это крайне важный момент. Иногда программы лояльности недооценивают и относятся к ней скептически. Действительно, с программой лояльности почти и начинается весь маркетинг. Потому что CRM и программа лояльности, они не живут отдельно. Они живут всегда вместе. Потому что задача программы лояльности – это копить базу. Поэтому программа лояльности – вообще базовая, важная задача формирования клиентской базы. Поэтому она должна быть в каждом бизнесе, потому что CRM должна быть в каждом бизнесе. Идем дальше. Увеличение дохода от текущих клиентов. Это коммуникация сегментная. То есть, когда у вас есть клиентская база, вы начинаете видеть сегменты. Например, сколько клиентов купилось в течение больше семи покупок. Сколько клиентов долго не ходило. И исходя из сегментов, вы строите коммуникацию. В чем плюс мобильного приложения? Есть пуш-оведомления. Пуш-оведомления чем прекрасные? Они бесплатные. А даренному коню в зубы не смотрят. Если даже некоторые клиенты отключают, и это нормально, то все равно большая часть клиентов не отключает пушки, и это хорошо. Пушки, вы знаете, к вам приходят. Ну, я думаю, не стоит рассказывать, как они работают и как выглядят. При этом важный момент. Да, даже если часть клиентов отключает пуш-оведомления, все равно надо этим пользоваться, потому что как минимум это бесплатно. Например, вы социальными сетями пользуетесь? Потому что тоже бесплатно. А во-вторых, надо понимать, что вашу социальную сеть и 100% клиентов ваших читает не более 20%. Но вы же этим пользуетесь? Да, пользуетесь. А вот пуш-оведомления читает 60%, 50-60% в среднем. И пуш-оведомлениями надо пользоваться. Тем самым вы больше сегмент клиентов будете общаться. Например, то есть теперь мы знаем, например, день рождения клиента. Система может поздравлять автоматически с днем рождения клиентов и говорить, дорогой друг, вот те бонусы, ждем тебя. Это увеличивает конверсию повторной покупки. Или, например, ресторан. У нас есть пример. Ресторан поздравлял клиентов с днем рождения за неделю до дня рождения. Говорит, дорогой друг, мы знаем, у тебя скоро день рождения. Мы в день рождения дарим бутылку шампанского и скидка 10-20%. Приходи. И увеличилась банкетная загрузка на 20%. То есть видите, поздравили заранее с днем рождения. Больше людей начало заказывать в день рождения. Теперь клиентов, например, у вас саунд красоты. Поздравляем с днем рождения заранее, потому что красоту надо наводить. У вас 3 февраля, это 8 марта. Мужчинам отправляем сообщение, что 8 марта вот букеты готовые, если мы цветочный магазин. Вот букеты, которые ты сразу готовые можешь взять своей жене, супруге. А женщинам мы поздравляем с праздником, дарим бонусы, чтобы тоже могли себе купить букеты. То есть видите, когда у вас разных сегментов клиентов, по-разному с ними общаемся. Не надо всех одной гребенкой поздравлять с 8 марта. Нет, мужчинам одно говорим, женщинам другое. 23 февраля мужчинам одно говорим, женщинам другое. То есть чем уже сегмент, чем детальнее сегмент, тем выше конверсия. То есть когда у вас есть сегменты, от этого коммуникация становится прибыльней, а не как там из пушки по всем. Хорошо. И следующий момент – это обратная связь. Не получается все рассказать, очень хочется, но надо в тайминге быть. Обратная связь. Вообще основа посещаемости клиентов, вы знаете, это качество продукта, услуги и сервис. Как понимать, что я пришел к вам, что мне все понравилось? Надо получить обратную связь. Возникает вопрос, как ее получить? Спрашивает персонал – это, понятно, нерабочая история. А Яндекс.Отзывы – хорошая тема, но крайне малая. Из 100 клиентов, менее 5 клиентов будет вам что-то писать в Яндексе. Мы заметили, что есть хороший сценарий. Например, давайте посмотрим всю линейку. Магазин одежды. Я прихожу за одеждой, стою у кассы, мне говорят, хочешь скидку 100 рублей? Я говорю, да, хочу. Он говорит, скачай приложение. Я скачиваю приложение. Показываю свой код, списать бонусы, не списать – это мое личное дело. И после того, когда я совершу покупку, у меня как в Яндекс.Такси открывается окошко о цене обслуживания. Вот на текущий момент это самый конверсионный способ сбора обратной связи. То есть лучше, пока мы не нашли. Потому что Яндекс.Такси лучше всех собирает отзывы. Потому что мы всегда ставим звездочки. Вот то же самое можно сделать и в вашем бизнесе. Клиент обслужился, поставил три звезды. Что делаем? Звоним клиенту, извиняемся и говорим, слушай, дорогой, давай мы тебе подарим 500 рублей скидки. Или там 20% скидки. Дашь нам второй шанс? И некоторые люди дают второй шанс. То есть видите, можно клиентов даже возвращать. То есть когда нет обратной связи и клиент в уме вам поставил три звезды, вы его потеряли. Все, он вам не вернется. То есть вы даже не знаете, почему он ушел. Когда у вас есть обратная связь, можно возвращать клиентов. И при этом видеть, в чем проблема, и даже возвращать клиенту. И многие клиенты, кстати, возвращаются и дают второй шанс. Потому что вот это и есть сервис. Сервис – это не только конфеты у стойки. Сервис – это не только улыбки ваших сотрудников. Сервис – это и онлайн-сервис. Что с вашим клиентом происходит до покупки, во время покупки и после покупки в теме онлайна, теме в мобильном телефоне его. Потому что мобильный телефон сегодня занимает какой-то главенствующий момент в жизни людей. Поэтому обратной связи должно быть много. Идем дальше. Привлечение новых клиентов. Расскажу пару интересных моментов. Первый – это построение рекомендаций. Как это делать? Просто так давать бонусы и люди побежали вас рекомендовать – так это не работает. Есть два закона. Первый – понятно, надо вознаградить. Второе – необходимо просить рекомендации. Где это делать? В социальных сетях. Надо говорить. Дорогие друзья, спасибо, что к нам ходите. А можете, пожалуйста, нас рекомендовать. Мы будем очень рады. И тут же надо дать инструкцию. То есть людям надо давать инструкцию, что делать. Потому что когда вы говорите «рекомендуй меня», они такие «ну и что делать-то в итоге?» Что такое рекомендовать? Мне надо друзьям что-то рассказать. А они запомнят. Тоже непонятно. Поэтому сразу надо давать механику, инструкцию. Надо говорить. Дорогие друзья, а это сделать очень просто. Просто зайдите в приложение. Вот по ссылке в шапке профиля в социальных сетях оно есть. Зайдите и отправьте ссылку своим друзьям. То есть люди заходят, нажимают кнопку «Порекомендовать» и ссылку отправляют своим друзьям. Люди переходят там по ссылке, сразу попадают в клиентскую базу. То есть они к вам еще ни разу не пришли, но уже в клиентской базе. Что хорошо. И можно сделать конкурсы на рекомендации. Кто больше всех порекомендует, выиграет нам подарки. Пушевдомления отправляем, рассказываем вам о ваших рекомендациях. Чем чаще вы будете об этом напоминать, тем больше у вас рекомендаций. Вторая история – это кросс-маркетинг. Он сегодня цифровой. Ну, если мы говорим про площадку UDS, например. Как это работает? Я пришел в магазин одежды, купил на 1000 рублей. Мне приходит электронный сертификат на скидку 300 рублей в ресторан. И то же самое наоборот. То есть два бизнеса обмениваются клиентскими базами и при этом это работает автоматически. Никто никому никаких денег не должен. Друг другу бесплатно привлекаем клиентов. И вот это можно автоматизировать. Вот этим пользуйтесь. Это вот такие бесплатные каналы привлечения клиентов. В принципе, я завершаю. Здесь, например, сценарий увеличения репутации в Яндекс.Отзывах или в Дублгейсе. Вот чем хорош диджитал? Его можно полностью автоматизировать. Например, если клиент поставил 5 звезд, то следующее окно он увидит «рекомендую мою компанию». Рекомендует, не рекомендует, личное дело человека. И дальше через 15 минут ему придет автосообщение «дорогой друг, спасибо за высокую оценку, оставьте эту оценку в Яндекс.Отзывах». И люди идут и оставляют в Яндекс.Отзывах положительные оценки. Ваш рейтинг компании растет в Яндекс.Отзыве, и оттуда приходит новый клиент. Если бы клиент поставил 4 звезды, то вот это окошко следующее его бы не было. То есть, видите, есть у системы данные клиента, день рождения, приходил клиент в какой раз или давно не приходил. И тем самым, исходя из этих сценариев, система автоматически работает с клиентом. Если клиент давно не приходил, то отправит сертификат с подарком или отправит сообщение, спросит, как дела и так далее. То есть, все это можно автоматизировать. Еще раз напоминаю, я завершаю еще раз напоминаю структуру системного маркетинга. У каждой крупной компании это есть. Поэтому делайте, как крупники. Они точно знают, как работают, потому что у них высококвалифицированные и дорогие маркетологи. Поэтому просто берите и копируйте систему у крупных компаний. Вот такую систему у себя выстраиваете. Немножко покажу, что это история про деньги. Что это не просто какая-то теория. Что действительно такая модель, как я уже ранее сказал в самом начале, что системный маркетинг – это система работы для максимальной прибыли от клиента. Вот, например, там компания «Магазин одежды», «Мужская волна» скачивают люди приложения. Да, скачивают 33 тысячи скачиваний. Тут есть доход по рекомендации, 1800 клиентов по рекомендации на 8 миллионов рублей. Много обратной связи, и это хорошо. Средний чек растет. Идем дальше. Это салон красоты «Напс», «Новосибирь». Скачивают приложения. Да, скачивают. 99 клиентов. Каждый из них совершил более 100 покупок. Если у вас нет CRM-системы, вы бы эти данные никогда не получили. То бы вы не знали, какие ваши самые любимые клиенты. Вот они, самые любимые клиенты. Они принесли 22 миллиона рублей. Их надо любить, лелеять, целовать, приглашать на ужин, пить вместе просека, хихикать, шутить и вообще греть и так далее. Это самая ваша целевая клиентская база. И для того, чтобы этих клиентов узнать, нужна CRM. По рекомендации есть доход. И сколько это стоит? Вот фактическая скидка в 9%. То есть это в допустимых цифрах для бизнеса. «Космотпро» город Москва – это тоже салон красоты. Здесь прикольно, что салон красоты думает, что вот клиент пришел один раз и никуда не денется. Вот здесь возвратность выросла на 26%. То есть с удержанием бизнеса надо работать в каждом бизнесе, даже в салоне красоты. То есть не все, не хватает там улыбок, хорошего качества и услуги. Нужен еще маркетинг в теме CRM, удержания, буш-ведомлений и так далее. Поэтому если так работать, то и возвратность тоже вырастает. «Чихана» – это рестораны. То есть я вам показываю разные сегменты бизнеса, чтобы сформировать понимание того, что эта модель, она для каждого бизнеса, вне зависимости от того, чем занимаетесь. Скачали приложение 40 тысяч. Тут у нас и рекомендации есть. Но я думаю, эти презентации мы все отправим в Telegram группе. Если немножко рекламы, если вы хотите сразу готовое решение, то, что я рассказывал, это UDS. Как я говорил, мы маркетологи и айтишники. Мы знали, ну, мы экспериментировали много с бизнесом, много изучали, получаем много обратной связи от бизнесов. И мы так строим свои инструменты. Мы делаем инструменты, тестируем их. Если они работают и увеличивают прибыль, мы их включаем в комплекс инструментов UDS. Поэтому можно взять сразу готовое решение и использовать. Сколько это стоит? От 2,5 тысяч рублей. Мы работаем в основном с малым бизнесом, поэтому это для малого бизнеса за доступные деньги. Вместе с сопровождением. Я завершаю с такой фразой автоматизация – это свобода. Зачем люди открывают бизнес? Люди открывают бизнес, чтобы никогда не работать. Но в действительности чаще получается по-другому. Открыл бизнес и 24 на 7 в нем. Потому что мы немножко забыли, что надо открывать не просто бизнес, а системный бизнес. Не просто маркетинг, а системный маркетинг. То есть надо строить систему, чтобы она работала без тебя. Тогда действительно это получается не просто хобби какое-то, а действительно получается настоящий бизнес, системный бизнес. На этом большое спасибо. У меня есть социальные сети. Нельзя грамм. Я думаю, догадались, что это за название. Поэтому, если хотите, подписывайтесь. Там тоже много чего полезного. Спасибо большое, дорогие друзья. Я был очень рад делиться с вами информацией. Айрата, мы были рады за такое короткое время услышать огромный объем прикладных знаний. И я хочу сказать, ты своим выступлением такие дискуссии здесь в чате породил. Просто тут все общаются, друг другу что-то рекомендуют, уже обсуждают, как это применить в конкретных бизнесах. Поэтому здорово все. И вот мне кажется, зря ты, конечно, про прощека сказал. Нам еще 10 дней до Нового года здесь. Ну что, едем дальше. Вот этим клиентам можно отправлять подарки. Это будет пушка круто. Вот подарки прям физически взять, подготовить. И вот этим вот 100 клиентам, они 22 миллиона рублей принесли в бизнес. Я думаю, что на подарок не скупитесь. И вот этим клиентам просто отправить подарок. И они будут выкладывать это в социальных сетях. И если они будут выкладывать это в социальных сетях, вот вам бесплатная реклама. То есть видите, исходя из клиентской базы, все и вырастает дальнейшие действия. Все, спасибо большое. Спасибо тебе. К тебе уже много вопросов. И продолжайте, пожалуйста, их тоже писать. Здесь есть вкладочка в этом чате «Вопросы». Прямо сюда удобно. Если хотите, в телеграм-канале, в обсуждениях, в комментариях тоже можете это делать. Вот. Спасибо. Получать обратную связь от клиентов можно по-разному. Послушать, вести слежку или узнать силы. С UDS все проще. С системой лояльности UDS клиенты будут возвращаться снова и снова. Будут покупать больше и рекомендовать вас друзьям. UDS. Дайте клиенту повод вернуться. Ну, продолжаем. И уже сейчас я рада представить следующего спикера. Как раз-таки это моя коллекция, лист по настройке внедрения программ лояльности. Опыт колоссальный. Более 50 проектов под ключ. Учредитель консалтинговой компании «Стартфоль». Дина, привет. Дина Шумилова. Город Киров. Как я могу перепутать? Точно. Дин, передаю тебе слово сразу к делу. Расскажи, поделись, пожалуйста, опытом своим в работе с клиентами. Да, добрый день. Я надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Друзья, меня зовут Шумилова Дина. Я сегодня с вами. У меня сегодня вообще замечательная миссия. Мне очень приятно поделиться с вами результатами, кейсами клиентов, которые работают со мной на протяжении долгого, продолжительного промежутка времени. Я хочу вам сегодня показать практические инструменты, как мы работаем для увлечения прибыли в конкретных сферах бизнеса. Так, приступаем к слайдам. Начинаю я с кейса компании «Макси Флора». У нас в регионе город Киров и город Сыктывкар. Это очень довольно-таки известный бренд. Он работает на рынке порядка 26 лет. Это сеть цветочных магазинов, цветочных киосков, бутиков, которые как раз занимаются продвижением продажи либо цветов живых, либо цветов комнатных. С Константином Львовичем, это владелец Константин Львович Русских, мы познакомились в 2019 году. Ему рекомендовали меня как специалиста по внедрению системы лояльности UDS. Костя мне позвонил и говорит, «Дина, смотри, скажи, пожалуйста, я в 2017 году купил UDS, запустил, понимаю, что штука классная, не могу разобраться, где деньги. Научи меня зарабатывать деньги с помощью вашего продукта». То есть конкретно была поставлена задача. Что мы сделали? Первым моментом мы встретились с Константином, обсудили… Давайте сразу следующий слайд. Следующий слайд можно сразу включить. Мы обсудили задачи, какие будут поставлены перед нашим… Перед… Так, все вижу. Мы обсудили задачи, которые должны быть решены в рамках нашего проекта. И основная задача была это найти точки роста прибыли. Что я заметила? С перерыва, вот в промежутке времени с 17-го года по 19-й, когда компания работала в хаотичном порядке, там наблюдалась такая история, что часть клиентов пользовались обычными пластиковыми картами, скидочными картами, а часть уже использовала продукт UDS, и был некий хаос между двумя бонусными системами. Что мы сделали? Мы написали стратегию, собрали, в первую очередь, собрали команду, группу проектную, которая будет заниматься внедрением, обсудили задачу, написали стратегию, обучили персонал, разработали бонусную программу. То есть все мы это запустили, обучили, и наступил момент, когда этот проект был реализован в жизни. То есть торговые точки стали работать именно через код скидки UDS и предлагать всем клиентам, как только что говорил Айрат, поясняя выгоду приложения UDS, установить приложение и пользоваться накопительной системой бонусов. Что в результате у нас получилось? Вот данная цифра, данная статистика, это цифры на 15 декабря 2023 года. За весь промежуток с июля 2019 года по 15 декабря в компании на данный момент оцифрована база, 158 тысяч человек. Из них 85% этой базы совершают покупки, ну или совершили в какой-то промежуток покупки. Что здесь очень важно? 100% всех оплат, это было заранее проговорено на моменте установки вот этой стратегии маркетинговой, будет проводиться через UDS. В основном это все транзакции пробиваются по коду скидки. Человек приходит к кассе, его спрашивают, у вас есть мобильное приложение UDS, он показывает код скидки, кассир вводит код скидки в учетную кассовую систему и происходит начисление или списание бонусов. Те люди, которые по какой-то причине не пользуются данной системой, мы их оцифровали по номеру телефона. Вот такой процент этих людей очень незначительный. Что мы заметили? Вот данная технология позволила нам определить с Константином Львовичем такую историю, что средний чек клиентов, которые используют приложение UDS, на 20% выше, чем те люди, которые просто покупают по номеру телефона. Как Айрат только что рассказывал, что номер телефона, что бонусная система, основанная на номере телефона, на накоплении бонусов по номеру телефона, она не мотивирует человека к дальнейшим покупкам. И вот эта история нас очень впечатлила. Какие события дальше развивались? Когда руководство увидело вот эту разницу в 20% между чеками этих групп людей, было разработано две крутые фишки. Смотрите, что мы сделали. Мы, во-первых, проговорили и донесли до сотрудников такую идею. Если вы в течение двух месяцев проведете максимальное количество чеков через UDS, вот та девушка, которая больше всех сделает транзакции через UDS, ей будет подарена путевка в Сочи. Все сотрудницы очень интенсивно учились, как донести выгоду, как скачать как можно больше установок сделать в приложении UDS и объяснять выгоду не только... Ну, то есть объяснять выгоду самому пользователю, клиенту. Параллельно был запущен конкурс для клиентов. Основа конкурса. Покупай с применением кода скидки. Все чеки, которые будут оплачены клиентами с помощью кода скидки, участвуют в розыгрыше автомобиля. То есть, смотрите, город просто шумел в этой истории. Люди покупали цветы, копили эти чеки, и потом генератором случайных чисел выбирался победитель. Вот в эти два месяца у нас было бомбические результаты. Что еще запомнилось из этого проекта? И прям... Аж прям мурашки. Смотрите, какой момент. Когда я готовилась к этому выступлению сегодня, к сегодняшнему выступлению, я зашла в ЦРМ-систему и увидела, что есть 7139 человек, которые добавились в эту базу по рекомендации. Оцифрованное сарафанное радио. Но один человек выделялся среди всех. Он сделал 888 рекомендаций. Мне было очень интересно, что за человек, и главное, что его мотивировало сделать такое количество рекомендаций. То есть он раздал 888 бонусных карт через свое приложение UDS своему окружению, близким людям, коллегам, может быть, еще кому-то. Что я сделала? Я позвонила этому человеку и спросила. Ну, то есть договорилась о том, чтобы он рассказал, как он пришел к этой идее. Я сейчас попрошу модератора, будьте добры, пожалуйста, включите нам видео. Я записала видеоотзыв этого человека. Послушайте, пожалуйста. Ждем видео. Уважаемый модератор, будьте добры, включите нам, пожалуйста, видео. Здравствуйте, дорогие друзья. Всех с наступающим Новым Годом. Меня зовут Ермаков Андрей. Я руководитель делопродаж торгового центра Алтай. С системой лояльности UDS мы познакомились в 2017 году. И к этому нас подвело то, что в Кировскую область зашла федеральная сеть Лерва Мерлен. Нам нужно было срочно что-то менять, удерживать клиентов. И вот мы внедрили, и с 19 апреля 2016 года по сегодняшний день у нас уже пришло почти 1 миллиард рублей. Оборот только по системе UDS. 67 тысяч клиентов у нас в нашей базе. Ну, в целом, радуемся, работаем. Но, кроме этого, система лояльности предусматривает рекомендации. И я рекомендовал нашего партнера, нашего друга, наш хороший магазин. Это магазин Maxi Flora. И по моим личным рекомендациям, которых было сделано 888, в магазин пришло 179 человек. И эти 179 человек, в том числе я, совершили оборот 839 тысяч рублей. Представляете? 839 тысяч рублей по моим рекомендациям. Очень приятно. Так что, в целом, рад Maxi Flora и всем процветания. Всех на следующем Новом году. Да, благодарю. Смотрите, еще раз повторю. Абсолютно любой пользователь приложения UDS имеет возможность рекомендовать. Этот функционал стационарно уже есть внутри приложения. Андрей, находясь на своем рабочем месте и предлагая своим клиентам, своим ближнему окружению воспользоваться бонусной картой своего магазина, еще и предлагал бонусную карту партнера от компании Maxi Flora. В результате сейчас у него на счету накоплено 50 тысяч баллов. И Андрей, используя эти бонусы, всегда имеет максимальную скидку при покупке цветов в магазине Maxi Flora. И этой возможностью может воспользоваться абсолютно любой человек. Это очень сильный, прикольный функционал. Это к вопросу, когда владелец сети Maxi Flora задавал вопрос, Дина, покажи, где доход, покажи, где деньги, каким образом я могу увеличить прибыль, используя ваш функционал. Вот, пожалуйста, сейчас на данный момент статистика очевидна. И еще один источник дополнительной прибыли – это вот статистика буквально крайних 15 месяцев. На данный момент в нашем городе и в соседних регионах, в других регионах России есть возможность размещения на платформе UDS рекламных блоков, рекламных модулей. 15 месяцев назад компания Maxi Flora разместила небольшой рекламный модуль стоимостью 14 тысяч рублей в месяц. Любой пользователь платформы, нажимая на этот рекламный баннер, отцифровывается CRM-систему Maxi Flora и дальше уже прогревается и доходит до кассы. То есть, смотрите, за 15 месяцев в компанию по этому небольшому рекламному моду, блоку, баннеру, пришло в компанию 3,3 миллиона рублей. Сейчас я подведу небольшой итог. Задача была выполнена. Мы показали бизнесу, где кроются точки просто прибыли и из чего эта прибыль может состоять. Но для этого нужно было в первый момент оцифровать клиентскую базу, понимать, кто сколько и как покупает, для того, чтобы через коммуникацию, через работу с клиентами можно было работать с источниками прибыли. Теперь я готова вам показать второй кейс, но не менее интересный. Давайте будем двигаться дальше. Кейс компании Slavia. Это производитель кожгалантерей женской мужские сумочки. У них есть рочная продажа и есть оптовая продажа. Но мы сейчас с вами говорим именно про розничную продажу. 26 торговых точек в трех городах России. Сейчас на данный момент, я знаю, идет открытие торговых точек еще плюсом в двух городах. То есть эта компания активно масштабируется. На платформе решение о покупке нашего софта UDS было принято владелицей Костиной Ольгой в феврале 2021 года или в марте 2021 года. И летом мы стартовали. Давайте я сейчас покажу, то есть какие задачи стояли именно в этом проекте. Да, 2021 год. Вот в тот момент, когда принималось решение о покупке софта, самая главная задача, самый ценный инструментарий, который был воспринят на ура в Афгелице, это именно обратная связь. Представьте, что 26 торговых точек в разных городах. Как можно уследить за качеством оказываемого услуги, за качеством сервиса? Как получать от клиентов, которые покупают в большом количестве в разных торговых точках, обратную связь? И когда я показала, как это работает, как можно быстро в момент покупки поставить оценку в виде звездочек и написать комментарий, и это все придет прямо в телефон владельцу бизнеса, это очень ценный момент. То есть тут прямо отпадали все вознаграждения, все возражения от владелицы. И вопрос, сколько же это стоит? То есть ценность и цена была просто удивлена Ольга Валерьевна. Следующий момент, что тоже было очень важно, нам было важно вот те от прямых скидок, потому что они были неконтролируемы в данной компании. Персонал на торговых точках, имея определенные задачи по кламму продаж, пользовались вот этой возможностью делать скидки и вообще неконтролируемые. И наша задача была убрать прямые скидки полностью и перейти на бонусную программу. УДС с этой задачей решал, справился на ура. Ну и потом, знаете, вот прям в диалоге очень тоненький голосок из отдела маркетинга. И было бы очень круто, Дина, сделать так, если бы отдел маркетинга смог работать с базой клиентской каким-то более удобным способом. А то мы в табличках Excel работаем. То есть это была боль отдела маркетинга работать через Excel-овские таблицы. База была на тот момент 190 тысяч клиентов, скопившиеся за 20 лет работы бренда. Ну то есть это довольно-таки большой объем массив информации. Давайте посмотрим, как у нас это все реализовалось. То есть какой результат сейчас имеет наш клиент на платформе ВДС и как он использует инструментарий внутри системы маркетинга ВДС. На данный момент оцифровано 126 тысяч клиентов. 78% из них уже совершают покупки. Помните, мы говорили это и в первом кейсе. И здесь это тоже очень важный фактор. Мы это тоже здесь реализовали. Все 100% у нас проводятся через приложение ВДС. 95% с применением кода скидки, 95% от базы и только 5% те, которые по каким-то причинам еще не установили мобильное приложение, мы пробиваем копим баллы у них по номеру телефона. В момент покупки выдается листовка. Установи мобильное приложение. У тебя накоплен кэшбэк в размере 500 баллов. Установи приложение. Сможешь воспользоваться, списать кэшбэк при последующей покупке. Таким образом клиент устанавливает приложение уже после, допустим, покупки. Обращаю ваше внимание. На моменте старта, когда мы прописывали бонусную программу и разрабатывали маркетинговую стратегию, отдел экономический нам сказал, что вот тот момент, что вы не можете тратить на всю бонусную программу больше 7%. И мы выдерживаем этот параметр на протяжении уже 28 месяцев работы с нашей системой. Все маркетинговые акции, все начисления и списания бонусов внутри бонусной программы не превышают предела 7%. Почему я делаю на этом акцент? Вот на следующих слайдах я буду показывать механики, как работает отдел маркетинга с разными категориями клиентов, вы посмотрите, какой там процесс скидки. Но по факту мы не заходим и не выходим за рамки 7%, заранее установленных вот на моменте старта. Здесь тоже момент средний чек. Средний чек выше на 13% по сравнению с теми, кто покупает без бонусов, без применения кода скидки по поводу рекомендаций. Если мы говорили в кейсе магазина Макси Флора о очень активном развитии вот этого канала рекомендаций, там были проделаны конкретные действия и с персоналом, и с руководящим составом, и в соцсетях был постинг, и мы учили клиентов, как это делать, то вот в кейсе Славе этому моменту было не придано большого значения, но вот эти 4-2 миллиона рублей, которые пришли по рекомендациям, это чистый органический трафик, то есть это люди, уже научившиеся делают это по собственной воле, по собственной инициативе. Это тоже хорошая сумма, и она, конечно, имеет большое значение для развития бизнеса, для масштабирования бизнеса. Помните, мы говорили о том, что 190 тысяч клиентов на моменте старта, захода в проект UDS, и нужно было как-то с этой базой работать, и основным инструментом это было смс поищению клиентской базы. Я даже представить не могу, какие суммы в течение 20 лет уходили на эту историю, и как сейчас бизнес экономит бюджет компании просто заменить смс на пуш-уведомление, которое уже входит в наш инвестиционал, и стоимость этого пуш-уведомления включена в абонентскую плату, она незначительна. То есть бизнесу это просто большое подспорье при работе с клиентами. Ну и очень важный фактор тоже имеет большое значение при выборе бонусной программы и отказа от системы прямых скидок или там пластиковых карт. Это та история, когда мы в моменте прямой скидки отдаем часть прибыли клиенту, и потом никак не влияем на него момент возвратности и там, допустим, повышение того же среднего чека. То есть здесь мы с вами говорим о том, что на данный момент компания заменив прямую скидку на бонусную сэкономила 38 миллионов рублей. Это те же самые заработанные деньги. Двигаемся дальше. Теперь я конкретно хочу показать механики. Можно брать прямо на карандаш и пытаться делать реализацию этих механик, этих чудо-механик к себе в своем бизнесе. Смотрите, у нас есть внутри приложения UDS функционал электронного сертификата. Компания Один Маркетинга в компании Славия создает электронный сертификат 4 декабря. Цель этого сертификата повысить средний чек. Создается оффер клиентам. Этот оффер транслируется в торговых точках через кассира, через консультанта. Купи товар на 2500 рублей и получи кэшбэк, возвратный кэшбэк ну или сертификат размером 1500 рублей. То есть, смотрите, этим оффером мы решаем сразу две задачи. Увеличиваем средний чек с 2100 до 2500 рублей и тут же выдаем автоматический электронный сертификат на повторную покупку конкретной срока ровно в месяц. Вот здесь на скриншоте уже представлен результат вот этой повторной покупки, где клиент тратит выданные 1500 баллов. Смотрите, значит, выдано по всем торговым точкам 1064 сертификата и на 15 декабря реализовано было уже 11% этих выданных сертификатов. И обращаю ваше внимание, скидка по этому сертификату составляет 24%. То есть люди, совершая повторную покупку, тратят 1500 баллов в размере 30% от чека покупки, списывают эти баллы. Скидка составляет 24%, но в общей массе всех транзакций, всех покупок мы никогда не выходим за рамки 7%. Хорошая механика. Вот эта акция, она уникальна, сейчас объясню в чем момент. это может быть кто-то в ваших сферах бизнеса сможет ей тоже воспользоваться. Мужчины, женщины пользуются сумками, кожаные сумки. Приходит время, нужно изумить, ну то есть какое-то приходит время, и они соответственно теряют свой внешний вид. В каждой торговой точке стоит некий бокс. На этом боксе написано, что получи 500 рублей на покупку новой сумки. Приходит человек, старую сумку кидает в бокс, подходит в кассе, и кассир разрешает клиенту сканировать отдельный промокод по этой акции утилизации, и клиент в моменте здесь и сейчас получает 500 баллов на покупку новой сумки. То есть смотрите, каждый месяц создается сертификат, и мы каждый месяц видим сколько денег по этой акции приходит в компанию. Вот сейчас здесь 649 сертификатов. Это акция ноября месяца. 92% уже было реализовано, 2 миллиона оборотов плюсом пришло в кассу. 14% скидка составила по этому конкретному сертификату, что в принципе вполне укладывается в наши дозволенные параметры фактической скидки по всему товару обороту. Очень интересная механика. Делюсь следующей механикой. Как это работает? Смотрите, в каждом абсолютном бизнесе это точно, могу с точностью до 100% сказать, есть клиенты, которые когда-то ходили и по каким-то причинам перестали это делать, ну то есть пропали с радаров. Только при наличии CRM-системы и возможности работать с конкретной аудиторией мы можем создать некий маркетинговый оффер, некое маркетинговое предложение, направленное на конкретную группу клиентов, а в нашем случае были давно и покупали небольшие суммы, мы на эту аудиторию отправляем оффер в виде баллов 300 рублей сроком 1 месяц, приди, купи, дарим тебе 300 рублей. с 15 тысяч разосланных сертификатов 462 сертификата были реализованы и 1 миллион рублей упал в кассу. Здорово, здорово. Каким образом мог предприниматель достучаться до этих людей, не имея бонусной программы, не имея возможности оцифровывать своих клиентов в CRM-системе? Это было бы просто невозможно. Это та история, когда мы говорим про системный маркетинг и четкое понимание, откуда пришел клиент, сколько покупок, почему, то есть перестал ходить. Значит, мы должны понять, найти этого клиента и применить такие прогревочные механизмы, чтобы обратно вернуть хоть какой-то процент с такой аудитории, которые пропали с радаров. И еще хочу немножко с вами дискутировать на тему. Представьте, что та же самая база, 128 клиентов. Наша компания, компания-разработчик UDS, помогает предпринимателю сегментировать, она прям делает это за него, она сегментирует клиентскую базу, те, которые клиенты показывают. Вот эти клиенты ходят постоянно и тратят много денег, а вот эти только начинающие, и они потратили там незначительную сумму денег, а вот эти в спячке уснули и забыли про тебя. И помогает предпринимателю, наша компания-разработчик, подобрать цифровые инструменты для того, чтобы каждой аудитории был создан определенный оффер с определенным посылом для того, чтобы как раз те, которые постоянные клиенты, чтобы они либо рекомендовали, либо их мотивировать еще на более крупные покупки. Вот в данной компании производится выборка вот этих постоянных клиентов, кормильцев, им пишется примерно такой текст. Я сейчас попытаюсь его дословно воспроизвести. Мы очень рады сотрудничеству с тобой. Это отправляется текст, когда человек купил больше, чем на 10 тысяч рублей. Мы очень рады сотрудничеству с тобой. Мы тебе дарим тысячу баллов. Приходи, порадуй себя и своих близких. Это просто некая лояльность, некая забота через любовь, через заботу к тем людям, которые приносят много денег в бизнес. Это про процед, о которых говорил Айрат, и про любовь к клиенту. Здорово, здорово. Ну и те же самые, допустим, клиенты, которые только-только начинают, совершили первую покупку. И их нужно вот в этот момент поддержать и прогреть, допустим, до повторной покупки. UDS тоже помогает с этой задачей справиться. И мы тестируем в компании Славе различные механики, как это эффективно сделать и какой процент этих людей, начинающих, будет перетекать в повторную покупку. И только тщательная работа с каждым сегментом позволяет компании и масштабироваться, и уходить в другие регионы и зарабатывать больше денег. И крайняя механика, она тоже очень интересная. Я сейчас вам расскажу, как это работает. Это прям бесценно для любой розничной торговли. В выходные дни для того, чтобы активно смотивировать клиентскую базу на покупки, в пятницу вечером раздается сертификат на всю клиентскую базу, за 125 тысяч человек, сертификат выходного дня, бонусы 500 рублей, пожалуйста, приди, соверши покупку. В воскресенье в 23 часа 59 минут этот сертификат сгорает. Каждый месяц от 50 до 700 тысяч по этому сертификату каждую неделю приходит компания дополнительной прибыли. Да, и еще раз обращаю внимание, если мы сейчас вернемся на тот слайд, я вам покажу, что все маркетинговые моменты от 24 к 14% скидка, 24% скидка, 12% скидка по разным механикам, в результате мы не превышаем 7%. Это магия кэшбека. Ну, я перехожу к третьему кейсу, который я сегодня хочу с вами познакомить. Смотрите, то, что мы сейчас говорили, это касается розницы, непосредственной работы в офлайне, в торговых точках продажи в офлайне. Этот же кейс, кейс компании Этуаль, он немного другой. Во-первых, это бьюти-сфера, и во-вторых, компания UDS, разработчик сервиса UDS, предоставляет, я считаю, что уникальную возможность компания, которая занимается услугами, это центр здоровья, по уходу за телом, за лицом, маникюр, педикюр, парикмахерские услуги, позволяет этой компании, функционал UDS, продавать услугу в онлайне. То есть, мы понимаем, что маркетплейсы, это продажа продукта, какого-то конкретного, а в случае UDS, это даже несравнимая история, когда бизнес, продвигающий на рынок услугу в сфере красоты и бьюти, имеет возможность это делать именно через онлайн-заказы, через оплату, через мобильное приложение. Давайте я покажу, как это реализовано. Каталог товара, который оформлен и в веб-версии, и в мобильной версии UDS, в него занесено порядка 25 различных сертификатов. Это сертификаты на спа-услуги для мужчин, для женщин, есть там для семейных пар. То есть, я как потребитель могу зайти в мобильное приложение, зайти в компанию E-Tual, в каталоге выбрать любой понравившийся мне сертификат, нажать на кнопочку положить его в корзину, тут же прямо в мобильном приложении оплатить, вот допустим 4500 рублей, в форме заказа меня прям спрашивают, укажите, пожалуйста, вашу электронную почту, и мне на почту приходит подарочный сертификат от этого салона красоты на конкретную спа-услугу. Если это покупает мужчина, он может передарить этот сертификат, подарить этот сертификат женщине, порадовать ее, то есть, различные способы применения. Как отзывается владелец этой компании? За все года, следующий слайд хочу показать, за 23 год с помощью данного функционала компания продала подарочных сертификатов на 680 тысяч. За все года это самый лучший промежуток времени, это самая лучшая статистика именно по продаже подарочных сертификатов. Согласитесь, это круто. на этом у меня все. Я вам очень признательна за внимание, мне было очень приятно с вами пообщаться, поделиться своими механиками, своими наработками, своими инсайтами. Я думаю, что мы в будущем еще встретимся с вами в эфире. Всего вам доброго. Дина, спасибо большое. Я хочу сказать о том, что к тебе тоже масса вопросов. Тут такие тоже споры уже в комментариях. Кто-то говорит о том, что автомобиль не окупился, кто-то говорит, что где-то скидка большая, как такое может быть. Некоторые задают вопросы о том, применяется ли это в каких-то сферах услуг, где низкорепотребляемый допустим туризм. Но я знаю, что на все эти вопросы у тебя есть ответы 100%. Да, у тебя звук, да, микрофон. Вот. И мы обязательно, я напоминаю, что пишите в этот чат во вкладку «Вопросы» либо в телеграм-канале в обсуждениях любые задавайте вопросы. Вот если в чем-то к Дине конкретно были какие-то может быть не знаю уточнения, сомнения вызвало прям ну какую-то активную у вас эмоцию обязательно обратитесь и Дина выдаст все ответы. напоминаю. Спасибо тебе еще раз. Я знаю, что у тебя в опыте очень много компаний и в сфере розничной торговли и общепита и медицины красоты здоровья и в сфере услуг любых. Поэтому обращайтесь и за консультациями, и за непосредственно консалтингом в Дине специалист огонь. Рекомендую. Спасибо тебе еще раз. Вам тоже благодарю. Спасибо большое. У меня буквально две минуты сейчас я хотела бы зафиналить блок, который касался работы с программой лояльности, системы CRM-системы в направлении бизнеса в B2C, где конечный клиент. И поскольку мы сегодня уже упоминали именно о системе UDS и говорили о том, Гина конкретно показывала примеры работы с этой программой. Обязательно мы хотим показать тарифы системы, чтобы у вас было понимание, сколько стоит UDS. И на этом экране вы видите актуальные цифры, актуальные цены. У программы UDS есть две версии использования. Первая это базовый функционал TariqLite и полный функционал PRO-версия. Разницу вы можете на нашем сайте, официальном сайте UDS посмотреть. Хочу обозначить, у нас базовый тариф от 2,5 тысяч рублей в месяц. И полная версия можно использовать PRO-версию в двух тарифах. Первый это ежемесячная подписка за 8,5 тысяч рублей или такая же базовая подписка 2,5 тысяч рублей при единоразовой покупке программы за 76 тысяч стоимость лицензии. А какие-то остальные нюансы и детали по тарифам есть тариф рассрочка, есть еще тариф с рекламным одновременно размещением, есть некоторые отличия для компаний, у которых больше трех филиалов, чуть-чуть по-другому считается подписка, но в любом случае основные цены вы видите здесь. и поэтому куда же вот уже Дина сегодня такую маленькую пасхалку нам дала, куда же конечно же к Новому году мы без подарков и без каких-то спецпредложений этот эфир был бы невозможен, поэтому естественно они есть и для сейчас хорошая новость мы подготовили такие классные предложения именно от разработчиков системы UDS предложение номер один по тарифам которые я озвучила это покупка системы за 76 тысяч рублей с последующей подпиской это может быть годовая подписка она выгоднее всегда либо помесячная подписка у нас все новички новые клиенты которые приобретают сейчас и будут зарегистрированы на платформе UDS 20 по 27 декабря вот это неделька да у нас есть получают в подарок рекламный баннер который размещается в рубрике обратите внимание и вы уже увидели у Дины у нее был пример как при продаже сумок весь год этот баннер находился и принес я не помню сейчас вылетело уже цифры из головы но я помню что доход очень большой был даст продажи именно по данному баннеру рекламному за весь год поэтому еще раз отмотайте в кейс Дина посмотрите какой это давало результат вот такой рекламный баннер сроком на две недели получают именно клиенты которые будут зарегистрированы и оплатят данный тариф в ближайшую неделю и все для всех остальных у нас тоже есть хорошая возможность получить такой же рекламный баннер любые все новые клиенты кто у нас также появляется с 20 по 27 декабря и будет оплачена любой тариф подписки плюс текущие клиенты я знаю что на эфире с нами сегодня уже клиенты которые используют систему которые за эту неделю продлят абонентскую плату на год 10 месяцев плюс 2 в подарок еще поучаствуют в розыгрыше такого же баннера всего у нас 3 подарка итоги розыгрыша у нас будут объявлены 28 декабря именно поэтому важно чтобы вы были в телеграм канале так что я еще сегодня буду напоминать об этом предложении мне кажется она очень классная ставьте огонечки кто очень рад я знаю наши коллеги здесь на эфире максимально будут сейчас этому этому рады а ну теперь я представлю уже третьего спикера и это просто ну какой-то вообще мне кажется невероятный супер человек я еще не знакома лично с максимом вот но давайте я зачитаю максим вы уже подключились здравствуйте добрый день всем привет да эксперт в дата драйвинг маркетинг это маркетинг данных это все то о чем и мы тоже говорим про цифру преподавателя бизнес-школах и такие школы как альфа-бизнес кру синерджи экзитив мбэй мрия резорт новиков скул продэкспо комплекта то есть вот такие как школы вы там преподаете плюс клиенты с которыми вы работаете папа джонс красный ярк шоппинг лайв белиссимо пицца боржоми дантистов рудента здравится светло то есть это огромный спектр и в направлении медицины в направлении розницы общепита я вижу и вы младший партнер агентства paper plans это агентство где старшим партнером является Илья Балахнин мы тоже с ним уже имели честь работать Максим с удовольствием передаю вам слово слушаем вашу тему впитываем максимум пользы спасибо да все забираю слово все так коллеги все верно сказали меня зовут Максим фамилия моя Борисов я как раз таки у нас в агентстве курирую все направления завязанные на управление клиентским опытом работа с программой лояльности и сегодня как раз таки поделюсь нашим опытом с точки зрения того как мы подходим к работе как к выстраиванию системы бизнеса и тема которую мы сегодня рассматриваем это на самом деле 6 рычагов роста и трансформации в компании причем эта тема будет очень полезна извиняюсь эта тема будет очень полезна и интересно и стартующим компаниям и большим компаниям вот потому что мы сегодня затронем то а на что вообще я как компания как собственник должен обращать внимание когда реализую те или иные начинания внутри организации чтобы ее как бы трансформировать и масштабировать вот давайте будем постепенно погружаться в контент пару слов немножко о нас да мы работаем с разными со всеми организациями причем с такими большими которые занимаются добычей производством и так далее очень много работаем с хорикой где компании это в основном рестораны отели и так далее работаем с здоровьем медициной красотой то есть здесь вы можете увидеть основных наших клиентов но не будем отбирать хвостовством время от контента ну вот давайте перейдем на самом деле к тому что мы сегодня хотели подсветить ну вот я уже сказал я курирую у нас направления непосредственно связанные с работой с клиентами и так далее давайте вообще на самом деле оттолкнемся от того а что такое шесть рычагов что такое шесть рычагов для чего они нужны и как к этому подойти для этого немножко вас немножко погружу в то что такое модель создания прибыли вот чего мы отталкиваемся как мы это структурируем перед стартом небольшая ремарочка мы все-таки коллеги которые ориентируются при работе с компаниями на данные поэтому мы говорим что мы дата древен организация вот поэтому у меня будет небольшой вопрос для всех кто в чате а поставьте пожалуйста плюсы и минусы относительно того как у вас хорошо с цифрами давайте плюсы у кого с математикой никогда не было проблем минусы когда вы такие о я скорее всего гуманитарий и мне это не очень близко мне прям интересно посчитать вижу 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 так у нас есть и первые и вторые это очень хорошо вот поэтому смотрите коллеги сегодня я буду рассказывать и про гуманитарные модельки а с другой стороны делать отсылки к тому какие данные нам нужны для того чтобы дальше эти гуманитарные модельки можно было проимплементировать внутри организации поэтому те кто ставит плюсики ваша задача мне сегодня помогать если что в комментариях какие-то вещи возможно параллельно расшифровывать для остальных коллег вот итак поехали если мы будем задаваться вопросом вообще откуда компании деньги появляются и как мы их формируем то это можно схематично представить в рамках этой модели которую сейчас видите на слайде давайте представим то что мы какая-то компания это вот эта красная точка сейчас я кстати буду здесь немножко даже рисовать и показывать вот так будем делать вот эта вот красная точка это это мы мы находимся на каком-то рынке рынок это вот этот большой серый квадрат вот и каждый день мы как организация на самом деле взаимодействуем с разными направлениями которые влияют на то а сколько мы зарабатываем где мы зарабатываем и на что нам нужно делать упор с точки зрения того чтобы зарабатывать больше с одной стороны это конечно то как мы работаем с поставщиками особенно если мы в хорике очень сильно зависит то насколько у нас большой подкост какие у нас поставщики может быть у нас есть один основной поставщик и мы оптимизируем на этом затраты а может быть наоборот один большой поставщик крутит с нами и вертит и поэтому заложники этого поставщика и таки о-о-о давайте быстрее искать других с другой стороны вопрос в том а на нашем рынке легко ли зайти другим игрокам ну приведу два простых примера первый пример мы можем зайти на рынок кофе каким образом да даже если у нас есть желание мы можем просто открыть кредитную карту Тинькова или Альфа-банка арендовать где-то 2 квадратных метра на проходимой площади взять в аренду кофемашину и все мы мамкины предприниматели которые стали полными участниками этой системы и по сути можем конкурировать с другими игроками в этом рынке но если мы допустим заходим на рынок медицина то ситуация совсем другая чтобы нам открыть какую-то клинику нам с одной стороны нужно обладать компетенциями найти хороших врачей пройти кучу и гору лицензирований которые являются преградами входа на рынок и там уже гораздо сложнее стать участником рынка и вот вопрос наша компания как подвержена этим вводным и условно насколько мы защищены непосредственно конкретными вводными которые на рынке существуют с точки зрения угрозы новых игроков но с другой стороны есть два самых важных на мой взгляд критерия это то какие есть продукты заменители на рынке то есть и условно какие есть форматы решения тех или иных задач которые мы решаем для клиента но в альтернативной сфере ну приведу тоже пример если я уже начал говорить про кофейни и мы кофейни то есть мы продаем кофе на самом деле если мы задаемся вопросом а зачем нам приходит клиент то есть что они решают как задачу у них же есть какая-то задачка которая перед ними стоит скорее всего мы скажем о том что они решают очень тривиальный вопрос быть бодрыми то есть они покупают бодрость для того чтобы ты утром пока едешь на работу в офис отводишь куда-то детей и так далее забегаешь в какую-то кофейню покупаешь копеек вливаешь в себя кофейн попадает в кровь и ты такой о все шикарно энергия появилась но если я начну вас расспрашивать относительно того кто как закрывает ту же самую задачу вы мне на самом деле накидаете еще десятки вариантов кто-то возможно делает гимнастику по утрам кто-то говорит о том что ой а я вообще хожу по вечерам релаксирую в каком-нибудь бассейне восстанавливаюсь занимаюсь йогой и поэтому мне это нравится вот и поэтому мы можем день пить кофеек второй день пить кофеек в третьей день такие ага может быть не кифеек а энергетик а на пятый день или через несколько месяцев я вообще могу задуматься а может быть из-за того что я не высыпаюсь поэтому я не бодрый и может быть совсем по-другому нужно решать эту задачу и тогда я могу задуматься о том что лучше мне пойти в какой-то магазин реселлера Асконы купить какой-нибудь супер-купер матрас который позволяет мне высыпаться не за 8 часов а за 6 и как следствие я так решу свою задачу быть бодрым и тогда мы видим что на этом примере условное кофе и условный кофе и матрас в Асконе являются друг другу конкурентами потому что они решают одну и ту же задачу но совсем по-другому приведу еще более интересный кейс на рынке продуктов заменителей здесь мы с вами немножко сейчас поиграем мне интересно как вы его воспримете мы как-то работали с компанией которая занимается оказанием услуг косметологии пластической хирургии такая очень крупная клиника которая базируется в Санкт-Петербурге и когда мы проводили опросы клиентов взаимодействовали с ними относительно того а все-таки зачем вам это надо непосредственно с перспективы и с высоты пластических хирургов в первую очередь конечно там все говорили о том что моя основная задача быть красивым когда мы задали уточняющие вопросы а какую вы еще задачу решаете на самом деле там уже появились очень интересные ответы а хочу быть красивым потому что хочу нравиться мужу а хочу быть красивым потому что у меня появились морщинки я хочу побороть признаки возрастных изменений или вообще хочу быть красивым потому что хочу быть самой крутой в своем отделе бухгалтерии вот даже такие есть интересные подмечения на которые мы должны ориентироваться но потом мы начали накладывать это на рынок и оказалось то что в целом спрос на пластические услуги растет но растет не так сильно как вообще индустрия красоты мы начали разбираться а что на самом деле происходит на что нам нужно ориентироваться еще и оказалось что есть бренды которые очень активно отбирают у косметологии и пластической хирургии трафик и когда мы начали копаться в то что происходит оказалось что в году 19-20 появились новые вообще форматы оказания услуг это знаете такие вот девушки наверное сейчас меня поймут появились форматы самомассажа лица которые говорят о том что о зачем тебе вообще что-то себя колоть зачем себя резать и зачем себя менять если ты можешь просто по 15 минут с утра выделять немножко времени и массажировать какие-то части свои мимические морщины таким образом убирать и появились такие школы как меланет ревитоника и так далее появились появилось очень много блогеров женской аудитории причем аудитории которые у которых еще есть такие мамские блоги и так далее которые начали на себя постепенно 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 оттягивать часть трафика а почему потому что есть большое количество аудитории которые просто боятся любого инвазивного проникновения в себя не то что условно пластическая операция да даже условно инъекционную косметологию если человек приходит он уже боится он уже знаете так впивается в кресло блин сейчас что-то будут меня вводить куда-то и так далее вот и оказалось то что они постепенно постепенно вот этот трафик который боится начали отсалкивать на себя потому что не нужно уже ничего в себя скалывать нужно просто по 15 минут в день утром и вечером на какие-то точки нажимать и о боги что-то с тобой прекрасное происходит но с другой стороны когда мы начали погружаться чуть дальше и вот я вижу тут уже Евгений написал вот все правильно появилась вторая волна отжима трафика это как раз таки психологи которые в 20-21 году очень активно начали появляться на знаете таких больших площадках типа ясно понятно Зигмунд и прочих вот историях вы можете часто наверное увидеть их рекламу в ютуб канале на разных ютуб каналах когда вам говорят о том что вот можно уже зайти на психолога который стоит тебе полторы две тысячи рублей и в целом появился следующий тренд осознанного поколения 21 века и там уже другие совсем ключевые сообщения заиграли а зачем себе что-то менять если можно себя принять и мы такие интересненько и да реально оказалось так что многие женщины уже исходят из другой позиции что аминические морщины это не так уж плохо это показывает то что я уже пожила и знаю условно что от жизни хочу вот и в таком случае я уж конечно утрирую потому что могут быть и другие варианты то что вот мне 30 лет я всю жизнь хотел поменять вот эту горбинку на носу но теперь смотрю в профиль и понимаю на самом деле это просто греческий профиль который дает мне дополнительную изюминку я с психологом это проработал и это принял и вот на примере этих кейсов мы можем увидеть что на самом деле компании являются конкурентами потому что закрывают одну и ту же задачу но совершенно по-разному пластические хирурги придут и будут тебя резать что-то себе менять условно косметологи скажут о том что а мы тебе что-то немножко где-то введем или каким-то аппаратом по лицу поводим и все станет хорошо блогеры скажут о том что блин надо просто нажимать на определенные точки и твоя мимика и мышцы простимулируются а психологи скажут вообще зачем давай мы просто поговорим полтора часа два раза в неделю в течение трех месяцев и все станет на свои места вот и тут появляется вопрос а кто на самом деле наши вот эти вот конкуренты которые находятся не в прямом профиле и насколько они грозные для нас ну и самый важный аспект это то какие клиенты с нами взаимодействуют то есть как эти клиенты с нам работают и как у этих клиентов меняются вот эти паттерны поведения и с какими паттернами поведения мы мы должны взаимодействовать в первую очередь и вот видите вот вокруг красной точки у нас в каждую из блоков вот этих направлений которые влияют на нас со стороны есть какие-то силы которые перетягивают ту или иную сторону и на самом деле если вы посмотрите на себя на своих конкурентов на других предпринимателей с которыми вы работаете может быть вспомните опыт компании в которых вы были сотрудниками вы увидите что у всех немножко разная бизнес-модель кто-то очень хорошо работает с поставщиками и с бизнес-процессами выжимает всю маржу там кто-то очень хорошо и трепетно работает и взаимодействует с клиентами кто-то избрал те рынки на которых очень сложно попасть и поэтому там просто низкая конкуренция а кто-то развивает свою ассортиментную матрицу таким образом чтобы со всеми продуктами заменителя можно было очень четко отработать с точки зрения конкуренции и тогда получается то что каждая компания по-разному формирует вокруг себя вот это вот видите темно-серую историю которую мы называем зоной извлечения прибыли что такое зона извлечения прибыли это на самом деле суммарный показатель того где мы выжимаем из каких элементов рынка свою прибыль свою рентабельность свою ренту и кто-то это делает за счет программы лояльности кто-то это делает за счет четкости бизнес-процессов кто-то за счет понимания клиента и так далее и если мы вот эти стратегии повышения зоны извлечения прибыли как-то сагрегируем до каких-то конкретных примеров мы увидим что на самом деле есть две макростратегии первая макростратегия которая отображена здесь на слайде это стратегия защиты зоны извлечения прибыли когда мы всеми силами стабилизируя рынок таким образом, чтобы никто пошевелиться не мог, и мы их все контролировали. И это обычно стратегия больших игроков. Все вы знаете такого большого DIY ритейлера, который занимается продажей строительных инструментов, такой большой зеленый магазин, который начинается на Леруа, заканчивается на Мерлен. Вот. У них очень понятная стратегия. Мы очень большие, у нас много накопленного жира, вот, и поэтому мы понимаем, что если выходим в новую локацию, то можем в этой новой локации годами допинговать других конкурентов. И вот как раз таки, если вы обратите внимание на отзыв коллеге, который был в предыдущем блоге, вот он поэтому и сказал, типа, а мы начали задуматься над программой лояльностью, когда на наш рынок пришел Леруа. Да потому что Леруа просто допингует, выжимает условно с точки зрения ценообразования клиентскую базу от других людей и тянет их на себя, тянет, тянет, вытягивает. И они это могут себе позволить, потому что у них есть эффект масштаба, вот, они на эффекте масштаба эти издержки в своей бизнес-модели закладывают. И что на рынке, по сути, происходит? Когда они допингуют рынок месяц, два, три, четыре и так далее, они оттягивают аудиторию у других, а другим нужно как-то перестраиваться, как-то придумывать то, как они могут оттянуть на себя какие-то компании, вокруг которых смогут замешиваться, по сути. И тут появляется второй формат того, как мы можем взаимодействовать с рынком. То есть, если мы не самые большие, или на наш рынок вышел большой конкурент, который вот так агрессивно двигается, то мы должны двигаться с точки зрения стратегии предсказания зоны извлечения прибыли. Мы должны ответить на вопрос, а куда она может негрировать? И мы, как более маленький игрок, как следствие, более адаптивный и гибкий, должны быстро понять, условно, а куда рынок смотрит и скорректировать свою ассортиментную матрицу. Был у нас такой клиент, который как раз находился в регионе, куда вышел Леруа Мерлен, они столкнулись с такой же проблемой, о которой я говорю выше, и мы начали очень подробно изучать, а на самом деле, какие есть клиенты, на каких клиентов нам нужно фокусироваться. И оказалось, то, что да, есть подсегмент, который Леруа Мерлен никогда не охватит, потому что их бизнес-модель на это не заточена. Как вы думаете, это кто? Мне даже интересно эти комментарии, у кого какие гипотезы. Какие типы клиентов не до конца будут удовлетворены сервисом Леруа? Да, да, все правильно. Это строительные бригады, а если быть точнее, прорабы. Потому что им нужны уже более сервисные подходы, более профессиональные вещи, им нужны условно какие-то подборки, инвентаря, инструменты, им нужна другая программа лояльности и так далее и тому подобное. Поэтому условно мы с этим клиентом начали перестраивать все внутри организации таким образом, для того, чтобы сфокусироваться непосредственно на этом типе клиентов и отстроиться с точки зрения позиционирования, что мы самые удобные для тех, кто условно профессионально занимается ремонтом. Поэтому это другие скидочные системы, другая логика вознаграждения и так далее и тому подобное. И вот сегодня я как раз на этом примере хотел бы немножко раскрыть и поговорить, что значит правильно адаптировать свою компанию под эту всю историю и структурировать таким образом, чтобы компания работала как система. Если мы вернемся к вопросу шести рычагов, мы увидим, что это шесть основных вопросов. Первое – это то, где мы сейчас зарабатываем и какая у нас модель создания прибыли, то есть где мы деньги на самом деле берем и что мы можем увеличить, скорректировать, улучшить. Когда мы ответили на вопрос, а где мы деньги берем, мы позадаемся вторым под вопросом. А что нам нужно сделать на уровне маркетинговой стратегии клиентских политик для того, чтобы усилить наше направление? Все-таки условно, какой лезть продукт, какие целевые аудитории, как ценообразовывать, как позиционироваться, как продвигать и так далее и тому подобное. Когда мы задались вопросом, когда мы ответили на этот вопрос относительно маркетинговой стратегии, мы переходим к третьему рычагу. А какие на самом деле бизнес-процессы у нас должны внутри компании работать, чтобы наши бренд-обещания были ценными для клиента? Я дальше чуть раскрою проблематику, которая здесь кроется. Когда мы уже бизнес-процессы выстроили под это все, мы должны задаться вопросом, какая у нас орг структура внутри компании и как она внутри компании тоже выстроена таким образом, чтобы мы могли поддерживать эти бизнес-процессы. Я думаю, многие сталкивались с проблематикой внутри своей компании, когда вы такие, прикольная идея с точки зрения акции, мы теперь будем говорить, что мы вот такие вот стихи и так далее, потом начинаем это реализовать, потом где-то валится норм бизнес-процесс. Конкретный Вася Пупкин, на конкретной истоке администратор работает не так, как просветленный собственник себе придумал. И тут тогда вопрос, как нам систематизировать этот процесс, чтобы от этого уйти? А может быть вопрос как раз к его роструктуре и не хватает на самом деле над Васей Пупкина Ивана Ивановича, который будет его как-то контролировать, ему штровать день за днем, или будет какая-то другая система KPI, которая смотивирует человека вести себя целевым образом. А может быть окажется, что есть проблема в следующем уровне, что на самом деле заваливаются наши HR-политики. Мы нанимаем не тех, обучаем не так. Возможно, база знаний у нас в компании не выстроена, и просто Васей Пупкин не знает, как правильно действовать. Он действует по наитию, а не по тому, как условно нужно было это все выстраивать. И только тогда, когда мы условно разобрались, где у нас деньги лежат, какая у нас должна быть маркетинговая стратегия, какие должны быть бизнес-процессы, орг структуры, HR-политики, мы можем переходить к автоматизации. Вот тут часто есть вот эта проблема, то, что приходит клиент и говорит, у нас, как бы не сматериться, ну не очень все хорошо в организации. Вот. Хаос везде происходит, давайте все автоматизируем. А мы говорим, что, блин, смотрите, автоматизировать хаос, это все то же самое, что автоматизирует свинью. Что это означает? Визгу много, толку мало. То есть получается то, что мы постоянно будем сталкиваться с тем, что как только мы автоматизировали определенный кусочек бизнес-процесса, его нужно по-другому уже перестраивать, потому что оказалось, что есть проблема где-то в других местах. Поэтому, когда мы говорим, что если мы будем двигаться относительно таких вот шести рычагов трансформации компании, то нужно двигаться последовательно. Сначала финансы, потом маркетинг, потом бизнес-процессы, орг структуры, HR и IT. И давайте сейчас вот буквально тезисно расскажу про каждое из этих направлений, чтобы как раз-таки подсветить, а что на самом деле нужно считать, как с этим нужно работать. Начнем мы с такой приборной панели и модели создания прибыли. Мы уже, наверное, знаете, сотнями, а то или не тысячами, наверное, компаний поработали в разных срезах, под разными вопросами и так далее, и пришли к тому, что внутри организации все-таки есть конечный набор метрик, которые нужно решать в первую очередь. Это наша приборная панель, на которую мы должны ориентироваться с точки зрения того, что мы считаем, как мы считаем, и как мы к этим расчетам подходим. Мы назвали эту историю формулой прибыли. Сейчас вы видите на экране уже четвертую версию этой формулы прибыли. Вот. Там справа, если что, мы расписали те или иные значения, но сейчас я поясню основные аспекты подхода. Сейчас попытаюсь это все для вас увеличить. Вот. Давайте представим то, что мы как компания зарабатываем какую-то прибыль. Понятно, что мы эту прибыль можем разделить на два контура. Первое – это выручка, где мы ее берем, а второе – это вот то, что TC, это тотал-кост общей издержки, которые мы формируем с точки зрения затрат. Сегодня, в силу нехватки времени, мы в затратную часть с вами двигаться не будем. Сегодня мы более подробно разберем вопрос того, какие метрики для нас важны с точки зрения управления доходностью, в первую очередь, с точки зрения оборота, оборачиваемости наших денежных средств. И здесь мы говорим о том, что давайте мы выручку рассмотрим следующим образом. Мы эту выручку разделим на две больших ветки. Первая ветка, которая отвечает у нас за привлечение клиентов, то, что принято называть промо. И вторая ветка, которая отвечает у нас на вопросы удержания пользователей и наращивания оборот на клиентов. И если в первой ветке у нас самая главная история – это то, сколько уникальных клиентов до нас дошло и купило, то во второй ветке – это вот такая метрика, которую мы называем LTV или lifetime value, то есть условно жизненная ценность клиента или если мы будем переводить это на экономику, то это сколько средне-технический клиент в течение анализируемого периода приносит нам денег. То есть сколько? 100 рублей, 1000, миллион, миллиард и так далее. И таким образом получается следующая картинка. То, что если мы хотим ответить на вопрос, где у нас могут быть дополнительные источники клиентов, то мы должны разбираться следующим образом. Вот видите, внизу есть такой показатель, как охваты. То есть вопрос в том, как мы формируем охваты. То есть мы, может, запускаем промо, делаем наружную рекламу, как-то двигаемся с точки зрения дополнительных источников трафика. И тут тогда вопрос классический, а какой канал, сколько нам клиентов конвертируют. Исходя из этого, у нас появляются какие-то лиды. Лиды – это, по сути, люди, которые заинтересовались нашим продуктом, перешли на сайт, зашли в магазин, позвонили нам, провзаимодействовали с нами и так далее. То есть как-то превратили свой интерес во взаимодействие с нашими инструментами. У нас появилась возможность клиента дальше протолкнуть. Следовательно, если правильно мы с клиентом работаем, то клиент постепенно превращается в пользователя, который как бы готов купить. Просто тоже мы вот этот этап сегодня с вами пропустим, он не так важен. А вот этот этап – то есть клиент, который готов купить. Это кто? Это кто добавил в корзину, оставил заявку и осталось ему перенести нам денег. Тот, кто пошел до локации, взял уже конкретный продукт с полки и идет на кассу, чтобы оплатить. То есть это те, кто готовы совершить транзакцию, но на самом деле еще не произвели эту транзакцию с точки зрения передачи нам денежных средств. Приведу очень простой пример. Вот, допустим, пришел нам клиент в магазин. У меня обычный магазин, который продает продукты. Он пришел за яблоками и такой заходит, подходит к полке и нет яблок. Что значит произошло? Маркетинг отработал шикарно. Служба развития сети отработала хорошо, потому что открыла точку там, где клиент проходил мимо. Но служба логистики отработала отвратительно. Оказалось, что он хотел купить яблоки, он думал, что там продаются яблоки, подходят к полке, а их там не оказалось. Это классическая проблема этика от-офф-стока, когда мы вынуждены отказаться от клиента, потому что у него просто не можем его закрыть задачу, потому что мы продаем этот продукт, но сейчас нет наличия. И это как бы еще не так страшно, потому что есть второй сценарий, когда клиент хотел купить яблоки и бананы, пришел в локацию, яблоки есть, а бананов нет. Что среди статистический клиент сделает? Да, конечно, пойдет другое место, не будет покупать ни яблоки, ни бананы, потому что зачем мне покупать несколько килограммов чего-то, что я буду носить с собой, искать другую локацию. Я пойду, скорее всего, в другое место, приобретую первое и второе, и закрою свою задачу там. И поэтому в этом случае у нас появляется какой-то отток клиентов из тех, кто был готов купить. Усложняем кейс. Этот отток может происходить и в других местах. Если у нас интернет-магазин, и я нажимаю на плюсик вокруг товаров и добавляю что-то в себе в корзину, перехожу в корзину, а потом не нахожу удобного формата оплаты, понятного формата доставки, то есть как я могу это получить. Возможно, просто какая-то кнопка криво настроена, страница не прогружается. Мы тоже теряем клиентов. И вот вопрос на самом деле оцифровать и разобраться с тем, где эта потеря происходит. Вот где мы можем терять пользователей из-за того, что он уже готов был совершить транзакцию, но что-то не сложилось. В B2B вообще отдельная история. Там часто может быть такое, что мы месяц ведем переговоры с конкретным клиентом, и там нам уже говорят, мамы, клянусь, я точно у вас все возьму, точно у вас куплю и так далее. Но потом он пропадает с радаров, не отвечает на сообщения, звонки и так далее. И вот тут вопрос, как мы можем сокращать цикл сделки между тем, когда клиент такой сказал, в целом мне это нравится, и тем, как он совершил транзакцию. Есть, на мой взгляд, наиболее важная история, это то, как мы формируем LTV клиента, то бишь оборот, это вторая веточка. То есть каждый клиент, который у нас совершил хотя бы одну транзакцию, мы его опыт путешествия внутри можем разложить тоже на конкретные метрики. То есть его оборот, сколько он, допустим, потратил в течение года, мы можем поделить, с одной стороны, на средний чек, это P, это от слова price, вот, средний чек, и то, сколько, понимаете, количество транзакций, какое было у этого человека. То есть, а на самом деле он нам принес 10 тысяч рублей. Почему? Потому что он купил нас что-то 10 раз по тысяче. Вот. И очень понятная логика. Ага, значит, условно, средний чек у нас такой-то, среднее количество повторных покупок такое-то, что мы наращиваем с точки зрения программы лояльности, первое или второе. А нужна ли нам программа лояльности или нет? Потому что, если мы дальше будем погружаться, то мы можем раздекомпозировать средний чек еще на два показателя. На PU, это средняя стоимость конкретной позиции в чеке и глубина, то есть, а сколько он покупает за раз. И тогда появляется второй вопрос, а если нам нужна программа лояльности, нахрена? То есть, она нам нужна для того, чтобы повышать количество повторных взаимодействий и чтобы клиент приходил к нам чаще, а может быть, для того, чтобы большее количество позиций продавать за раз. И тогда условные механики программы лояльности должны работать непосредственно в рамках заказа. Вот тут приведу пример и первого, и второго сценария. Давайте представим, что мы какой-то магазин, опять же, продуктов, которые находятся в центре города, где-нибудь на Арбате. Многие, наверное, были в Москве на Арбате. Представляете, что это такое? А с другой стороны, есть второй магазин, который находится где-то в спальном районе. И если мы будем задаваться вопросом, а какие на самом деле показатели из этих всех, их надо наращивать для первого клиента и для второго, мы увидим, что это совсем разные методы. Для первого магазина, который находится на Арбате, мы скорее всего поймем, что, блин, там, смотрите, аудитория-то проходит в основном мимо, и количество повторных покупок будет очень сложно нарастить. И как бы там нет смысла программу лояльности внедрять и в нее инвестировать, давайте будем инвестировать в то, как мы будем конвертировать трафик с улицы в заходы, а потом из захода в магазин в транзакцию, в покупку и в конкретный средний чек. То есть мы в этой логике будем инвестировать больше, допустим, в обучение менеджеров, вывески и так далее. Поэтому мы, если будем внедрять какую-то систему для наших сотрудников в кассе, мы будем автоматизировать логику рекомендаций. Вот это как раз и тоже очень любят делать кофейни. Если ты купил товар А, предложи товар Б для того, чтобы этот средний чек можно было расширить. Может быть, нам нужно работать с глубиной, с кросселлами с точки зрения каких-то комбо. Да, вы пришли за товаром 1 и 2, но возьмите товар 1, 2 и 5, и это вам будет в целом дешевле, вы не очень сильно переплатите. Вы такие, интересно. А может быть, мы будем работать с тем, чтобы мы предлагали более дорогие альтернативы. Да, вы, конечно, попросили сейчас у нас баночку колы, ну, возьмите бутылку колы. Да, она стоит дороже, но она же и больше. Вот. И мы будем переключать клиента на более дорогие альтернативы. И вот мы, когда работали с большой сеткой магазинов, допустим, сетка такая Марьера, может быть, знаете такую, кто там с Барнаула, у них 1200 точек. И мы когда заходили на вопрос того, а как вообще должны работать тридерированные коммуникации, программа лояльности и так далее, у коллег был очень интересный запрос. Он говорит, да, конечно, нам с одной стороны нужно повышать количество повторных покупок, но с другой стороны давайте решать и более интересные задачки. Вот сейчас есть какой-то клиент, который покупает пакетированный чай там условно за 50 рублей. Нам нужно его переключить на более дорогую альтернативу, чтобы он тратил не 50, а 60, и мы постепенно, постепенно с большого количества клиентов зарабатывали больше. Это что такое? Это же на самом деле работа со средней стоимостью позиции в чеке. То есть, когда мы обцелим постепенно пользователя и допродаем ему более интересные товары для нас. Вот. Если будет интересно там подробнее погрузиться в формулу прибыли и то, с какими там точками контакта мы нужно работать, можете в конце там написать мне в Телеграм, я оставлю свои контакты, я там скину прям развернутые материалы, вот, которые можно там изучить. Вот. А теперь давайте вернемся ко второй точке, которая нас по... Нет, я не из Бурнаула, я из Москвы. В Бурнауле мы просто работали с многими компаниями, Юля. Вот. Вернемся ко второй точке, которая находится в спальном районе. Мы что должны понимать? Что у этой точки на самом деле очень ограничен потенциал клиентов, потому что там, скорее всего, будут покупать те люди, которые живут вокруг, живут рядом. И тут мы с клиентопотоком работать проактивно не сможем, потому что в какой-то момент просто все будут знать, что у нас есть там магазинчик, все будут к нам заходить и вопрос в том, как сделать так, чтобы заходили к нам чаще. И тогда, конечно, основная метрика это будет количество повторных возвращений. То есть, как клиенты возвращаются, что они у нас покупают, что они у нас берут и так далее. И тут мы будем работать с этим показателем и с глубиной. Что мы можем допродать еще, чтобы условно уставший папа, шедший с работы, постепенно покупал что-то. И вот тут интересный кейс, вы можете пронаблюдать, допустим, на примере красно-белого. То есть, помните, что там сделала компания несколько лет назад? Они выросли очень сильно и в какой-то момент, я, кстати, помню, была интересная статистика, то, что было две организации в стране, которые росли быстрее всего. Первое, это красно-белое, там что-то три или четыре точки в день у них открывались. И второе, это РПЦ. Храмы у нас также быстро открывались в какой-то год, как и точки. Вот, эти две организации с друг другом конкурировали с точки зрения охвата аудитории. Вот, но в какой-то момент красно-белое решило, ага, мы не только алкомаркеты, а теперь давайте мы в прикасовой зоне еще добавим информацию относительно того, что у нас есть и другие категории продуктов. У них появились молоко, яйца, шоколадочки и прочие позиции ассортиментной матрицы, которые на самом деле нужны были для чего? Не для того, чтобы люди, которые заходят за бутылочкой пива, покупали еще и это. Совершенно наоборот. Из-за того, что они представлены в разных локациях, они очень легко доступны с точки зрения поиска конкретным клиентам конкретной точки, поэтому условно история обратная. Давайте представим картинку. Мужичок после завода постепенно и степенно едет домой, тут ему пишет жена и говорит купи таких-то продуктов. И такой списочек. Нам нужно молоко, яйца, хлебушек, сметанка и так далее. Он, конечно, что делает, заезжает в тот магазин, который ему знаком или который находится рядом, в котором можно сделать это удобнее. Он заходит, приобретает эту позицию, причем, если посмотрите, красно-белые же специально еще такие цены ставят, которые гораздо выгоднее выглядят на фоне обычного продуктового ритейла. Потому что для них вот эти товары это кивя и позиции, на которые они привлекают товары. Лид-магниты, можно сказать. То есть мужичок заходит, покупает эти товары и потом думает, ну если я уж тут, то тогда уж бутылочку пива грех не взять. Ну вот, может быть, бутылочку вина и так далее. И тогда получается то, что таким изящным ходом они, с одной стороны, привлекают дополнительную аудиторию, которая может за этим продуктом приходить и как раз таки цеплять другие свои товары за этими чеками. И это все нужно было для того, чтобы количество повторных покупок можно было нарастить. И таким образом получается там такая картинка, в которой они очень проактивно свое количество повторных покупок нарастили. Вот. И чтобы вот это все можно было просчитать, у нас есть такие страшные схемки, тоже вам скину по итогу нашего взаимодействия, то, как это все считать, как это все можно строить у себя в бизнесе. Но, давайте немножко поговорим про второй рычаг. Вот, допустим, мы поняли, что нужно наращивать конкретный параметр. И тут становится вопрос, какую стратегию нам избрать и как эту стратегию необходимо выстроить. И тут мы ответим на этот вопрос довольно просто, потому что есть всего шесть стратегий, кем мы можем быть на рынке. мы можем быть либо вот тут, они видите, в вершинах вот такого шестиугольника прописаны. Мы можем быть самыми широкими с точки зрения ассортимента. Это называется biggest. Это что? Эльдорадо, Ашан, Поджлюра, Миррен и так далее. То есть, когда мы воспринимаемся в глазах клиента просто как самые большие и что бы у меня не было с точки зрения задачи, я точно понимаю, что я приду в магазин и найду что-то, что мне подходит. Есть вторая стратегия, тоже довольно популярная у больших игроков, самый дешевый, cheapest, самый доступный с точки зрения цены. Тот же Эльдорадо, территория низких цен, NVIDIA, то есть Эльдорадо всегда говорил о том, что если найдете дешевле, мы вернем вам разницу и так далее. То есть, они включаются в голову клиента относительно того, что приходите, прибегайте. Следующая история. Мы можем быть самыми простыми, то есть, то, что называется easiest, то есть от слова easy, мы самая простая компания. Это что означает? Означает, что если у нас продукт тяжелого выбора, то мы с нашей бизнес-процессом настроили на то, чтобы вам облегчить эту историю. Ну вот многие, наверное, сталкивались с дилеммой покупки вина, особенно если у вас там какой-нибудь вечер романтический с серьезными последствиями. И тут, конечно, не хочется ошибиться и прогадать, наоборот, купить как что-то не то, а может быть, это семейный вечер и так далее. А категория вина, это, блин, извините меня, не очень просто, потому что если вы приходите, в каждом магазине своя полка, там куча разных вариантов и еще, мне очень нравится наблюдать как раз-таки в магазинчиках за этими людьми, которые, знаете, ходят прям по полке, прям видно, у них запускается в голове такой мыслительный процесс. А что я брал в прошлый раз? На этикетке был осел, конь, может быть, какой-то пастух, вот вроде помню, но не припоминаю. И они вот пытаются либо опереться на прошлый опыт, наиболее прошаренные, технологичные такие, ага, у меня на себе вино, и поэтому я буду наводить на каждые товары и понимать вообще, ориентироваться на рейтинг других пользователей. Вот. Или, если это не просто магазин, а какой-нибудь алкомагазин, вот, или, там, допустим, Simple Wine, то к вам точно придет консультант, который вам поможет сделать выбор. И поэтому здесь они становятся easy, то есть они упрощают вот это взаимодействие за счет вот таких историй. Они скажут, ммм, что тебе надо? И будут тебя расспрашивать, а для чего, а для кого, а что любите, а какой цвет, какая ценовая категория, и они, по сути, с этой огромной полки, которая у тебя перед глазами, сузит твой выбор до конкретных, там, пяти позиций, из которых ты будешь выбирать. И тем самым они вот такими становятся. Медицина очень часто так действует, потому что они понимают то, что человек, который пришел на прием и вышел с этого приема, 80% информации оставил внутри кабинета. И поэтому вопрос, как мы можем упростить выбор человека, отправив ему дополнительные контентные материалы, описав дальнейшие шаги лечения и так далее. Дальше мы можем двигаться с точки зрения, знаете, таких историй, которые там, самое быстрое обслуживание. То есть, когда мы являемся в пас. Я вижу, Юлия, вы уже... Да, да, да. Мне хорошо. Я думаю, что вы знаете, конечно, ну, так я напоминаю, чуть-чуть ускоряемся. Мне еще чуть-чуть, буквально хотя бы пять минуточек. Вот. То есть, мы можем быть самыми быстрыми. То есть, условно, когда мы говорим про доминос, все вы знаете, что они говорят, что доставим пиццу за 30 минут, ну, вот, иначе пицца за наш счет. Вот. И это вопрос, кто такой самый фастаст на рынке. Есть самые технологичные конкуренты, знаете, такие хота, самые горяченькие, которые говорят о том, что у нас всегда самое передовое оборудование, самые передовые товары и так далее. То есть, вот iPhone в продаже появится только через день, а мы уже его продаем. Я не знаю, как где-то делает условный BigGeek, но они постоянно так себя продвигают относительно того, что все новинки у нас уже есть. Уже пофиг, параллельный импорт, не параллельный. Все у нас есть внутри ассортиментной матрицы самое свежее. Технопарк так часто работает, что самое лучшее с точки зрения товаров, которые вы можете найти. Вот. Поэтому есть вот эти вот шесть направлений того, о чем мы можем... А, мы еще можем быть экспириенс, что я не назвал. От слова опыт придаем самый уникальный опыт взаимодействия, и рестораны очень любят так делать. То есть, вы заходите, везде мрамор, везде гранит, какие-то рогомамонты висят, вот такие, здесь очень весело. Вот. Здесь уникальный опыт обслуживания, готовят прямо передо мной, огонь разгорается и все блестит. И поэтому вопрос того, как мы за счет опыта дифференцируемся. И вот на слайде вы видите пример того, как эта моделька, она перекладывается на рынок, допустим, отелей, вот, где, условно, тоже есть отели, которые предлагают самый широкий ассортимент услуг, которые самые дешевые и доступные, самые простые с точки зрения коммуникации, где-то которые с точки зрения сервиса. Фаста, в случае отеля, это быстрое бронирование, а кто-то самый технологичный. У нас есть какой-то личный кабинет, в котором ты все можешь себе зафиксировать. И вот, по сути, здесь появляется важный вопрос и важная дилемма. Когда мы взаимодействуем с нашими клиентами и мы начинаем расспрашивать, а на ваш взгляд, какие вы очень амбициозные собственники обычно говорят, мы хотим все. Вот, мы будем и доступными, мы будем и широкими, мы будем и сервисными и так далее. Потому что многие приходят на такие конференции, как сегодня, кто-то говорит, будьте такими, там деньги. Кто-то говорит, будьте такими, там деньги и так далее. Но, на самом деле, реальность гораздо суровее, чем доклады разных спикеров. И она говорит нам о том, что давайте сыграем в очень простую игру. Вот вы видите шесть направлений, выберите два, если выберете больше, ваша бизнес-модель порвется. Вот, вы не сможете реализовывать принт-обещания, которые даете своим клиентам. Почему? Потому что как это работает? Несколько последних мыслей скажу. Вот, потому что когда мы говорим то, что мы, допустим, самые быстрые с точки зрения закрытия задач, вот, тот же доминос, то мы тогда точки контакта с точки зрения взаимодействия с клиентом будем выстраивать таким образом, и бренд-обещание будем выстраивать так, что мы будем везде об этом говорить, что мы быстро доставляем, мы быстро готовим, мы быстро принимаем рекламацию. то есть клиенты будут ожидать от нас то, что мы быстро и везде. Вот, чтобы быть такими, наши операционные модели бизнес-процессы должны быть выстроены таким образом, чтобы реально эту скорость обеспечить. Поэтому, если вы когда-то ели доминос, вы понимаете, что это не пицца, а кусок картона. Но это для чего сделано? Для того, чтобы это быстро можно было приготовить по той цене, которая релевантна пользователю. и люди покупают не на самом деле вкусовые ощущения, а скорость в этом случае. Чтобы условно операционная модель, она сработала, наши сотрудники должны обучены быть таким образом, чтобы они понимали, как быстро вытащить из морозилки пиццу, засунуть ее, на сколько секунд поставить в печь, чтобы она была в идеальном состоянии и так далее. Нам нужно обучить курьеров знать локацию свою, потому что, условно, если мы все сделали быстро, передали курьеру пиццу, а потом он просто, знаете, так смотрит навигатор и не понимает, где этот дом находится, и два часа его ищут, то тоже появляются проблемы, и вопрос, как мы опыт сотрудниками выстраиваем. И только потом мы смотрим на то, что мы можем где автоматизировать. Ну вот, о чем я говорил выше. Мы, может быть, вот это вот втупление в телефон с точки зрения навигатора можем автоматизировать, и машут будет автоматически простраиваться сразу со всеми поворотами, тропинками и так далее, как это происходит у водителей в Яндекс.Такси. Вот, когда Яндекс полные все сервисы обеспечил таким образом, что закрывает эти проблемы у аудитории. И вот тогда появляется вопрос, если мы все-таки переходим к вопросам программы лояльности, что нам нужно автоматизировать. Это вот прям реально последняя мысль, которую я на сегодня скажу. Вот, то мы видим то, что на самом деле, если вот все соединить, о чем я сегодня проговорил, то мы ставим перед собой задачу увеличить выручку. Ладно, хорошо. За счет чего? Когда мы говорим про программу лояльности, это в первую очередь либо увеличение количества повторных покупок, чтобы люди к нам возвращались, либо как раз увеличение глубины чека или работать со средним чеком, чтобы больше за раз покупали, либо дороже у нас покупали. И тогда у нас есть пять сценариев того, как мы можем на это влиять. Первый сценарий. За счет системы поощрений, то есть вот как предыдущие коллеги-спикеры говорили, а давайте мы дадим миллиард бонусов в рамках первой покупки, чтобы этот миллиард бонусов был у него на счету, и он мог только 10% от стоимости чека, допустим, списывать, но этот груз на него давит. Вот. Причем система поощрений может быть как монетарной, так и не монетарной. И вот хорошо, что в UDS есть механики и первых, и вторых. Вот. Но вопрос в том, все-таки, что мы даем, какие стимулы к подталкиваемому клиенту, к целевому поведению. Потому что система поощрения на самом-то деле это не самый важный параметр. Я вам открою секрет, вот вы как собственники бизнеса, где самая большая выгода от взаимодействия программы лояльности. На самом деле, даже не в том, что люди там что-то по акции начинают покупать. Самая большая выгода в том, что у вас появляется гораздо больше новых данных, на которые вы можете опираться. Если до внедрения программы лояльности вы в основном видите, что есть просто какие-то цифры с точки зрения количества чеков и среднего чека, то после внедрения программы лояльности вы можете посчитать, а как часто к вам возвращаются, какие сегменты клиентов и так далее. И на самом деле, большие корпорации, большие компании или уже осознанный бизнес внедряют программу лояльности для того, чтобы больше знать про свою аудиторию. А там уже механики поощрения это второй вопрос. И они нужны для того, чтобы просто люди чаще пользовались. И карта, условно, которую нам дают пластиковая или то, что попадает в wallet, нужно в первую очередь для этого. И поэтому это первый контур. Как мы поощряем, как мы подталкиваем. Тут появляется второй контур. Какие данные мы вытаскиваем дополнительно из клиента для того, чтобы профиль его видеть. И тут мне очень нравится пример ленты. Если вы когда-то были клиентом ленты, вы заходите в их приложение, и там есть куча разных клубов для аудитории. И там ты, условно, вступаешь в куб мамочек, и там тебя спрашивают, а сколько у тебя детей, а какого возраста? Ну, ты, конечно, нам скажи, нам нужно просто понимать, какие нам давать тебе бонусы, и какой у тебя полезный контент, каким полезным контентом с тобой делиться. Но на самом деле, когда как только ты оставляешь эту информацию, они уже понимают, мм, три года, значит, подгузники уже не надо, детское питание уже не надо, мы даем какой-то ассортимент под эту историю. Ммм, твоему ребенку 8 лет, а вот школьные предназначности в сентябре по выгодной цене только для тебя. То есть, когда мы собираем дополнительную информацию, обогащаем наши данные, то у нас появляется возможность кастомизировать наши предложения под клиент. Когда мы понимаем, как его кастомизировать, появляется вопрос, как настроить триггерные коммуникации. То есть, то, о чем сегодня Айрат, по сути, говорил, когда подсвечивал вопросы пуш-уведомлений. То есть, а на самом деле в какой момент нам нужно отправлять сообщения? Что нам нужно писать? Причем, автоматизации сообщений могут быть автоматически уходить. Допустим, мы знаем, что клиент через 60 дней уходит засыпающих и больше у нас ничего не покупает. Значит, мы уже на 30-й день должны его как-то реактивировать, давать ему какие-то скидки, спецпредложения, его целовать во все места и приглашать вернуться к нам. Для того, чтобы смотри, мы по тебе соскучились и так далее. А можем использовать какие-то более хитрые истории. Вот мы когда, допустим, с Папой Джонс работали, мы понимаем, что если сегодня в финале Лиги Чемпионов, то, конечно, мы за 2-3 часа будем всем отправлять, в первую очередь, мужчинам сообщения о том, что у нас под Лигу Чемпионов спецпредложение. 33 пиццы, 22 бутылки чего-нибудь алкогольного, 33 энергетика и так далее за 3 рубля. они такие шикарно, это то, что мы искали, то, что нам нужно и прямо сегодня, когда финал Лиги Чемпионов в разгаре, поэтому мы как бы за счет этих пуш-уведомлений и утилизации базы, то есть повышения КПД работать с ней, встраиваемся, по сути, в задачу, потому что понимаем, что, скорее всего, какие-то снэки аудитории будут нужны. И когда мы уже поняли, когда что отправлять, мы можем задуматься над геймификацией процессов, то есть относительно того, как это сделать еще веселым, прикольным, потому что, да, мы все люди взрослые, серьезные, но давайте будем честны, никто не хочет работать со скучными организациями, все хотят, чтобы геймификация была полезной. И если вы меня спросите, что, Максим, какая геймификация лучшая, расскажи про какую-нибудь компанию, скажу, вообще не смотрите на компании другие, я бы сказал, что просто скачайте внутри App Store, Google Play, какое-нибудь приложение, где нужно кристаллики соединять друг с другом, и вы увидите то, что вот лучшая геймификация сделана там, потому что, если вы разберете этот процесс, вы увидите то, что там все как в бизнесе, то есть, если вы скачали приложение, то у разработчика есть очень простой KPI, чтобы вы в это приложение зашли, вот, быстро, за минутку-две поняли, что это то, что вам нужно, а это что означает? Запускается погружение в приложение, как у нас в бизнесе, погружение в ассортиментную матрицу и в то, что мы делаем. Они вам говорят, смотри, нажми на эту кнопку, вылетит такой кристаллик, на эту кнопку твой персонаж подвигается, на эту кнопку еще что-нибудь вылетит на экране, и ты получишь какой-то бонус. То есть, они тебя быстренько внедряют в эту историю, и дальше, что обычно происходит? Говорят, во, давай первый уровень пройдем, и первый уровень структурирован таким образом, чтобы человек с интеллектом помидора всегда выиграл. Любой человек смог совершить быструю победу. То же самое, как и у нас. Если мы клиента захватили в нашу воронку, то нужно сделать так, чтобы он приобрел какой-то самый дешевый хотя бы товар, который позволит ему ощутить с нами вот эту вот транзакционную ценность. То, что я уже у них что-то приобрел, и у меня уже какой-то положительный образ появился. То же самое и в игре. То есть, ага, я прохожу этот уровень, я молодец, и так далее. А дальше, что самое интересное. Дальше вы выходите из приложения, но вам скорее всего перед выходом скажут, вот теперь есть супер сундук, в который ты нажмешь, и тебе какие-нибудь там опять штуки выпадут, которые дадут тебе супер силы. И ты такой, нажимаю на этот сундук, и тебе говорят, мм, спасибо, что нажал. Откроется он через полтора часа. Вот. И сделано это для того, чтобы вы такой, мм, наигрался, вышел, но через полтора часа вам приходят пуш-оведомления, сундук открыт, посмотри, какие супер силы тебе достались. Ты заходишь внутрь, нажимаешь на эти супер силы, тебе говорят, ммм, теперь у тебя появились такие-то интересные форматы взаимодействия со своим персонажем, супер силы и способности, примени их в следующем раунде. И тебя постепенно-постепенно протаскивают дальше. То же самое и у нас. То есть, если мы сказали, что тут ты уже что-то купил, теперь купи что-то посерьезнее. Смотри, что мы тебе дали в рамках программы лояльности. Да, у тебя появились бонусы, у тебя появились скидки, у тебя появились подарочки, а вот твой уровень, great, работай с этим. И вот мы видим, что на самом деле все, о чем я говорю, это вот такая экосистема, по сути, формата триггеров, которые мы должны закладывать при взаимодействии с клиентом. И тут все связано. И формула прибыли, о которой мы говорили выше, потому что мы сначала определили то, на какие параметры мы должны влиять и на сколько в идеале они должны вырасти. А с другой стороны, когда мы уже залезаем в маркетинг, мы смотрим, а мы все-таки какие, какой наш позиционер, быстрые, удобные, оптимальные, простые и так далее. И как следствие, механики должны быть. То есть, как мы поощряем, какие данные дополнительно собираем, как мы это кастомизируем и так далее. И тут у меня в презентации еще есть много разного контента относительно того, как это все считать, но времени у нас реально с вами, коллеги, не очень много. Поэтому у меня будет в конце просто два тезиса. Первый тезис, то, что все, о чем я рассказываю, мы рассказываем еще и в наших курсах в Академии Paper Plants. И у нас там есть шикарное новогоднее предложение с 50%-ными статками. Буду вас простыми триггерами сегодня грузить. Поэтому можете переходить, смотреть, скачивать. А также оставлю свои контакты. Я есть в Телеграме, в WhatsApp. Пожалуйста, если что-то интересное и хочется какой-то вопрос спросить, на почту не пишите, там вообще никогда не отвечу. А вот если вы наведете сейчас на QR-код, напишите мне в Телеграме и какой-то вопрос там позадаете, то могу поделиться либо полезными материалами, либо на эти вопросы поотвечать в течение часика-двух по итогу нашего сегодняшнего вебинара. Мы просто взорвали сегодня эфир. Конечно, мы тут все немножко волнуемся насчет тайминга, но это было прекрасно, это было шикарно. Это так глубоко, системно. Действительно, у нас уже там в чатах пишут новый краш для нашей аудитории. спасибо. Я вас очень благодарю. Обязательно ваше новогоднее предложение, потому что такое образование глубокое и простое. Я знаю, что оно в Академии вашей абсолютно доступно. Его нужно использовать, этот шанс. И сейчас воспользоваться такими классными подарками, 50% скидка, это огонь, конечно. В телеграм-канале мы продублируем, плюс все вопросы, которые были в чате, также вам их передадим, чтобы вы потом для телеграм-канала, может, кто-то еще не подключился или посмотрит записи, тоже эти ответы получили. Вам хорошего дня, приходите к нам почаще. Мы вас будем приглашать, если не против. Мы не против, приглашайте. Поэтому всегда готовы поделиться нашими знаниями и опытом. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо большое. Хорошего дня. Так, но мы продолжаем и у нас в очереди не менее потрясающие, я не знаю, как у вас первые три выступления, обратная связь, поделитесь ей, пожалуйста, в чате, но то, что у нас сейчас еще два будет выступающих, я просто уверена, что это такой же контент-огонь, потому что последний у нас спикер, Петр Беляев, он подготовил классную информацию по искусственному интеллекту. я ее с удовольствием и прям с большим терпением жду, потому что я знаю, но это сейчас востребовано, это, ну, это такое, конечно же, хайп, да, определенный, и, ну, надо, надо дождаться, обязательно дождаться, поэтому будьте в эфире до конца. Сейчас у нас примерно 30-ти минутное выступление будет нашего предпринимателя, моего коллеги, большого друга, можно уже, модератору попрошу сейчас, да, вот визитку на Сабира Херидинова, 4 у него направления бизнеса, 3 из них в сфере Хорика Общепит, его заведение, которое называется Бар Сейлинджер, плюс кафе «Только Попробуй», стритфуд, шаурманофабричный, все находятся в городе Тюмень, и еще также он специалист в маркетинге, у него консалтинговая компания «Авокадо», поэтому сегодня мы с Сабир, привет, от тебя хотим привет, привет, твой опыт вот такого, как ты в предпринимательство пришел, что ты здесь делаешь, насколько тебе это по кайфу, и вообще вот как ты работаешь со своим мышлением, ну и собственно результаты в бизнесе добиваешься, если, а если они есть, поделись какие и какие инструменты у тебя в работе. Спасибо, Юль. Вы знаете, мое мышление сейчас думает о том, чтобы после выступления Макса не слыть вот этим вот человеком, который с интеллектом помидора, честно говоря, мощнейшее вообще выступление, там глубина понимания вообще вопроса, сразу, знаете, когда слышишь, ну слушаешь вообще такие выступления, понимаешь, что ты еще там много где не дорабатываешь, а самое важное, ты думаешь, блин, а как же все это реализовать, да, то есть вопросы вообще суперкрутые. Окей, приступим к моей презентации, меня зовут Сабир, мне 36 с половиной годиков, я предприниматель, вот, но начал я свой путь с найма, и я думаю, что вот первое, наверное, там 10-15 процентов я этому уделю, потому что, мне кажется, мой путь интересен. я родился, я родился и вырос в городе Новый Уренгой, я думаю, вы знаете, где этот город, находится на крайнем севере, там, никогда бы этот город не появился, если бы там в свое время не нашли бы огромные просто залежи газа, вот, соответственно, у меня мама работала в Газпроме, папа в Газпроме, брат в Газпроме, я учился в Газпромовском техникуме, угадайте, где я работал, да, и как я говорю, я вышел из глубочайшего найма, это знаете, какая история, я вот когда был маленький, к нам в гости приходили, ну, в гости к родителям приходили, знаете, тот возраст, когда ты еще, что называется, под стол бешком ходишь, и вот, значит, родители обсуждали, а кем вообще может быть Сабир, и там не было варианта, он будет там предпринимателем, там, маркетологом и так далее, я мог быть машинистом, бурильщиком, оператором, значит, и электриком, вот какие-то такие варианты меня, значит, ожидали, я работал в компании Газпром Добыча Уренгой, сначала там проработал в общей сложности 11 лет мой стаж, достаточно много, у меня два образования в этой сфере, я потом преподавал в техникуме Газпромовском, который я закончил, с большой любовью и теплотой вспоминаю этот период, я сегодня уволился, наверное, как лет 5, наверное, уже 6 не работаю, вот, и это было офигенно вообще, все, кто так или иначе его жизнь связана с северами, они знают, что это очень, несмотря на суровый климат, это очень теплые люди, очень дружественные люди, да, которые никогда тебя в беде не бросят, это, знаете, тот случай, наверное, когда основные финансовые потребности, они закрываются тем, что ты просто ходишь на работу и на первое, знаете, место начинают выходить какие-то человеческие качества, это прекрасно. Собственно, вот так проходил мой рабочий день, последние 3 года я работал, перешел на вахтовый метод, переехал жить на постоянное место жительства в Тюмень, мы обслуживали там приборы автоматизации, там различные там датчики, контроллеры и так далее, приезжали ненцы, привозили там рыбу, оленину, но в основном моя работа проходила вот так. На самом деле, если вы, знаете, хотите сегодня найти себе какое-нибудь теплое место в найме, где вы можете максимально сливаться и при этом получать там достойные деньги, Газпром, мне кажется, идеальное вообще место. Вот, у меня была именно такая работа, как я сказал, я был инженером по автоматизации, почти никто на месте не понимал, то, чем я занимаюсь и сколько времени потребуется на закрытие той или иной задачи, поэтому я, в принципе, вот 80% времени проводил вот так вот, но по мере того, как вообще я развивался, я понимал, что это ненормально. Знаете, я когда первый раз заехал на вахту и после двух недель я сидел в общежитии, смотрел в потолок и думал, черт побери, как же так произошло, что я ничего лучше в своей жизни не придумал, кроме как добровольно сдавать себя в рабство и за это получать деньги. Это лично мой кейс, не знаю у кого как, но меня эта мысль, она меня просто жутко вообще будоражила, думаю, ну, черт побери, как же так, надо как-то из этого выбираться. На тот момент, ну, я пробовал разные ниши, гремела бизнес-молодость, они набирали популярность, благодаря им в свое время я, наверное, во много врешился вообще на этот предпринимательский путь. У меня было несколько проектов в формате, там, e-commerce, знаете, там была такая история, да, там, привези какой-нибудь барахло из Китая, сделай группу ВКонтакте либо Лендос, натрой трафик и начинаю вот продавать. Тогда еще не было маркетплейсов и так далее. Вот, собственно, в эту всю историю я поиграл, но почему-то лично мне хотелось, знаете, больше движухи такой в формате взаимодействия. То есть я очень много работал за компьютером, анализировал на разные цифры, цифры, графики, смотрел рекламу, сетяры, переходы, конверсии, лиды и вроде бы результаты были неплохие, но я когда целый день посидел за компьютером и уходил, знаете, даже если были с этого деньги, как-то, не знаю, удовлетворенности что ли не было, какого-то возврата энергии не было. И очень хотелось, знаете, такого сизаемого бизнеса, людьми, в каком-то сфере услуг. Вот. И у меня есть такая даже байка, как я говорю, абсолютно каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал о своем собственном заведении и массажном кресле. Вот. У меня примерно была такая же история. Я шел мимо и купил заведение. Вы не поверите, я как бы вот примерно так это и произошло. Я увидел на Авито, тогда появилась такая страничка, знаете, о продаже готового бизнеса. Я удивился, какое количество вообще готовых бизнесов продаются. В общем, я там абсолютно не имею никакого опыта, не понимая, как вообще просчитать бизнес-модель, вообще проанализировать конкурентов, вообще с полным нулем, на чистой энтузиазме просто взял там три кредита в банке под 46% годовых. И просто я понял, что в этот момент мне нужно просто ввязаться в драку, иначе я сольюсь. Я думаю, каждого из нас неоднократно, знаете, посещали вот эти вот идеи, там какая-то гениальная идея, открыть там автосервис, салон красоты, мойку там, начать торговать на агрегаторе, что-нибудь такое. И у этой идеи, как и у любого, наверное, там, не знаю, продукта, бизнеса, там, города, есть свои циклы, есть момент, там, не знаю, когда у тебя эта идея появляется, момент какого-то пика эмоционального, там, какой-то плата. И если ты вот на этом плата, когда ты этой идеей горишь и думаешь, и у тебя весь мозг генерирует контент, ну, мысли на тему того, как круто у тебя получится открыть этот бизнес, какие деньги ты будешь зарабатывать, как будут происходить процессы. Если в этот момент, на вот эмоциональном пике, ты не принимаешь решения, не начинаешь действовать, рано или поздно мозг тебя сливает. Абсолютно всегда так происходит, то есть мозг начинает генерировать там идеи, почему у тебя не получится, да, а какие будут сложности и так далее. И вот я, я уже не знаю, сколько таких циклов я неоднократно прошел, и в этот момент, когда я вообще крутил в голове идею открыть свое заведение, купить как бы готовый бизнес, я четко этот момент ословил, я понял, что мозг начинает у меня уже придумывать, значит, а почему мне не стоит этого делать, и нужно просто принимать решение. Я вот так закрыл глаза, пошел вперед, в общем, и стал владельцем заведения. Могу сказать, что это заведение работает до сих пор, оно успешно, приносит стабильную чистую прибыль, и, о боже, как же я ошибался в начале, когда предполагал, как все это будет происходить, и что от меня этот бизнес потребовал, это, конечно, невероятно, но я супер благодарен тому опыту, в общем, там чистой прибыли, разумеется, никакой не были, первый год я, целый год я продолжал вкладывать в развитие этого бизнеса, то есть, это была не та история, когда я там открыл готовый бизнес, он мне приносит прибыль, оказалось, там огромные убытки, и целый год я продолжал работать в Газпроме, и все вот эти деньги, я платил кредит за этот бизнес, и еще туда вкладывал, только через год я вышел в ноль, только через год перестал вкладывать, поэтому, если вы сегодня открыли свой бизнес, или только планируете открыть бизнес, когда вы смотрите презентации каких-то франшизн, кофеин, там, всего что угодно, и они пишут какие-то финансовые показатели, это, конечно же, как правило, какие-то удачные кейсы, как будет на самом деле, не знает никто, да, то есть, это только, ну, жизнь, как говорится, покажет, но, как бы, иллюзии строить не надо, с одной стороны, а с другой стороны, когда, конечно, человек действительно трудится, старается, не знаю, не включает заднюю, все, что непонятно, он задает вопросы, делает много действий, действительно, все можно преодолеть, на сегодняшний день у нас вот примерно такие результаты, мы используем у себя внутри разные абсолютно сервисы, напомню, я инженер по автоматизации в Газпроме, да, и я открыл, по статистике, общепит один из самых сложных бизнесов в мире, с точки зрения бизнес-процессов, да, потому что готовый продукт, по сути, что такое готовый продукт в общепите, мы сейчас не берем в столовую, где человек приходит удовлетворить свою потребность в калориях, да, когда он приходит в заведение, покупает чайничек чая за 500 рублей, не потому что у нас какой-то там невероятный чай, ну, грубо говоря, плюс-минус чай как чай, ну, ягодки какие-то добавим, там, сиропчики, там, мяту и так далее, он берет это, потому что это сервис, это определенная атмосфера, это определенное состояние, и вот мы, по сути, готовим довольных людей, довольных гостей, да, то есть мы боремся за их умы, то, что происходит в голове, когда человек выходит из заднего, из нашего заведения, да, с какими мыслями он выходит, он выходит с мыслями, что, блин, крутое заведение, приду еще, там, да, или там, ужас, ни в коем случае, да, то есть, и вот на формировании этого готового продукта, а это, еще раз повторюсь, у нас готовый гость, очень много бизнес-процессов, ведь на каждом этапе присутствуют люди, да, то есть, и там, если на каком-то этапе будет, то продукт, сервис, там, настроение официанта, чистота в зале, я не знаю, все что угодно, там, музыка, или там гости просто сидят за соседним столом и громко, там, нецензурно там общаются, то, как бы все рушится, да, то есть, соответственно, общее впечатление гостей теряется, и все как бы ломается, вот, поэтому мы используем разные сервисы, я установил себе сервис UDS через 3 месяца после того, как открыл заведение ради одного функционала на тот момент, мне крайне важно было держать, знаете, руку на пульсе и получать объективную обратную связь, то есть, смотрите, я уехал на месяц за полярный круг, у меня нет возможности поконтролировать, а что сейчас происходит в моменте в моем заведении, довольны ли гости, да, то есть, потому что у меня там была система учета, я видел там количество человеков и средний чек, но конечный продукт, еще раз, мой конечный продукт, это довольный гость, как я могу его контролировать без обратной связи, это, знаете, как построить какой-то конвейер, который делает стулья там, я не знаю, кирпичи создает и так далее, и ты в конце не можешь проконтролировать качество, то, это же абсурдная вообще история, согласитесь, у меня конвейерная линия, она делает продукты, я все настроил, кроме в конце контроля качества, я вообще не понимаю вообще, что на выходе этого конвейера происходит, вот, соответственно, когда я увидел сервис сбора обратной связи, когда я понимал, что я буду там за тысячи километров за полярным кругом находиться где-то там, не знаю, в общежитии или на объекте, мне в телефон в режиме реального времени будет приходить обратная связь от гостя, я буду видеть, кто был, когда был, доволен он или нет, и смогу с ним связаться, меня это 100% подкупило, я понимаю, это именно то, что мне нужно на данном этапе, потому что я, ну, не могу быть на месте, да, каждый день. Чему все это привело? Мы собрали клиентскую базу, 26 тысяч гостей, из них 15 тысяч человек, это те, кто покупали, общий товароборот по программе лояльность составил уже почти 100 миллионов рублей, из них по рекомендации, да, то есть товароборот дополнительно составил 12 миллионов, да, то есть мы многими, скажем так, фишками маркетинговыми пользуемся, да, у нас сами мы сейчас консалтеры, у нас свое консалтинговое агентство, и в течение этого времени мы разные инструменты испробовали, я могу сказать, что реферальный маркетинг, рекомендация, сарафанное радио, это одно из самых вообще крутых вещей, которые вообще могут быть, но как и с любым инструментом, с ним нужно правильно работать, само по себе вообще ничего не летит, вообще сегодня, знаете, я не знаю, какой инструмент ты сегодня можешь прийти, просто там нажать кнопку, да, там бабло условно или результат, и само собой все произойдет, во все нужно вовлекаться, со всем нужно работать, но опять же, когда ты понимаешь, как это работает, это просто из какой-то, может быть, на старте непонятной задачи превращается в какой-то понятный пошаговый план, там, твоя задача, если, не знаю, раскрутить сарафанное радио, это появляется, когда ты там, либо сам разобрался, либо обращаешься к специалистам, там все это дело декомпозируется до простых задач, которые тебе нужно делать сегодня, завтра, после завтра, да, то есть вот и все так, покупки от новых покупателей из платформы, то есть у нас сегодня в Тюмени мы находимся, большое количество пользователей в Тюмени, там около 350 компаний используют UDS, и сегодня мы видим такой побочный, приятный эффект, когда люди, которые пользуются, там, программой лояльности в каких-то заведениях, начинают внутри этой же программы лояльности искать себе новые компании. Я тут, знаете, аналогию провожу, наверное, с Инстаграм, когда изначально все прикалывались там и фоточки еды выкладывали, а потом в какой-то момент, когда людей стало сильно много, там, девочки, наверное, в первую очередь, стали искать себе салоны красоты, какие-то бьюти-студии, там, магазины одежды и так далее, да, то есть стали, им стало удобно, да, пользоваться этой платформой Инстаграм, и они прямо внутри начали искать компании. И здесь в UDS происходит то же самое, и вот товароборот от этих новых клиентов у нас приближается к 3 миллионам. На первом этапе вот на этом бизнесе мы не остановились. Собрав клиентскую базу, мы, в принципе, поняли, как вообще работает бизнес. Он, знаете, плюс-минус, структурно везде все одинаково работает, плюс-минус, да, то есть у тебя есть продукт или услуга, соответственно, нужно организовать внутренние бизнес-процессы, понять, как привлекать клиентов, как им дать нужный сервис, как их отследить, вернуть там и так далее. Вот, и мы пошли дальше, мы открыли стритфуд, один из самых крутых стритфудов, я считаю. Вот здесь, кстати, везде на фотографиях есть я. Да, вот здесь вот справа внизу на фотографии в черной маске, это мы в пандемию развозим заказы. Вот, у нас очень крутой продукт, круто работает доставка, мы работаем со всеми агрегаторами, у нас собственная доставка на сервисе UDS, и мы там прям делаем качественно, ярко, прикольно, очень хорошо у нас это работает. Пошли мы дальше, открыли еще одно заведение, уже после пандемии, кафе называется «Только попробуй», мы находимся в самом центре Тюмени, вот, у нас там уже кофейня, пекарня, здесь вот внизу пью кофе я, сверху за кофе-машиной стоит моя супруга, здесь вот тоже моя супруга есть, она сверху над логотипом, мы такой у нас, в общем, вместе всем занимаемся. Опять же, когда ты понимаешь, как крутятся шестеренки в бизнесе, как правильно их настроить, чтобы эти все бизнес-процессы генерили тебе в конце чувство и прибыль, ну, ты как бы можешь начинать эту историю масштабировать, но во всем, в основе всего, конечно, стоит клиентская база, то есть то, что мы накопили базу там в одном заведении, мы дальше ее используем для того, чтобы быстрее раскачивать новые точки, чтобы экономить на маркетинге, и вот этот старт был более быстрый. Мы пошли еще дальше, открыли собственное производство, мы сегодня производители, поставляем полуфабрикаты в разные магазины, заведения, это вот, собственно, тоже я, вот я очень люблю то, чем я занимаюсь, это у нас дегустация в компании Альфа-бизнес в Тюмени проходит, мы, соответственно, даем мастер-классы о том, как делать там пельмени, хинкали и так далее. Если кто-то успевает, здесь есть промокоды, можно, соответственно, их сканировать, получать. Окей, идем дальше. Смотрите, для меня, опять же, нужно понимать, никакого, знаете, не происходит в голове идеализации чего бы то ни было, какого-либо инструмента или продукта. Я всегда очень прагматично и по-деловому отношусь вообще к внедрению каких-либо технологий в себе. В конечном итоге это все должно приносить чистую прибыль. Любые изменения должны благоприятно, там прямо, ну, или косвенно, опять же, я небольшая компания, вот эти, знаете, косвенные, косвенные влияния на прибыль, я пока себе не могу позволить. Типа, знаете, реклама там на каких-то баннерах, счетах, которые я не могу отследить потом конверсию либо роми, вот эти имиджевые моменты, мы как бы в них не вязываемся. И первый момент, который я понимаю при разработке программы лояльности, это что он мне позволяет сильно экономить. И вы знаете, да, поговорку, что один сэкономленный рубль равен одному заработанному рублю, да, потому что когда мы сокращаем итоговую скидку, вот этот вот процент скидки, который мы сэкономили, он не идет у нас в процент оборотки, он у нас идет в рентабельность сразу в компании, в чистую прибыль, да. Вот здесь очень простая формула расчета. Если мы, допустим, предположим, что вы пришли в заведение, давайте просто рассмотрим этот вариант, да, в первом случае у нас вот верхний левый, да, квадрат, вы пришли в заведение и у вас счет составил 10 тысяч рублей. Если у вас есть скидочная карта, вам с этого счета сделают скидку тысячу рублей и вы оплатите 9 тысяч живыми деньгами. Все, понятная схема, мы часто в ней участвуем, ну, как бы, да, и понимаем, что все, у нас есть скидка, значит, это тысяча рублей мы ее получили. Если у нас накопительная система, да, бонусная, кэшбэк и так далее, то мы на первой счете заплатим полную сумму и нам с этой суммы начислится в личный кабинет тысяча бонусных баллов. Какой первый, значит, ну, как бы, момент очевидный, что скидка в моменте равна нулю, да, то есть в первом случае я сразу клиенту отдал скидку тысячу рублей, во втором случае я ему просто начислю бонусные баллы. Соответственно, если человек ко мне повторно больше никогда не вернется, то скидка равна нулю. И здесь я всегда задаю такой вот вопрос. Тоже задайте его сами себе. Было ли у вас такое, что вы пришли куда-нибудь в заведение либо в магазин, не знаю, купили себе кроссовочки, вам сделали скидку и вы туда больше никогда не вернулись? Ответ риторический. Понятно, что точно у вас такое было. А было ли такое, что вы пришли и вам с покупки какого-нибудь товара начислили бонусные баллы и вы тоже туда не вернулись? На самом деле и такое было. И я думаю, наверное, конверсия плюс-минус одинаковая может быть. Но смотрите, в чем суть. В первом случае вам предприниматель сделал сразу скидку и потерял свои деньги. А во втором случае он вам начислил бонусные баллы и скидка его составила ноль. Понимаете? То есть, если там обратиться к опыту крупных ритейлов, то до 30-35% бонусных баллов так люди никогда не воспользуются. Там уже в зависимости от строки. Есть сгорание, нет сгорания. Следующий момент. Конечно, накопленные баллы, так как скидку тысяч рублей, которую мне сделали, я ее могу хоть где потратить, а бонусные баллы только в этом заведении. То есть, то, что мы хотим, основной параметр, на который мы действуем на LTV, мы как раз действуем за счет бонусных баллов более эффективно реализовываем, потому что он их может потратить только у нас. Плюс напоминания и так далее. И самый важный момент. Смотрите, вот в первом случае я вам сделал тысячу рублей скидку деньгами, а во втором случае баллами. Вы ко мне пришли в следующий раз и, не знаю, за тысячу рублей, скажем, заказали себе кальян заведения. Все, я вам сделал кальян за эту тысячу рублей. Но кальян же для меня стоит не тысячу. Там его по себестоимости, ну пусть 350 рублей он стоит. Понимаете, да? То есть мы всегда, как предприниматели, всегда стараемся с какими-то компаниями, подрядчиками договориться по бартеру, потому что платить живыми деньгами для нас дорого, а по бартеру всегда выгодно, потому что минус, ну там, минус наша маржа. Именно поэтому в среднем, переходя там, если у вас сегодня классическая скидка вы делаете, да, там, организовывая себя в грамотную программу лояльности с бонусной системой, ну там, ее просчитывая, вы эту скидку в 2-3 раза можете вообще уменьшить, и это прекрасно вообще. Еще раз, все сэкономленные средства пойдут вам сразу в чистую прибыль. Что происходит у меня за все это время, да, вот здесь такие много цифр, вы на них на все не обращайте внимания. Вот здесь вот есть, соответственно, вот такая вот цифра, да, 10 миллионов там, ну, 990, 19 тысяч, грубо говоря, 11 миллионов. Это баллы, которые у меня гости закопили за все, за все 6 лет использования сервиса EDS. То есть если бы у меня была прямая скидка, представляете, почти 11 миллионов я бы дал в качестве скидки. А так я им начисляю баллы, то есть как-то не бывает такого, чтобы, знаете, 100% гостей возвращались. Если бы в каждом бизнесе все клиенты бы возвращались, мы бы вообще сейчас никаких маркетинговых форумов бы не проводили, вообще бы ни о чем не заморачивались. Наш бизнес бы постоянно рос, бы рос, но такого в реальном мире невозможно. Представляете, 11 миллионов мы сэкономили только на том, что мы не даем прямую скидку, а перешли на бонусную систему. Окей, вроде бы, да, казалось бы, простые вещи, но когда встречаемся мы с предпринимателем, видим, что не до конца люди это догоняют. Мы за все время собрали свою собственную клиентскую базу в 26 тысяч гостей. Понимаете, свою. Когда сегодня после появления различных санкций, ситуаций политических у нас отключились какие-то соцсети, либо ограниченно стали работать, люди как никогда поняли, насколько важно собирать свою клиентскую базу, что социальные сети – это не клиентская база, и что тебе нужен какой-то безопасный ресурс, где ты его можешь безопасно хранить, и чтобы твои клиенты оставались с тобой, несмотря ни на что. И вот, ну, не знаю, слава богу, я как-то на старте, когда еще вообще ни в чем не разбирался, вот этот момент для меня как-то был понятен, что нужно базу собирать. Наверное, вот какие-то айтишные такие, знаете, корни, да, там, инженерные, мне, ну, как-то, не знаю, для меня это было просто очевидно, я не поддавался этому сомнению. Вот, и что мы делаем с этой базой? Опять же, смотрите, сама база в базе рознь. Вы ее можете, не знаю, в тетрадке, в Excel, в 1С, там, где-то собирать, но нам база сама по себе, понимаете, она денег не приносит. Но есть у вас какой-то файлик, где у вас там имена и номера телефонов, там, тысяч человек. Что дальше-то? То есть нужно же с ней работать, то есть деньги, эта база конвертируется в деньги через увеличение среднего чека, увеличение повторных покупок, там, мотивацию через какие-то акционные, там, триггерные сценарии, только когда мы с этой базой, с этими людьми взаимодействуем. Нет взаимодействия, толку от нее тоже нету. Я как-то, знаете, у предпринимателя, когда мы внедряли программу лояльности, спросил, типа, а зачем вам база, зачем вы собираете контакты? Они через анкеты выдавали скидочные карты пластиковые и набирали, ну, как бы себе потом эти анкеты оцифровывали в Excel, но никак с этой базой не работали. Знаете, что мне ответил предприниматель? Он говорит, слушайте, ну, а если человек карту потеряет, мы же должны ему выдать, мы же должны знать, какая у него карта, когда была выдана. То есть вот у человека в голове, вот единственное, для чего он собирает эти данные, для того, чтобы потом ему можно было обновить эту карту. Ну, как бы так. Что делаем мы с ней? Чем мне нравится сервис UDS? В том, что он не просто инструмент по сбору базы, а там есть все необходимые механики для того, чтобы эффективно с ней работать. Да, почему сегодня все компании стремятся там выпустить свои мобильные приложения? Потому что это большой функционал и самое важное, когда у моего гостя, клиента есть в мобильном телефоне приложение, у меня появляется бесплатный канал коммуникации в виде пушей, да, с разными функционалами. И в UDS пуши лучшие вообще на рынке. Вы можете, опять же, тут вы уверены, у каждого из вас в телефоне есть какие-нибудь там Авито, Озоны, там, не знаю, Пятерочки, или это приложение вообще много разных. Вы можете посмотреть, что, собственно, стоит за пуш-углением, да. То есть, когда мне приходит сообщение в шторке, я на него наживаю, что дальше происходит? Вот здесь вот реализация в UDS вообще лучшая на рынке, да. То есть, у меня есть большая картинка, текст с активными ссылками. Я могу сразу, если я в этом сообщении говорю, что у меня там сейчас появился в виду там проведения чемпионата мира по футболу какого-нибудь сет пиццы, человек прямо в этом куше может нажать на этот сет пиццы, положить в корзину, там, оплатить карты, заказать доставку либо самовывоз. То есть, ему не нужно переходить в какие-то внешние источники, его воронка обстановится максимально линейная, простая и узкая, и мы меньше просто тратим, да, на каждом этапе. И это вообще офигенно. Не только собираем базу, но и эффективно с ней работаем. Там, дни рождения, пожалуйста, сервис знает, когда у кого день рождения. Вот такие сертификаты получают наши гости, да, автоматически там за неделю до дня рождения система сама отправит человеку напоминание, типа, эгэгэ, у тебя через неделю день рождения, вот тебе сертификаты, приходи к нам. Да, потом там система там за день до сгорания еще раз напомнит, я даже знать об этом не знаю, понимаете, система это все происходит автоматически. Я пока сейчас с вами общаюсь, у меня точно в клиентской базе добавилось несколько гостей, система уже знает, когда у них ДРЭ, и заранее их поздравят. Это же кайфово вообще. Это ли вообще не счастье? Вот, не знаете, доставляет фантастическое удовольствие, когда я могу в своем бизнесе найти какие-то маленькие такие узлы, бизнес-процессы, которые я единожды потратил туда свой ресурс, времени, фокус, внимание, один раз настроил, и дальше там, знаете, минимум вообще внимания, просто смотрю, как работает. Не знаю, ну вот я вообще маньячила по этим вопросам, мне это супер вообще кайфово. Я даже, знаете, никогда деньги, когда вижу какой-то процесс гладко да складно выстроенный, что это сделал я, у меня, значит, такая прям гордость и какой-то момент самоуважения, что ли, такой прям серьезный. Вот, онлайн-продажи. Здесь это прям кайфово и быстро. То есть я знаю, что многие тормозят с запуском онлайн-продаж, потому что, ну, как правило, если мы говорим про общепит, запуск доставки – это практически как открыть еще один бизнес. То есть многие говорят, ну, у тебя же есть там заведение, ресторан, ну, что такого, да, там, ты просто там, не знаю, сделай сайт там и так далее. Но по факту это требует больших, скажем так, операционных затрат, и внутри нужно придумать там, как упаковывать, какие будут блюда, кто будет доставлять, где все это будет собираться, храниться, учитываться. То есть вопросы достаточно такие сложные. Но с точки зрения именно всего остального, как сделать онлайн-площадку, сделать синхронизацию, какие нужны интеграции, оплата в UDS вообще работает просто фантастически. И здесь онлайн-продажи работают самым крутым инструментом. Сейчас объясню. Смотрите, вот если мы хотим сделать себе сегодня интернет-магазин, в котором будет корзина, возможность оплатить карты, это вообще не проблема. Сервисов миллион, это там стоит, не знаю, там от 50 тысяч рублей. Да? Но как круто? Круто, когда у меня онлайн-продажи работают бесшовно, когда это есть полная версия сайта, мобильная версия сайта, мобильное приложение, все через единые, там, связано с единой CRM-системой и платежным шлюзом. Давайте сейчас объясним по-простому. Вот я вам отправил ссылочку на какой-нибудь товар Wildberries, и вы открыли его на компьютере. У вас что произойдет? У вас полная версия сайта Wildberries откроется, и вы там можете начать собирать себе какую-то корзину. Если я вам отправил ссылочку, и вы открываете ее на телефоне, в котором нету приложения Wildberries, что произойдет? У вас в телефоне мобильная версия сайта Wildberries откроется, и вы сможете там продолжать делать заказы. Да, и собирать эту корзину дальше. Если я вам отправил ссылку на товар, и у вас есть приложение, у вас автоматически откроется приложение, и у вас в этом приложении будут сразу все товары, которые вы копили раньше в телефонах, там, компьютерах и так далее, и вы сможете бесшовно продолжить это делать. Понимаете? Вот это круто. Вы даже часто не понимаем вообще, что у нас сейчас, где телефон, где сайт и так далее. Вот UDS создает именно такую платформу. Полная версия сайта, мобильная версия сайта, мобильное приложение, единая CRM-ка и платежный шлюз – два клика. Понимаете? Это самое крутое решение. Это не то же самое, что сделать сайт. Как это сделать? Супер просто. В личном кабинете, как я говорю, для того, чтобы запустить онлайн-продажу, нужен человек, который может пост в социальных сетях выложить. То есть мы нажимаем плюсик, добавляем картинку, описание текста, жмем «сохранить». Я знаю, 100% здесь нет ни одного человека, кто бы это не разобрался. Вот так выглядит, собственно, процесс добавления. Добавили картинки, описали. Дальше мы настраиваем параметры доставки. Минимальная доставка, максимальная стоимость по локациям. А что будет, если он заказал на 5 тысяч? Что ему нужно сделать, чтобы доставка была бесплатной? Все элементарно. Жмем «сохранить». После этого начинаем принимать заказы. Заказы могут приходить на почту, в веб-страницу, в мобильное приложение сотрудника, либо прямо в кассу через модуль интеграции. В заказе видна вся история. Можете настроить заказ. Заказ будет оплачиваться только картой. У нас есть очень крутые партнеры касса, система быстрых платежей с процентом 0,4, комиссии. Супер, все удобно. Все, вы начинаете принимать заказы. Собственно, вопрос, где брать клиентов? Пока на этот слайд не смотрите. Когда мы работаем, допустим, с компаниями разными, вот если я уже открыт, у меня уже бизнес работает, есть физического влайн-точка, я 100% уверен, что среди людей, которые покупают ко мне, приходят сегодня в магазин, есть часть людей, которым удобно было бы покупать тот же самый товар в онлайн. Поэтому первое, что я должен сделать, вовлекая своих клиентов в программу «Лояльность», я им должен сказать, смотрите, вот вам с этой покупки бонусные баллы. Вы их можете потратить либо у нас в следующий раз, либо заказать онлайн. То есть точно из ваших существующих клиентов вы какое-то количество возьмете онлайн. Если мы говорим про общепит или там, опять же, розница, у нас есть в общепите, мы пользуемся там Яндексом Деривери, и у них есть огромная аудитория. Что происходит? Человек сегодня заказывает еду, условно, через агрегатор какой-то доставки, и мы ему внутрь лужим листовочку, где говорим о том, что у нас можно заказать напрямую по более выгодной цене. Что в этот момент происходит? Человек с этой листовочкой. Опять же, вы это видите там, если вы закажете Дуду Пиццу, либо KFC, у вас прямо на коробке будет там QR-кодик, сканируй QR-код, скачивай наше мобильное приложение, получи какой-то дисконт на первый заказ. Это вообще делают все. Если вы можете себе позволить забрендировать свою упаковку, вы это делаете, если нет, работают через доставку. Что в итоге происходит? Вы платите комиссию агрегатору, человек заказывает несколько раз через агрегатор, потом через QR-кодик оцифровывается в вашу собственную клиентскую базу, и дальше вы его догоняете через там куши, чтобы он повторно уже заказывал у вас без комиссии агрегатора. То есть таким образом мы агрегаторов немножечко можем подсасывать эту клиентскую базу. Что у нас получилось в нашем случае? Мы вот видим, что у меня есть отдельный источник трафика. То есть я могу точно знать, сколько с этой листовочки ко мне в базу попало, как их зовут, сколько денег. Вот мы видим, что 206 человек оцифровалось. Да, от агрегатора 92 стали нашими постоянными покупателями, и они дополнительно у нас купили на 776 рублей. Это тот, соответственно, товарооборот, который мы уже сделали от клиентов из агрегатора и не заплатили комиссию. Ну, 35% отсюда можете посчитать, собственно, какая составила, ну, наша выгода, да. Вот, по поводу отправки тоже, да, многие вначале не запускают доставку, потому что не понимают, как, ну, организовать логистику. Пожалуйста, везде сегодня Яндекс.Доставка. Вы на старте, да, это дорого и не очень эффективно, 100%, но это то, что позволит вам быстро запуститься и не, скажем так, тратить время и ресурсы энергии на создание собственной логистической службы. Для начала вы можете начать отправлять какие-то заказы на такси. Как только вы увидите, что у вас в день условно там 8, 10, там 20 заказов в соответствии с вашей там финмоделью, вы понимаете, что вам уже выгоднее нанимать там своего собственного курьера, вы перейдете на этот этап. Но вам хотя бы на старте вы не будете тормозить, да. То есть важно здесь в бизнесе, понимаете, не тормозить. Важно принимать быстрые решения, делать действия, потому что, ну, вот у меня есть такое любимое, да, там, цитата, не знаю, где я его взял, «Один быстрый, двух умных съедает». Да, скорость, она важна. Мы сегодня понимаем, что мир развивается таким образом, что сегодня без работы в онлайн, не предоставляя свои там товары в онлайн, ну, мы точно упускаем, мир двигается в эту сторону. И если вы как бы не смотрите в это направление, то вопрос, ну, как бы, как вы планируете дальше развиваться, защищаться, да, там, от нападения, там, условно, крупных федеральных сетей, они по-любому будут эту долю рынка отжигать. Поэтому нам это нужно сделать. И стартовать на формате, там, доставки такси – это то, что вам позволит просто сделать это быстро, начать, да, там, это делать. Сарафанное радио – суперпростой инструмент. Все мы знаем, как это работает. И я могу сказать, что там в том же Тинькофф Black, да, там, в банке Тинькофф порекомендую другу Тинькофф Black, получи, там, 500 рублей. То тоже самое. Внутри есть простой механизм, который позволяет людям рекомендовать. Вот эта вот статистика справа, вы можете посмотреть, да, за последний месяц, 20 ноября по 20 декабря, в моем заведении только вот за последний месяц дополнительный товарооборот более, ну, там, 200 тысяч, да, с хвостиком. Это же прекрасно, понимаете. На 200 тысяч я продал дополнительных, сделал продаж у себя, затратив 0 рублей. Ну, там за рекомендации есть какие-то бонусы, там мы можем их посчитать. Но, грубо говоря, это супернизкая вообще затрата на маркетинг. Я не знаю, есть у кого-то сегодня, вот сейчас, кто меня слушает, есть инструмент, который позволяет вам дополнительно сделать 200 тысяч продаж, затратив меньше, вы мне его напишите, я его обязательно применю. Я за все это время пока не нашел ничего круче. Ну, это же здорово. Это уже запущенный механизм, наши гости знают, как это работает, сотрудники, официанты им об этом рассказывают, вовлекают, и мы постоянно-постоянно получаем дополнительные продажи за сарафанку. Окей. Автоматизация CRM-маркетинга. Что мне здесь нравится? Есть крутые вообще внутри автоматизированные сценарии. То есть я могу настроить историю. Если, допустим, человек у меня получил бонусную карту, не знаю, больше после этого не покупал больше 20 дней, система его автоматически отфильтрует и отправит какой-то промокод, какой-то сертификат с ограниченным сроком действия. Вот это вот отдельный классный пример. Смотрите, мы сделали сертификат. Возвращайся, мы ждем тебя на 3000 рублей, которым можно списать до 20% от суммы чека. Мы выдали его 597 клиентам. И это были люди, которые не покупали уже прямо давно. Прямо давно-давно. То есть такие, скажем, можно сказать, охладевшие, уснувшие часть клиентской базы. И мы дополнительно получили от этих ребят 22 покупателя на 65 тысяч рублей. То есть то, что у меня есть не просто собранная информация о гостях, а я знаю, когда они покупали в последний раз, у меня есть инструмент коммуникации. Дополнительно с этой вот, казалось бы, уснувшей базы я получил себе дополнительно 65 тысяч рублей. И это можно сделать автоматически. Ну, это же прекрасно. Это ли не чудо? Общая выгода у меня составила более 20 миллионов за 6 лет работы. Представляете, 20 миллионов. 20 миллионов. На тот момент на старте было много рассуждений. Надо, не надо, как будет работать, не как будет работать. Да, конечно, на старте я вообще понятия не имел, как оно в итоге все сработает. 100%. Я не знаю, кто вообще обладает такими суперзнаниями, там, кто Ванга, Нострадамус. И вы можете на старте внедрения какого-либо инструмента или открытия бизнеса точно сказать, каким результатом вы придете через, там, 3-5 лет. Я такого, ну, не знаю. Может быть, если вы одно и то же открываете уже, там, не знаю, 10-20 раз, у вас уже все понятно. Я ничего не понимал. Я просто благодарен себе, что на этом этапе просто не тупил, а больше просто делал действия. Понимаете, простые, понятные. Есть опыт, там, понятие, да, там, используя best practice. Ты просто берешь их, внедряешь, как бы, и делаешь. И делаешь выводы, когда ты уже что-то применил и попробовал, да. Тогда это, как бы, ну, не знаю, что это такое, серьезный предпринимательский подход. UDS – это про деньги. Мне очень нравится это выражение. Оно, блин, простое, понятное. Еще раз повторюсь. Без каких-либо розовых очков, да, лишних иллюзий я внедряю в себе те инструменты, которые влияют на мою чистую прибыль. И, собственно, мой любимый лозунг «Меньше слов, больше действий». Я знаю, что сейчас есть классная оффер, да, то есть для тех, кто… Новогодний подарочек. Короче, не тормози, Леонид, все верно. Да, не тормозите. Вы сегодня можете, да, взять этот сервис, начать, наконец-то, действовать. Не впадать в вот эту новогоднюю… Я ненавижу вообще вот эту новогоднюю… Ну, как бы, поймите меня, я предприниматель, и вот эта вот история, давайте после праздников, которая уже началась, меня просто вот это вот телепает. Люди, которые до 15-го числа в себя не могут прийти, меня просто бомбит от этого и бесит. Я 3-го числа уже готов работать и пахать, я не могу сидеть дома, мне все это надоело. Поэтому, ребята, не впадайте в этот новогодний конфуз и ступор, больше действуйте. Кроме нас, предпринимателей, никто за нас ничего не делает. Все, ребят, меньше слов, больше действий. Я в вас всех верю. Все, всем хороших праздников. Много оливьешек не кушайте, из работы не выпадайте. Всем удачи в делах. Сабир, тебя не хочется отпускать, как всех сегодня вас, кто уже дал свои темы. Я просто еще раз в очередной… Я тебя-то знаю давно, ты клиент системы UDS, ты наш коллега и партнер. И, ну вот, как я и говорила, про твое мышление, да, ну только ты мог сказать, что онлайн заказы и доставка – это безграничная сеть филиалов. Это вот про то, как надо думать предпринимателя, к примеру, да. И то, как ты вот смотришь и при этом не боишься что-то именно пробовать, действовать, без ожиданий получится это или нет, правильно ты это делаешь или нет. Как говорится, время и потом цифры покажут, да. Самое главное еще, что и цифры, не только время. Поэтому я тебя благодарю за этот потрясающий опыт, потому что, знаешь, ну было, есть, когда проводишь какие-то такие мероприятия, всегда, ну, определенный риск, что можно вот с такой личной историей в какую-то уйти в воду. Мы знали, что никакой воды с тобой точно не будет. Спасибо тебе огромное. Остаемся в эфире. У нас финальный сейчас будет спикер. И, конечно, попрошу сейчас модераторов эфира еще раз нам показать то самое новогоднее предложение. И я хочу тоже наших коллег, партнеров компании немножечко сейчас погрузить в какие-то, может быть, детали, потому что акция – это всегда что-то ограничено либо во времени, либо в количестве, да. Поэтому давайте еще раз сейчас разберемся. Так, просьба тоже еще раз тарифы напомнить. Вот Сабир использует всегда систему UDS, да, которая 20 миллионов ему принесла общей выгоды, общей тотальной как бы пользы в деньгах. А все это удовольствие стоило Сабиру, ну, один раз покупка системы за 76 тысяч рублей и подписка в год там за 25 тысяч рублей. Хочу, кстати, обратить внимание, почему, и вот, кстати, тоже возвращаясь к вопросу, а что делать на новогодние праздники, прекрасная возможность спланировать что-то, внедрять что-то новое, применять. И я хочу напомнить, если вы вдруг не знали, и текущим клиентам это говорю, и новым клиентам, что у нас озвучены сегодня стоимость и цены действительные до 1 февраля. С 1 февраля будет незначительное увеличение стоимости на 800 рублей в месяц, это неогромные деньги, впадать в ком от этого тоже не надо. Это, к сожалению, больше невозможно было сдерживать цены, потому что за 9 лет существования продукта UDS цена меняется второй, цена меняется всего лишь второй раз. Не так, как это принято во всех компаниях, ежегодная индексация. Нет, это вот как бы такая вынужденная уже была мера. Поэтому сейчас тарифы абсолютно доступны и будут доступны всегда. 2,5 тысячи рублей это тариф Lite, да, это база, которая уже дает возможность участвовать в розыгрыше в той самой акции. И еще у нас 2 тарифа Pro версии покупки программы и ежемесячная подписка, то есть покупка 76 320 и подписка в месяц 2,5 тысячи рублей. Либо не приобретая программу и не покупая ее, можно просто быть на подписке за 8,5 тысячи рублей. Сами смотрите, как вам выгоднее, как вам лучше, и тот и другой вариант вас функционально не ограничивает. Другие особенности какие-то по тарифам обязательно вас проконсультируют наши партнеры, наши коллеги UDS. Поэтому рассчитайте тариф лично для себя и выберите подходящий. Ну и теперь к акции. Перехожу уже к нашему спецпредложению, приобретая программу. А сейчас я знаю, предприниматели находятся в хорошем таком, у многих высокий сезон. Я думаю, что 76 тысяч рублей у вас в кассе, дай бог, чтобы это как минимум ежедневная выручка была. Приобретая систему за 76 тысяч рублей, вы получаете в подарок рекламный баннер в мобильном приложении UDS в вашем городе, в котором размещена ваша компания, сроком на 2 недели. Если вы регистрируете свою организацию, подключаете к UDS и оплачиваете данный тариф в период с 20 по 27 декабря. Важный нюанс. И по первому и по второму предложению в этой акции могут принять участие те компании, которые соответствуют условиям модерации прохождения для рекламы. То есть, если у вас вдруг вид бизнеса, не знаю, алкогольный, табачный или еще какие-то ограничения в сфере деятельности, где мы не можем предоставить по закону данную рекламу, эта акция вы тогда не сможете воспользоваться. Поэтому учтите этот важный тоже момент. Ну и все абсолютно новые компании, которые приобретают наш сервис, тоже с 20 по 27 декабря на любом тарифе, рассрочка, аренда, лайк, то есть любой из этих тарифов, а также наши текущие клиенты, кто сегодня был на эфире, и вы продляете годовую подписку в этот срок, да, годовая подписка тоже дает вам еще 2 месяца в подарок, вы получаете возможность участвовать в розыгрыше таких же трех рекламных баннеров. Вот, очень клевое предложение, поэтому я вам рекомендую им воспользоваться. Все подробности мы еще выложим в телеграм-канал, просьба тоже модератора, у нас закреплен телеграм-канал в чате, напомню, что это ссылка, подпишитесь туда, потому что много полезной информации после эфира мы выложим туда. И записи, и презентации спикеров, а также в телеграм-канале будут ответы к спикерам, которые вы задавали здесь на эфире. Ну что, я сейчас хочу тоже уже представить нашего коллегу, который зафиналит наш эфир интересным выступлением. Я прям вот уже получаю удовольствие от того, что мы сейчас с этой темой немного поработаем, расширим свой кругозор. Мне кажется, нас сегодня точно чем-то удивит Петр. Петр Беляев, это предприниматель, он занимается и в сфере диджитал, является консультантом, также у него есть инвестиционное направление. Он парень, который любит свободу, любит путешествия, сейчас уже с семьей живет два года на Бали, и вот проявил тоже большое любопытство к теме искусственного интеллекта, которую тоже начинает применять и в своей работе, и в работе со своими клиентами. Поэтому, Петр, мы тебя ждем, выходи в эфир. Рада тому, что сегодня мы на эту тему поговорим. Так, ждем тебя, подключайся. Да, все, вижу. Юля, привет. Привет. О, у тебя тоже такой красивый фон, все, передаю слово, давай работать. Благодарим, благодарю за представление. Друзья, всем привет. Меня зовут Петр Беляев, два слова еще скажу о себе. Да, я предприниматель, инвестор, у меня есть большая экспертность в инвестировании на рынке ценных бумаг. Я веду свой блог о финансовых инвестициях. Два года мы с семьей живем на Бали, и кроме этого у меня есть направление. Это консалтиковая компания по нейросетям и цифровым решениям для бизнеса, которое называется DigitBiz. И тема моего сегодняшнего выступления – это искусственный интеллект для бизнеса, возможности и риски. Ну, первым делом давайте поговорим о рисках. Главный, пожалуй, риск в искусственном интеллекте, в нейросетях для бизнеса – это не смотреть в эту сторону. То есть не использовать нейросети, поскольку высокая вероятность, что ваши конкуренты, скорее всего, будут это использовать и могут существенно оторваться от вас. То есть те предприниматели, которые сегодня не изучают возможности нейросетей, рискуют просто отстать от рынка. Итак, поехали. План моего выступления следующий. И вначале мы поговорим об искусственном интеллекте для бизнеса. Я расскажу, что такое чат GPT – это главная на сегодня нейросеть. Покажу практические примеры нейросети в бизнесе. Расскажу вкратце, какие еще есть нейросети с примерами. И во второй части своей презентации я поделюсь конкретным практическим планом, как вы можете бесплатно находить ваших клиентов в социальных сетях. Ключевое слово – бесплатно. Итак, чат GPT. Что это? Это искусственный интеллект, у которого, пожалуй, отсутствует только самосознание. В остальном это языковая модель, которая вмещает в себя весь накопленный опыт человечества за всю историю. То есть представьте, эта сущность, этот интеллект знает все, что когда-либо знала, открыла, изведала человечество. И ключевая особенность этой модели заключается в том, что она может сама обучаться. То есть как только один нейроузел, нейросети, узнает какую-то новую информацию, мгновенно, в микросекунду, все остальные нейросети, все остальные узлы тоже знают эту информацию. Люди, к сожалению, так не могут. Представьте, Альберт Эйнштейн после какого-то квантового открытия в одну микросекунду телепатически во все головы населения нашей планеты смог бы передать эти знания. К сожалению, мы так не умеем, а вот искусственный интеллект так умеет делать. Что делает из него, по сути, самого гениального, самого эрудированного, самого умного, просвещенного помощника, который может помочь вам абсолютно в любом вопросе практически, но самое главное, нужно уметь задать ему правильный вопрос. И вот этот правильный вопрос с достаточным количеством деталей, с нужными критериями, это называется промпт. Умение составлять промпты может позволить вам встроить искусственный интеллект, ну, по сути, в свою деятельность, и вы можете очень быстро прогрессировать, ну, практически вообще во всех направлениях. Какие задачи может решать ChatGPT? Ну, это могут быть какие-то повседневные задачи личного характера. Например, ChatGPT «Составь мне меню на неделю с учетом того, что у меня белковая диета и калорийность в день не превышает столько-то калорий, и при этом я предпочитаю блюда из морепродуктов». Щелк, и у вас уже есть меню на неделю там с конкретными рецептами и ингредиентами. Или, например, скажем, вы хотите отдохнуть семьей, и вы направляете ChatGPT такой запрос. ChatGPT «Найди мне пять лучших мест для семейного отдыха с детьми двух-трех лет в пределах десяти километров от локации, где я нахожусь». Буквально несколько секунд, и вы получаете предложение. То есть вам не надо ничего там гуглить, да, инвестировать свое время в какие-то поиски, какие-то отзывы. За вас это делает не рассеет. Также ChatGPT может решать, разумеется, профессиональные задачи. Это может быть, например, какой-нибудь обширный анализ научных каких-то обширных знаний, больших массивов данных. То есть это может и применяется в науке. Может применяться, например, в программировании. Скажем, ChatGPT может проанализировать программный код и найти программные ошибки. То есть сэкономив тем самым команде разработчиков десятки, может быть, сотни даже часов времени. Или вовсе помочь написать этот код под запрос, под определенные критерии. Ну и, разумеется, искусственный интеллект может и применяется в бизнесе. Это тоже мог быть самой обширной задачей. То есть, по сути, все ограничивается только полетом вашей фантазии. Это может быть поиск какой-то бизнес-стратегии, каких-то зон роста для вашего бизнеса. Может быть, анализ рынка. Ну вот хороший пример. Моя сегодняшняя презентация тоже составлена при помощи нейросети. То есть нейросеть проанализировала аудиторию, подобрала очень важные, наиболее интересные, ключевые моменты, на которые мне следовало бы обратить внимание. И вот, пожалуй, идея. Я так полагаю, здесь очень много предпринимателей на площадке UDS. Смотрите, у вас есть огромные массивы данных в UDS от использования этого инструмента в вашем бизнесе. То есть, по сути, вы можете брать и загружать эти данные в чат GPT. Не персональные данные клиентов ни в коем случае. То есть исключительно данные по экономике. И тем самым вы можете делать чат GPT своим помощником в более профессиональном использовании такого классного инструмента, как платформа UDS. То есть просчитать, какая у вас там реальная скидка, просчитать какие-то новые бонусы акции, может быть, оптимизировать какое-то соотношение баллов и так далее, и так далее. Повторюсь, все ограничивается только полетом вашей фантазии. Если вы не самостоятельно используете UDS, а прибегаете к услугам профессиональных консалтеров, те, кто профессионально занимается внедрением, вот можете чат GPT вместе брать на вооружение, уходить от каких-то сложных расчетов, калькуляторов, а чат GPT может вам анализировать, в общем, огромные массивы данных и выдавать какие-то классные решения под ваш запрос. Какие примеры? Давайте посмотрим практические примеры использования чат GPT в бизнесе, так чтобы эта информация была не абстрактная и как бы была максимально предметной. Два слова скажу. У кого-то, возможно, сейчас появляются такие уже мысли, что там же какие-то сложности там с оплатой и так далее. Смотрите, все максимально просто. Достаточно разобраться один раз, как оплачивать иностранные сервисы. После эфира можете мне написать, в конце презентации будут мои контактные данные, я поделюсь бесплатной видеоинструкцией, как можете оплачивать иностранные сервисы. Это не только нейросеть, не только чат GPT, а вообще абсолютно любые. То есть достаточно один раз в этом разобраться. Ну и также, если у кого-то сложности с подбором VPN, я поделюсь бесплатным абсолютно VPN, которым сам пользуюсь и который рекомендую своим клиентам. Окей. Итак, практические примеры, как мы можем использовать чат GPT. Ну, смотрите, первый пример – это вы можете, например, у вас стоит задача, ключевая история за короткое время проанализировать вашего партнера, контрагента, может быть, подрядчика, то есть какую-то сторону, с которой вы планируете вступить в взаимодействие в предпринимательское. И тем самым вы можете получить, ну, концентрат знаний, да, вот концентрат самый по результатам вот этого обширного анализа. Давайте на примере, скажем, я предприниматель, который услышал о сервисе UDS и за короткое время хотел бы понять, что это за продукт, какие преимущества он предполагает. Вот я хочу очень быстро понять, да, решить для себя эту задачу, и чтобы, ну, дальнейшее решение какое-то предпринимать. Смотрите, что в этом случае можно сделать. Так, сейчас я сделаю демонстрацию экрана, чтобы вы все видели. Идет моя демонстрация. Напишите плюсики, если все видно, что происходит у меня на экране. Есть, отлично. Итак, смотрите, что мы делаем. Я хочу, повторюсь, в кратчайшие сейчас, ну, за короткий срок, понять, что такое программный продукт UDS, какие преимущества для моего бизнеса он несет. Я просто в обычном поиске Google вбиваю UDS App, захожу на сайт компании, естественно, сразу выбираю функционал, который предназначен для бизнеса. И, смотрите, просто копирую все данные сайта, после чего захожу в ChatGPT. Я рекомендую пользоваться последней моделью, ChatGPT 4, да, это платная модель, потому что есть еще третья версия, она уже устаревшая, то есть она не обновляется после 2021 года. И вот, вы скопировали данные с сайта UDS, вставили сюда, и после этого сопровождаете вашим запросом. Например, проанализируй, что это за компания, какой продукт она предоставляет, и какие преимущества, в чем конкурентные преимущества. Отправляем запрос и наблюдаем, как ChatGPT, проанализировав данные, формирует ответ под наш запрос. UDS Business – это компания, предоставляющая полный комплекс инструментов для увеличения прибыли предпринимателей. Основной продукт компании – программа лояльности, которая помогает бизнесу привлекать новых клиентов и удерживать существующих. Продукт UDS включает в себя более 30 инструментов, дальше перечисляются какие это инструменты, управление клиентской базой, стимулирование повторной продажи, контроль оттока. Далее говорится о том, что есть интеграции со сторонними сервисами. Apple Wallet, Gpay. Преимущество UDS очевидно. Он способствует росту числа повторных покупок, повышает прибыль, улучшает лояльность компании, ну и так далее. Платформа UDS легко интегрируется с более 50 популярными учетно-кассовыми системами, что делает ее использование, ее решение еще более удобным. Здесь же, смотрите, сразу краткий анализ по тарифным планам выдает. То есть, посмотрите, да, я буквально меньше чем за минуту я получаю концентрированные знания для себя, концентрированную информацию по результатам анализа, что, соответственно, вот в данном случае продукт UDS себя представляет и какие преимущества он несет. Давайте посмотрим следующий кейс. Скажем, вы предприниматель, и вы подбираете CRM-систему для своего бизнеса. При этом вы присматриваетесь к продукту Bittrex 24 и, скажем, к AmaCRM. И вы хотели бы за короткий промежуток времени получить сравнительную характеристику и, соответственно, главное понять минусы от использования того или иного сервиса. Потому что, как правило, нам говорят о плюсах, но о минусах нам не говорят. А вы хотели бы сразу понять возможные недостатки от использования данных сервисов. Что вы делаете? Вы просто так же в гугле забиваете Bittrex 24, смотрите, находите, значит, сайт, да, так, Bittrex 24, тарифы и цены. Давайте зайдем сюда. Ага, вот вкладка возможности, да, где, конечно же, описание программных каких-то характеристик. То же самое, просто копируем эту информацию, заходим в чат GPT, вставляем эти данные, после чего забиваем в гугл-поиски AmaCRM и заходим также на страничку, где описываются тоже программные характеристики. Аналогично копируем это, после чего идем в чат GPT, вставляем и сопровождаем нашим запросом. Каким, например? Проанализируй эти программные продукты, приведи сравнительную характеристику в табличной форме, укажи минусы каждого сервиса. И смотрим, что языковая модель нам отвечает. С удовольствием выполню эту задачу. К сожалению, указанные данные были предоставлены в видеоописании, без конкретного названия сервиса или продукта, значит, подобие Bittrex 24 или AmaCRM. К тому же информация не слишком подробна. Могу собрать общую информацию, говорит чат GPT. Окей, смотрим, что дальше. Цена интеграции, однако лучшим решением будет, если вы могли бы уточнить название конкретных продуктов сервисов. Где-то видно с Bainula. Давайте еще раз мы скопируем данные. Так, мы вставляем первый сервис. Дальше. Мы вставляем второй и сопровождаем нашим запросом. Просим проанализировать и привести конкретную сравнительную характеристику. Так, что нам говорит языковая модель? Давайте сравним два продукта. Для сравнительного анализа выберем следующие параметры. Функциональные возможности, цена, поддержка интеграции, поддержка мобильных устройств, внедрение и поддержка. И как мы просили, в табличной форме чат GPT начинает проводить сравнительную характеристику данных сервисов. И, как вы помните, мы попросили еще сразу подсветить какие-то минусы от использования того или иного сервиса. Итак, смотрим. Функциональные возможности. Детали по Bittrex 24. Вот, кстати, сразу упоминание, что поддерживает тоже AI, да, то есть поддерживает нейросет CopyPilot. AmaCRM – простой, понятный интерфейс, автоматическая фиксация заявок, интеграция с телефонией, ну и так далее. Упоминание о ценах для Bittrex, для AmaCRM. Дальше информация идет по интеграции. Bittrex 24 поддерживает интеграции с десятками сервисов. AmaCRM предлагает широкий набор интеграций, включая телефонию и социальные сети. Поддержка мобильных устройств. Информация по внедрению и поддержке. И вот оно, минусы каждого сервиса. Bittrex 24 – система может быть излишне сложной для малых бизнесов. Качество видеозвонков может зависеть от стабильности интернет-соединения. И для некоторых интеграций требуется платная версия. Ну и сейчас, естественно, чат GPT покажет нам минусы AmaCRM. Сразу говорится о дополнительных затратах на интеграцию. Автоматическое ведение воронок продаж может потребовать запуска автоматизированных ботов, что требует дополнительные затраты. То есть вот те самые подводные камни, которые, естественно, на сайте очевидным образом не отражены. Но, тем не менее, чат GPT их очень быстренько проанализировал. И уже есть, скажем так, следующий рубеж для принятия решения. Скажем, теперь я хочу уточнить. Опиши больше минусов этих сервисов. Есть ли у меня мебельное производство? То есть я углубляюсь в вопрос, да, я конкретизирую его. Конечно, я пишу некоторые минусы обоих CRM-систем. AmaCRM и Bittrex специально сфокусировавшись на особенностях, которые могут повлиять на ваше мебельное производство. Обратите внимание, языковая модель понимает контекст. То есть мне не пришлось заново формировать запрос, снова говорить о своей компании и о том, что, собственно, я там подбираю сервис. То есть я просто сказал, что уточни детали для мебельного производства. И система, да, нейросеть, она понимает контекст, и она продолжает, в общем, диалог со мной точно так же, как это делал бы живой человек. Итак, AmaCRM – это ограниченная функциональность. AmaCRM обычно дополняет кастомизацией сторонних интеграций. Отсутствие необходимых отчетов, которые важны для производственной компании. Ну и так далее, да. Значит, сложности использования в Bittrex 24, недостаточная локализация. Некоторые функции, инструкции могут быть плохо переведены на русский язык. Сложности с кастомизацией. Ну и так далее, друзья. То есть в данном случае уже языковая модель, она выдает концентрированный анализ для мебельного производства. А если мы спросим, какие альтернативы сервисам AmaCRM и Bittrex 24 для мебельного производства ты предложишь? Она сейчас заканчивает формировать свой ответ. Это самые общие недостатки, которые возможно учесть при выборе CRM бизнеса в сфере мобильного производства. Тем не менее, обе системы обладают большим количеством полезных функций и могут быть адаптированы под потребности большинства компаний. Окей. Итак, какие альтернативы сервиса AmaCRM и Bittrex 24 для мебельного производства ты порекомендуешь? Мы скидываем этот запрос и смотрим, как в наших глазах буквально за секунды начинает формироваться список альтернативных программных продуктов, то есть CRM-систем, которые подходят для мебельного производства в данном случае. ERP-системы – это решения, которые могут управлять всеми бизнес-процессами компаний и так далее, PubDrive, ну и так далее. Естественно, сейчас GPT выведет, я так полагаю, порядка 10, наверное, каких-то альтернатив, раз уж мы ее об этом попросили. Двигаемся дальше. Скажем, для чего еще? Какой еще может быть пример в использовании в бизнесе? Так, позвольте мне вернуться на платформу. Отлично вижу, да, ваши комменты. Друзья, делитесь, кстати, пожалуйста, вашими инсайтами, если уже сейчас вы сообразили, как можете в вашем бизнесе применить, да, если у вас какие-то новые идеи, пишите в чат. Очень круто. Значит, все ли видно? Все ли видно? Дайте, пожалуйста, плюсики в чат. Все ли видно? Могу ли я продолжать? Есть плюсики. Отлично, продолжаем. Итак, верну вас в контекст. То есть представьте, я предприниматель, и я хочу, чтобы чат GPT выступил в роли, ну, скажем, какого-то бизнес-аналитика, бизнес-наставника, и помог мне детализированно под мой запрос с учетом описания моей компании, детали описания моей компании и текущей ситуации сформировать максимально конкретную прикладную для меня бизнес-стратегию. Чтобы вот этот пример был не абстрактным, а каким-то конкретным, я вчера, готовя эту презентацию, связался со своим хорошим знакомым. У него мебельное производство в Москве. Я позадавал ему вопросы, собрал общую информацию о компании и о текущей ситуации, а также вот какие уже есть наработки в части бизнес-стратегии. Смотрите, мы компания по производству мебели для коммерческих и частных заказчиков. Цель – это вывести эту компанию к тендерным заказам на изготовление мебели с суммарной ежегодной выручкой более 30 миллионов, ну, вот, как я сказал, за 5-10 лет. Дальше идет описание миссии, ценности, делался ли свод-анализ и, соответственно, в каком объеме он делался. Сильные стороны компании, слабые стороны компании, ее возможности, угрозы. Ну, вот, угроза, например, это перебои в поставках иностранных комплектующих, поскольку компания изготовляет и из российских комплектующих мебель, и из иностранных. Целевой рынок – это коммерческие организации, медицинские центры, школы, заведения, рестораны, сферы, частные заказчики и так далее. Соответственно, какой делался конкурентный анализ, какая уже существует маркетинговая стратегия, какой есть бюджет на развитие бизнеса. В данном случае вот у предпринимателя 5 миллионов бюджет на развитие. И какими критериями, то есть какими показателями KPI он планирует измерять прогресс реализации этой цели. Итак, все это я накидал. И копируй эти данные, вставляй в чат GPT, сопровождая соответствующим запросом. Ты выступаешь в роли опытного бизнес-аналитика, проанализируй данные о моей компании и составь бизнес-стратегию развития на ближайшие 5 лет для реализации описанной цели. Смотрите, мы копируем это. Идем в чат GPT. Вставляем. И смотрим, как на наших глазах самым умным интеллектом на планете формируется бизнес-стратегия развития нашей компании. Шаги и стратегии развития для вашей компании могут включать следующее. Оптимизация логистики. Одним из слабых мест, упомянутых в анализе свод, является логистика, что действительно так. Целью улучшения этого аспекта стоит исследовать возможности для внедрения автоматизации, например, программ управления цепочками поставок. Это может помочь в ускорении процессов, уменьшении ошибок. Дальше, следующий пункт. Укрепление взаимоотношений с поставщиками. И какие-то, соответственно, детали. Краткое описание. Расширение рынка. Вы уже обозначили свой целевой рынок, но следует рассмотреть модели расширения деятельности. Это может включать стратегию франшизы, как вы упомянули, или открытие новых точек продаж. Ну и так далее. Увеличение узнаваемости бренда. Итак, мы смотрим, как, по сути, на наших глазах формируется пошагово бизнес-стратегия, на что можно обратить внимание. И здесь все зависит уже от нашего запроса. Мы можем в любой момент, в любом из пунктов еще углубиться. Причем углубиться настолько, насколько нам это нужно, чтобы детально разобраться в вопросе. Например, скажем, оптимизация логистики. А какие здесь могут быть шаги? Вот хотелось бы уточнить, поскольку это на сегодня самое слабое место в компании. Соответственно, я могу направить следующий запрос. Опиши пошагово, что нужно делать, чтобы улучшить логистику. То есть в контексте этого разговора нейросеть, понятно, поймет, о чем идет речь. И уже я с ней буду углубляться именно в вопрос логистики, чтобы конкретизировать свою бизнес-стратегию. Итак, ответ закончен. Опиши пошагово, что нужно делать, чтобы улучшить логистику. И мы получаем ответ. Для оптимизации логистики следует провести ряд конкретных действий. Анализ текущей ситуации. На первом этапе необходимо провести глубокий анализ текущей логистической системы. Это включает в себя изучение этапов от приема заказов до его доставки. Также важно учесть обратную логистику. Идентификация проблем болевых точек и так далее, и так далее, и так далее. То есть в каждом непонятном моменте вы можете еще больше углубляться, углубляться, постепенно, получая прикладной план, по сути, от нейросети, которая сейчас выступает в роли бизнес-наставника, в роли маркетолога, в роли бизнес-аналитика. Как вам такие примеры, друзья? Накидайте, пожалуйста, ваших реакций, если показалось, что это интересно. Возможно, какие-то есть идеи. Так, я вернусь в комнату. Отлично. Да, вижу ваши реакции. Вижу вопросы по поводу цен. Последняя версия Charger 5, она не бесплатная. Она стоит 20 долларов в месяц. Но давайте эти вопросы мы оставим в чат, в Telegram-чат, поскольку у нас тайминг. Двигаемся дальше. Какие еще есть нейросети? Естественно, Charger 5 – это не единственная нейросеть. Их на сегодня сотни уже существуют. И вот я до вас еще буквально несколько примеров собрал, чтобы просто наглядно показать, какие еще бизнес-задачи можно решать. Сервис Luka. Здесь вы можете за 10 минут создать крутейший логотип, как будто его делал профессиональный дизайнер, просто указав название вашей компании, какая ниша и какие-то ваши предпочтения, например, цвета. И буквально за 10 минут вам нейросеть создаст несколько вариантов ключевое, да, то есть несколько вариантов опционального логотипа и сразу же еще покажет, как это выглядит сразу на блокнотах, на ручках, то есть на различных аксессуарах. Дальше. Сервис TenWeb. За полчаса буквально без каких-то технических познаний можно сделать полноценный сайт. Вы просто загружаете информацию о том, что у вас за компания, как она называется, сфера деятельности. Еще отвечаете буквально на 4-5 вопросов, и нейросеть на ваших глазах создает крутейший сайт с фотографиями, с размещением, соответственно, каких-то объектов, шрифтов, так как это сделал бы профессиональный дизайнер. И при этом, если вам что-то не нравится, вы можете попросить нейросеть поменять там цветовую гамму или поменять какие-то объекты, их расположение и так далее. И все это делается без каких-то технических познаний, то есть любой вообще сможет разобраться. Окей. Дальше. Нейросеть Attention Insight. Вы заходите на сайт attentioninsight.com и просто копируете ваш сайт, вставляете сюда в нейросеть и просите проанализировать свой сайт. И смотрите, что она вам подсвечивает. Она подсвечивает, куда смотрят пользователи вашего сайта. Не в том смысле, что куда они фактически зашли и посмотрели, а система понимает человеческую физиологию. И эта нейронка, она способна понять, в зависимости от комбинаций цвета, скажем так, фона, шрифта, его размера, она может понять, куда будет смотреть человеческий глаз пользователя вашего сайта. И не просто это подсветить вам в свете, а еще дать свои рекомендации. Дать рекомендации, что где лучше оптимизировать, чтобы ваш сайт был максимально эффектным, эффективным, то есть и решал бы ваши задачи. Окей. Двигаемся дальше. На самом деле, за 20 минут невозможно вам рассказать все возможности нейросетей. Я за последний год проанализировал больше 400 нейронок, и они решают совершенно вообще разнообразные задачи, от каких-то рутинных задач до написания текстов, создания профессиональных дизайнов для маркетинга, для создания профессионального видеоконтента. То есть все, что угодно, да, под любой ваш допрос, есть на сегодня нейросеть, есть решение. И поскольку невозможно это все вам рассказать сейчас, я предлагаю вам изучать возможности AI вместе со мной. То есть, по сути, я вот сейчас изучаю нейросети, я самый концентрат выкладываю в своих социальных сетях. Это Telegram-чат, это мой Инстаграм, который ныне запрещен на территории Российской Федерации. И вот так вы можете, по сути, держать руку на пульсе, да, смотря какие-то мои разборы, и отслеживать возможности различных нейросетей для вашего бизнеса. То есть находите им практическое применение. За скриньте контакты, подписывайтесь, и давайте изучать AI вместе. Окей, двигаемся дальше. Первую часть мы с вами обсудили по нейросетям искусственного интеллекта, а сейчас переходим ко второй части, как увеличивать количество подписчиков, клиентов через соцсети. Как вам, кстати, контент по первой части? Напишите в чате, поделитесь. Ну вот мне очень важно видеть, есть ли какие-то осознания, есть ли какие-то инсайты. Возможно, уже какие-то практически прикладные идеи у вас появились. Поделитесь, мне очень, для меня очень интересно, да, будет почитать эту обратную связь, потом записи все пересмотреть. Окей, мы продолжаем. Как увеличивать количество подписчиков и клиентов через соцсети? Ну, первая мысль, которую я хотел бы, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, какая бы ниша ни была у вашего бизнеса, ваши клиенты сидят в соцсетях. Это факт. Нравится это или нет, люди любят сидеть в интернете, смотреть всякую хрень. Ну и не только хрень. То есть ваши клиенты 100% сидят в соцсетях. Напишите в комментарии, кто так же, как я, считает, что его клиенты сидят в соцсетях, то есть много времени проводят в соцсетях. Представьте, что вы набрали 100 тысяч подписчиков на ваш аккаунт. Это может быть страничка в Инстаграм, который запрещен в Российской Федерации, может быть ВКонтакте. То есть абсолютно любая соцсеть. Представьте, что вы набрали 100 тысяч подписчиков. По сути, у вас больше никогда не будет недостатка в клиентах, потому что где бы вы ни находились, на Мальдивах или где-то в Москве, вы можете периодически выкладывать ролики, выкладывать какие-то оферы для этой клиентской базы. То есть, по сути, конвертировать ваших подписчиков в клиентов, а клиентов, естественно, в покупки, да, то есть в реальных клиентов. И, по сути, увеличивать прибыль компании. Мне очень прям запомнилась мысль первого спикера, Айрата Измайлова, о том, что бизнес – это ради прибыли. То есть все, что мы делаем – это только ради прибыли. Да, иначе это хобби. То есть бизнес – это ради прибыли. Соответственно, если у вас есть подписчики, вы легко можете их конвертировать в клиентов и, по сути, наращивать прибыль компании. Давайте поговорим, как набрать подписчиков с помощью экспертных рилс, вот даже для автосервиса. Я сейчас прям вам разберу кейс автосервиса. То есть вообще бизнес никак не связанный с онлайном, как вы понимаете, тем не менее, который набрал огромную клиентскую базу. И вот это ключевое заблуждение. Многие считают, что социальные сети – это для каких-то онлайн направлений, для онлайн курсов, для блога, для интернет-магазина, для консалтинга. Совершенно нет. Это для любого бизнеса актуально, поскольку клиенты любого бизнеса, даже офлайн бизнесов, таких как кафе, рестораны, магазины одежды, салоны красоты, автосервисы и так далее, все клиенты этого бизнеса, они проводят большое количество времени в социальных сетях. И мы просто как предприниматели обязаны находиться там, быть там, где проводят большую часть времени, соответственно, наши потенциальные клиенты. Ключевая история – наша ЦА. Окей. Смотрите, что это такой за способ? Это, по сути, создание короткого вертикального контента. Я сейчас поясню. Это короткие видеоролики, которые на сегодня наиболее востребованы. И это неспроста. Буквально два слова скажу, как так получилось. Смотрите, раньше, чтобы набирать подписчиков в Инстаграме, который запрещен в Фейсбуке, который тоже запрещен на сегодня в РФ, там, ВКонтакте, ну, в любых социальных сетях это стоило денег. То есть хочешь больше подписчиков – заплати. И органически аудитория росла, ну, очень-очень медленно, да, там, буквально на единицы, на десятки шел счет. И в какой-то момент появился сервис TikTok. Сервис TikTok, где какие-то поначалу были танцующие подростки. И что сделал этот сервис? То есть он начал короткий контент масштабировать на, ну, по сути, на всю аудиторию площадки, а не только, ну, на подписчиков на своих. И в результате, соответственно, это начало, ну, масштабироваться, потому что, по сути, ну, смотрите, вот на площадке есть те, кто создают контент, а есть вот обычные пользователи соцсети. Вот напишите, как вы думаете, кто главный? Кто главный? Тот, кто создает контент или тот, кто смотрит контент? То есть обычные пользователи аудитории. На ваш взгляд, кто главный в этой истории? То есть кто, ну, более востребованный, интересный для самой площадки? Какие мнения? Пользователь, 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 тот, кто смотрит, тот, кто смотрит. Вот это распространенная ошибка, друзья. На самом деле любой площадке важны контент-мейкеры, то есть те, кто создают контент. Почему так происходит? Они создают качественный контент, его смотрят, на этот контент приходит большая аудитория, и после этого каждая площадка может показать, смотрите, сколько у нас пользователей, смотрите, какая у нас активна, показать эту информацию потенциальным работодателям, и тем самым привлечь этих, прошу прощения, оговорился, рекламодателям, и тем самым привлечь этих рекламодателей на площадку. Ну, то есть, по сути, это речь о больших деньгах. Соответственно, когда вернемся к ТикТоку, когда он просто взорвал вот эту модель, то есть некоторые серьезные контент-мейкеры, которые создают видео вот не просто, где танцуют подростки, а качественное, профессиональное видео, экспертное, несколько контент-мейкеров перетекло на площадку ТикТок. Они сделали качественные ролики и буквально были ошеломлены. От одного ролика можно было набрать 10 тысяч подписчиков, 20 тысяч подписчиков. Представьте, и произошла некая такая революция, да, то есть контент-мейкеры стали перетекать на площадку ТикТок. Естественно, это не осталось незамеченным на других площадках, то есть в Инстаграме, который на сегодня запрещен, в Фейсбук, там, соответственно, Ютуб, да, все стали, ну, чесать, что называется, репу, думать, почему оттекают, почему происходит утечка контент-мейкеров. И в результате, ну, когда все все поняли, что это сейчас тренд, все площадки сделали возможность того, что вот этот короткий контент будет, соответственно, транслироваться на широкую аудиторию. И сейчас абсолютно все площадки борются за создателей такого контента, что и привело к увеличению качества этого видео, то есть оно стало гораздо круче, интереснее, красочнее, ярче. И, соответственно, площадка в результате получает приток пользователей, кто смотрит эти ролики, имеет возможность монетизировать эти данные, показывая их потенциальным рекламодателям, но и расплачивается соразмерно с создателями этого контента целевой аудиторией, то есть показывая эти ролики большому количеству людей. И ключевая история целевой аудитории, друзья. Потому что, вот, например, сейчас буду рассматривать автосервис, ну, согласитесь, ролики про автосервис не будет смотреть домохозяйка. Кто будет смотреть ролики про автосервис? Ну, конечно же, автомобилист, которому интересно решать какие-то задачи. И ключевая история, почему именно экспертные видео набирают миллионы просмотров? Потому что они приводят к какому-то результату, то есть они содержат какой-то рецепт, делая которых, соответственно, человек получает результат. Вот именно поэтому экспертные видео, они просто, что называется, вирусятся и набирают миллионы. Итак, смотрите, простой кейс. Автосервис вообще никак… Ребята, автосервис вообще никак не связанный с онлайном бизнес. Смотрите, с 300 подписчиков за 5 месяцев набрал 120 тысяч подписчиков, больше 120 тысяч подписчиков. И у меня есть данные, что этот предприниматель оцифровал в клиентскую базу 70 тысяч клиентов. То есть, естественно, большинство, кто подписывается, ну, это автолюбители. И понятно, что здесь указано, что это автосервис, автодрайв, город Москва. То есть, естественно, что большая часть этой аудитории – это, конечно же, москвичи, которые могут туда фактически приехать. Вижу ваши вопросы. Как так получилось? Ну что, давайте разберемся, как. Смотрите видео Рилс автосервиса. Давайте я сейчас сделаю демонстрацию экрана. Я вам просто покажу страничку этого автосервиса. Итак, мы видим сейчас, да, автосервис драйв. И смотрите, вот, пожалуйста, мы видим здесь обычный экспертный Рилс, на котором, ну, смотрите, сотрудники компании, то есть автомеханики какие-то, да, в спецовке, в одежде. Жив твой двигатель или мертв? 2,6 миллиона. Как правильно пользоваться климат-контролем? 13,1. То есть, смотрите, пожалуйста. И все, друзья, смотрите, меньше 13 секунд. И этот ролик набрал 13,1 миллионов просмотров. Интересно, сколько сотен или, может быть, тысяч подписчиков он принес создателю. Дальше, смотрите, 1,6 миллиона. Что нужно? Так, смотрим, как убрать ржавчину с кузова. Почему не заводится машина с АКПП? 2,2 миллиона. Как продлить жизнь двигателя? 86 миллиона. Вот как вам вообще такие цифры, друзья? Напишите в чат. И вот следующий ролик, смотрите, как убрать грязь и налет с лобового стекла. 7 миллионов просмотров. Запомните этот ролик. Я специально загрузил его сейчас вам на площадку, чтобы показать его. А потом я покажу, как я буквально за полчаса с нейросети сделал копию. За полчаса. Итак, вернемся на нашу площадку. Вот оригинал этого ролика. Подвинутые водители вовсю используют кондиционер для белья, который справляется с грязью и налетом на лобовом стекле лучше обычной жидкости омывателя. В его составе много поверхностно-активных веществ. Они покрывают лобовой невидимой пленкой, с которой легко скатывается грязь. Добавляем колпачок в 5-литровую канистру воды или незамерзайки. Заливаем бачок и радуемся идеальному результату. Отправьте его другу, если он безуспешно борется с грязным стеклом. Окей, а теперь следом посмотрите ролик, который я сделал буквально за полчаса. То есть я скопировал этот ролик с помощью нейросети, когда готовился вчера к этой презентации. Продвинутые водители вовсю используют кондиционер для белья, который справляется с грязью и налетом на лобовом стекле лучше обычной жидкости омывателя. В его составе много поверхностно-активных веществ. Они покрывают лобовой невидимой пленкой, с которой легко скатывается грязь. Добавляем колпачок в 5-литровую канистру воды или незамерзайки. Наливаем в бачок и радуемся идеальному результату. Отправь видео другу, если он безуспешно борется с грязным стеклом. Твой автодор... То есть смотрите, полчаса, и я создал такой же ролик, как оригинал, который набрал 7 миллионов. Вот круто, просто поделитесь, круто. Как вам вообще такие возможности, которые открывают вот связки, да, вот эти вот использования социальных сетей и, соответственно, нейросетей. Хороший вопрос. А что это за мужчина? Смотрите, сейчас я вам покажу. Это профессиональный какой-то аватар, который я взял с сервиса. Просто потому, что, ну, его одежда мне показалась более подходящей для автосервиса. Это сервис HeyGen. Смотрите, здесь превеликое множество вот таких цифровых аватаров. Вы можете подобрать персонажа для вашего бизнеса. То есть если у вас бизнес завязан на развитии вашего бренда, если вам не нужно вот лично, что называется, лицом мелькать в своем блоге, то вот как в данном случае, как в примере с автосервисом, вы просто подбираете персонажа, соответственно, и после этого вы загружаете текст, и эта нейросеть, она генерирует вам ролик, ну, буквально там за считанные минуты. То есть вот так просто. Также вы можете подобрать профессиональный голос. Они все максимально адаптивны, да, практически не отличить, что это вообще говорит неживой человек. Соответственно, если вот у вас… Давайте вернемся сейчас на секунду к презентации, чтобы я понял, что мы не теряем мысль. То есть давайте как бы подытожим, да, какой-то промежуточный итог сейчас сделаем. Мы посмотрели Reels. То есть смотрите, по сути, что мы можем делать? Мы можем объединять сейчас возможности по бесплатному привлечению потенциальных клиентов, то есть которые сначала становятся подписчиками, потом мы, соответственно, их переводим в клиентов, с возможностями нейросетей по созданию контента. То есть социальные сети могут позволить, скажем, наращивать аудиторию, но благодаря созданию видеоконтента, а нейросети могут помогать создавать этот видеоконтент. То есть, получается, в связке мы можем использовать чат GPT, например, чтобы написать сценарий. Соответственно, после этого мы можем легко зайти вот в нейросеть HGN и, по сути, создать ролик, да, и сделать так, чтобы этот ролик завирусился. Вот. Я сейчас расскажу кое-какие детали. Окей. То есть, смотрите, это сервис HGN, это азиатская разработка. Совсем недавно я проводил обучающий вебинар. То есть, если вот хотите разобраться, как это самостоятельно настраивать, да, как, по сути, за счет написания текста создавать видеоконтент за считанные минуты, то можете после эфира написать мне, и я с удовольствием поделюсь вот этим вебинаром, то есть есть его запись. Окей. Ну и, соответственно, еще один пример, да, про HGN. Да простят меня организаторы, да, раз уж идет такой разговор. Те бизнесы, которые, ну, заточены именно на личный бренд, да, на лицо, что называется. Если вам в вашем бизнесе надо вот лично, что называется, проявляться, да, мелькать лицом в блоге, то вы можете использовать не готовых аватаров, а вы можете оцифровать себя, сделать из себя цифрового двойника и загружая тексты, создавать видео, на которых ваш двойник будет, соответственно, разговаривать с вашей аудиторией. Я покажу короткий пример того, как я сам это сделал, чтобы это было не абстрактной информацией, а наглядной для вас. Привет! Давайте познакомимся. Я цифровой аватар Петра Беляева. Пока я работаю, Петр отдыхает на пляже, наслаждаясь тропическим коктейлем. Все, что сделал Петр, написал текст, который я произношу в образе Петра. Все это возможно благодаря нейросетям. Только представьте, какие возможности это открывает. Зачем тратить десятки часов вашего времени и уйму сил, тогда как цифровой клон может трудиться за вас в социальных сетях. Вообразите, вы за 10 минут накидали текст, за пару минут создали видео, выложили онлайн или отправили в сообщение, и ваши потенциальные клиенты уже смотрят его. И не только на русском языке, а также in English, with an excellent accent of a native speaker. O en español. Que lo habla buena parte del planeta. Es ist einfach unglaublich, was die Menschheit heutzutage erreicht hat. И вот вы уже продвигаете свои услуги не только на русскоязычном рынке, а везде, где только захотите. Можно делать длинные видео для YouTube, можно коротенькие Reels в Instagram, можно вместо своего аватара настроить образ профессионального диктора. А можно просто загрузить ваше фото, и оно волшебным образом заговорит с вашей аудиторией в социальных сетях. Самое главное, что теперь вы можете экономить уйму времени, посвящая его более важным вещам. Живым встречам, саморазвитию, семье. О нейросети в это время будут помогать вам в продвижении онлайн. Представьте, затратите. Окей, вот такой ролик. Вы все еще помните, что вы сейчас смотрите на неживого человека. Это цифровой слепок. Как вам, друзья? Как вам, ну, скажем так, как вам подделка? Как сам ролик? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а я уже буду завершать. Вернусь сейчас к презентации. И, по сути, вот вам простой план. Можете прямо сейчас его заскринить. Ну и, конечно же, презентация будет в чате. Как вы можете, вот следуя этому способу, набирать аудиторию в социальных сетях? Для начала нужно сделать страницу в социальной сети. Ну, например, в Инстаграм, который на сегодня запрещен на территории Российской Федерации. Создать описание. То есть его можно скопировать просто у конкурентов. Выложить первые 6-9 публикаций, чтобы видно, что уже вы как минимум не сегодня появились. Это можно сделать с помощью чата GPT, как я уже написал. Темы сгенерить, даже тексты. Чат GPT, напиши мне, там, 9 публикаций для такой-то ниши. И все, и вы выкладываете их. Это вот первичная упаковка в вашей социальной сети. А дальше вы можете писать сценарий. Здесь, опять же, можно идеи черпать в чат GPT. И я знаю просто невероятное количество предпринимателей, кто это делает. Или вы можете воспользоваться таким лайфхаком. Зайти на вкладку Reels в Instagram, который запрещен ныне в Российской Федерации. Зайти в вкладку Reels, вбить в вашу нишу, например, автосервис, и просто увидеть количество роликов, которые набрали больше миллиона просмотров. И оттуда вы можете черпать темы. То есть что эта тема точно актуальна в вашей целевой аудитории. Вот так вы можете 20, 30, даже 100 тем набрать буквально там за час. Соответственно, дальше нужно создавать и выкладывать видео. И вот это ключевая история. То есть одно-два видео, они, что называется, не выстрелят. То есть здесь нужно проявить усидчивость и на протяжении двух-трех месяцев выкладывать одно видео, ну, минимум каждые 2-3 дня. Соответственно, в создании можете использовать вот ту самую нейросеть HeadGen в качестве, там, видеомонтажа какого-то, да, можете использовать InShot, CapCut, абсолютно интуитивно понятные программы. Вот. То есть разобраться можно очень быстро вообще без каких-то специальных технических познаний. Ну, и, соответственно, таким образом можете набирать аудиторию. Ну, и смотрите, если вот вам четвертый и пятый пункт, ну, вы не хотите самостоятельно разбираться, а хотите, чтобы это сделали для вас, то моя консалтинговая компания в том числе этим занимается. То есть моя команда может проанализировать вашу ЦА, создать сценарий таких релсов, соответственно, создать видео и даже выложить эти видео за вас под ключ, соответственно, чтобы вы набирали аудиторию. Можете также мне написать, если вам это интересно. И на этом я завершаю. То есть для чего все это делается, для чего весь этот план? Чтобы разогнать ваш аккаунт и вывести ваши видео в топы, да, из вот таких просмотров, сделать вот такие многомиллионные просмотры. Оттуда придет аудитория, ваша целевая аудитория. И оттуда вы… Ну, это актив, который останется с вами навсегда. И также вы можете конвертировать это в свою клиентскую базу и фактически в прибыль. На этом я завершаю. Последний слайд у меня – это новый клиент. Таким образом, вы можете получать новый клиент, как уже сказал. Мои контакты, друзья, подписывайтесь. Я буду рад. Мой личный инстаграм Петр Беляев, мой телеграм-паблик, который посвящен, собственно, нейросетям. Добавляйтесь. Ну и как вам мое выступление? Какие у вас инсайты? Поделитесь. Петя, я тебе сразу могу сказать, пока ты выступал, что ты порвал эфир просто. Несмотря на то, что он у нас вот как-то задержался, простите, я понимаю, что тайминг – это важно. И мы немножко, конечно, из него вышли. Сделайте нам, пожалуйста, скидку на то, что это у нас один раз буквально в год бывает. И мы только-только учимся, постараемся в следующих эфирах это учесть. Ну, конечно, обратная связь – просто огонь. Просто разрыв мозга. Люди пишут, как же я скучно жила до этой информации. Поэтому у меня, конечно же, я сразу тоже идея себе набросала, как это применять в своей работе. Также мы, допустим, можем аналитику из CRM-системы UDS брать по своим клиентам и просить делать разбор стратегический на основе этих данных и генерить какие-то идеи по развитию бизнеса, как ты показывал пример с мебельным. Или в нашей работе проводить презентации на других языках и выходить на другие страны. Это просто вот первое, что мне в голову сегодня приходило. Поэтому это максимально прикладная информация. Здорово, что ты все это показал с примерами. Я вижу, что уже огромный интерес вызывает твоя тема. Еще раз тебя благодарю. Спасибо. Это было великолепно. И у нас, конечно же, будет запись. Спасибо большое, Юля. Очень приятно слышать такую обратную связь. И особенно ценно для меня, что вы разглядели какую-то прикладную пользу это. И в частности, как этой связке можно усилить использование UDS, превосходный инструмент для бизнеса. Спасибо большое, друзья. Всем пока-пока. Я хочу сказать финальные слова. Пока еще здесь у нас есть большое количество присутствующих. Все, кто были до конца, вам отдельная благодарность, что вы прошли с нами сегодня 4 часа и напитались, я надеюсь, чем-то полезным. Мы организаторы все, модераторы, огромная команда, большая огромная команда ребят, которые из компании UDS, которые помогли вести телеграм-канал, эту трансляцию, создавали дизайн всех материалов. В общем, провели огромную массу работ. Я вас отдельно благодарю. Благодарю наших партнеров, кто пригласил на эфир гостей. И, естественно, вас, дорогие гости и зрители, особенно, кто с нами был впервые, просьба свою обратную связь не в этом чате уже писать, а именно в телеграм-канале. На эту тему у нас будет отдельный пост. Пожалуйста, поделитесь там своими отзывами, что вам понравилось, что, может быть, можно улучшить. Если, конечно же, у вас остались вопросы, вопросы мы обязательно разберем со спикерами. И у нас сегодня был такой тест нескольких тем, нескольких спикеров. Если это все получилось, я буду очень рада. Ну что, я напомню о том, что у нас ближайшая неделя, перед Новым годом, она с классным предложением. Я рекомендую от души, как сама, как предприниматель, пользуюсь системой UDS, вам тоже выбрать это решение, а полученные знания, которые сегодня прозвучали, применить на деле в ваших бизнесах, в вашем развитии, чтобы это все не пылилось. Презентации, какой-то дополнительный материал, все это мы обязательно выложим в канал. И еще такой был какой-то технический нюанс. У нас в рассылках писем ушли не совсем те тексты, не совсем про этот эфир. Если, уважаемые гости, у вас были какие-то странные тексты, как будто бы не об этом. Да, это был немножко такой технический сбой. Опять же, все мы пока еще тоже тестируем. Я думаю, вы поняли, о чем было сегодняшнее мероприятие. Хорошего всем дня. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Приходите еще на такие подобные события, как вы видите, участие в них бесплатно. Хорошего всем сегодняшнего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok